Олег Гриневский. «1001 день» Никиты Сергеевича. Издательство «Вагриус», Москва, 1998 год. Читает Галина Шумская. Могли ли демитратические преобразования в СССР, стартовавшие в 1985 году, начаться значительно раньше? Оказывается, могли. В конце 50-х годов, несмотря на жесткое противостояние в правящей команде, Хрущев, развенчав культ Сталина, взял курс на смягчение международной напряженности и серьезные реформы внутри страны. Роковыми для этих планов оказались 1961 и 1962 годы, когда излишняя подозрительность в отношениях Хрущева с президентом США Эйзенхауэром привела к срыву наметившейся разрядки и к новому витку Холодной войны, а затем и к отставке самого Хрущева. Об этом и о многом другом, связанном с закулисными сторонами внешней и внутренней политики СССР, Книга видного советского дипломата Олега Гриневского Олег Гриневский увлекался физикой, но стал дипломатом. В МИДе новичка встретили неприветливо, и он решил податься в литераторы. Начал писать повесть о том, как американцы делали атомную бомбу. Отрывок из нее, опубликованный в известиях, попал на глаза Хрущеву. И тот позвонил Громыко. «Ты почему, Андрей, от меня таланта щелкопера прячешь?» С тех пор Гриневский стал писать речи и памятки высшему боссу. Ездить с ним по свету. Отсюда и книга про дорогого Никиту Сергеевича. Олег Гриневский занимал ответственные посты заведующего отделом стран Ближнего Востока, руководителя делегаций по выработке мер доверия и безопасности в Европе, по договору о сокращении обычных вооружений в Европе. С 1999 по 1997 год был послом России в Швеции. Сейчас профессор Стэнфордского университета в Калифорнии. Памяти моих друзей-дипломатов, с кем вместе, прошли через события, о которых рассказывает эта книга, но не доживших до сегодняшнего дня. Виктора Смолина, Ивана Чепрова, Владимира Баскакова, Владимира Жеребцова посвящаю. Пролог 1 мая 1960 года В спальне Хрущева, в особняке на Воробьевых горах, тревожно зазвонил телефон. Никита Сергеевич с трудом открыл глаза. Бросил взгляд на часы. Еще не было и семи. Недовольно пробурчал. Кого это черт несет в такую рань? День предстоял нелегкий. Парад на Красной площади и другие праздничные хлопоты. Аппарат правительственной связи в обиходе вертушка продолжал настойчиво звонить. Хрущев поднял трубку. Да. Хриплый голос на другом конце провода. Докладывает министр обороны, маршал Советского Союза Малиновский. Американский разведывательный самолет пересек нашу границу с Афганистаном. Вторгся в советское воздушное пространство и теперь летит по направлению к Свердловску. Вторгся? Так сбейте его. Любыми средствами. Раздраженно бросив на рычаг трубку, Хрущев подошел к окну. Весенняя Москва лежала внизу, как на огромном блюде. Сквозь легкую дымку озолотились купола Новодевичьего монастыря. Этот умиротворяющий пейзаж никак не визжался с испорченным ранним звонком настроением. Сон как рукой сняло. В голове роились невеселые мысли. Хрущев спустился со второго этажа в огромный холл, обитый коричневыми под орех деревянными панелями, и вышел во двор. Охранник в будке взял под козырек, нисколько не удивившись столь раннему появлению хозяина. Хрущев кивнул ему и свернул на обсаженную молодыми березками аллею. Это было его любимое место для вечерних прогулок. Еще в бытность свою секретарем Московского горкома партии, он взял на заметку этот живописный уголок столицы, где сохранились сады старинного подмосковного села Воробьева. Сюда в свое время Петр Первый наведывался к своим сестрам. Весной белым цветом покрывались вишни и яблони, разрывали душу своими трелями соловьи. После смерти Сталина он велел построить здесь особняки для членов Политбюро. Себе выбрал особняк за номером 40. Соседом справа стал Маленков. Но ненадолго. Хрущев выселил его оттуда, когда снял с поста председателя Совета Министров. При воспоминании об этом по спине пробежал холодок. Может быть, и ему самому уготована та же участь. Он знал о глухом недовольстве его политикой, которая бродила и в армии, и в КГБ, и даже в среде самых близких соратников. Ему не могли простить доклада о культе личности Сталина, расколовшего партию. Многие считали, что это ему понадобилось для собственного возвеличивания. Не простили и многого другого. Посягательство на централизованное управление страной, что создавало угрозу самому принципу планового хозяйства. Узурпации внешнеполитической деятельности. Все, мол, здесь решает сам. Непозволительного для большевика либерализма, который, говорили, привел к венгерскому восстанию. Реабилитация антисоветчика Солженицына. И уступок проклятому Сталинам югославскому ревизионисту Тито. Отставки любимого в армии и народе маршала Жукова, с которым, утвердилось мнение, он поступил по-свински. И, конечно же, заигрывание с американцами, которым он якобы потакал в Кэмп-Дэвиде. «Дух Кэмп-Дэвида», — шептали, — «дурно пахнет». Хотя, видит Бог, он вел себя во время недавнего визита в Штаты, как истинный марксист-ленинец. Но людям ведь рта не заткнешь. Общественное мнение — вещь скользкая. Хрущев очень любил власть. И ему очень не хотелось ее терять. А вместе с ней и этот полюбившийся ему особняк на Воробьевых горах. И многое, многое другое. Мысль вернулась к проклятому самолету, который уже не в первый раз безнаказанно вторгался в воздушное пространство СССР. И даже однажды пролетел над самой Москвой. Это был мощный козырь в руках противников, которые обвиняли его в потворстве империалистам. Но это был и его козырь тоже. Своим не очень богатым, но изощренным умом он понимал, что может использовать его против американцев. Дать задний ход и этим обезоружить складывавшуюся против него внутреннюю оппозицию. И сохранить еще на какое-то время власть. И особняк, и многое другое. Главное, разыграть эту козырную карту первым. Остались позади заснеженные пики Гиндукуша, прорезанные темной лентой Хабберского перевала. Самолет черной птицы вошел в пухлое одеяло облаков, прикрывавших советскую землю. Первая цель разведки — осмотр Тюратам, позднее названного Байконуром. Отсюда запускались спутники и ракеты. До сих пор все шло нормально, хотя полет откладывался со дня на день. Над Россией стояла нелетная погода. На базе в Пешаваре, где ждал вылета У-2, уже начинали нервничать. Однако в ночь на 1 мая Фрэнсиса Гарри Пауэрса, бывшего пилота американских ВВС, а теперь наемного летчика ЦРУ, подняли из гамака, и он наскоро позавтракал яичницей с беконом. Теперь ему предстояло поститься 13 часов. Время перелета через территорию СССР в Норвегию, где его ждут. Разрешение из Вашингтона на вылет поступило в 6 часов 27 минут по местному времени. В Соединенных Штатах была глубокая ночь, и президент Дуайт Эйзенхауэр спал в своей загородной резиденции, расположенной в горной долине на отрогах Аппалачских гор. В этом 1960 году истекал второй срок его пребывания в Белом доме. Он вошел в него, окруженный ореолом полководца, поставившего на колени Германию Гитлера, и хотел выйти из него, увенчанный лаврами миротворца, начавшего процесс разоружения и потепления международного климата. Скоро он должен отправиться с визитом в Москву, где закрепит вместе с Хрущевым договоренности, достигнутые в Кэмп-Дэвиде. Совесть его была спокойна, и сон крепок. Никита Сергеевич Хрущев с приемной дочерью Юлией ехал в это время на Красную площадь на Первомайский парад. За завтраком он ругал американцев, обещал показать Эйзенхауэр Кузькину мать, но сейчас успокоился, всю дорогу молчал, уйдя в себя. Он уже принял решение. Визиту американского президента в Москву не быть. А жаль. Еще совсем недавно все складывалось так удачно. Мысли перенесли его в недавнее прошлое. На пляже. Афгуст 1959 года. Южный берег Крыма. Синее бездонное небо. В море тихо катит свои зеленоватые волны. И огромный пляж, на котором ни души. Только письменный стол под парусиновым тентом. На столе несколько телефонных аппаратов. Вертушки, ВЧ, обыкновенные. А за столом в плетеном кресле маленький толстый человек в черных сатиновых до колен трусах, над которыми свисает неуклюжий живот. Отсюда он руководит огромной страной. Звонят телефоны, спешат курьеры, летят самолеты. Из МИДа, ЦК, Министерства обороны везут справки, проекты речей, памятки к беседам. И при каждой из них специалист, который мог бы дать пояснение. Но апогеем всего было появление на этом пустынном пляже двух ведущих советских дипломатов. Министра иностранных дел Громыко и постоянного представителя СССР в ООН Соболева. Несмотря на несусветную жару, оба в черных официальных костюмах. Громыко нахлобучил еще темную фетровую шляпу, а Соболев вместо положенного галстука прицепил легкомысленную бабочку. Гости садятся в пляжное кресло. Громыко закинул ногу на ногу и из-под брюк выглянули голубые трикотажные кальсоны. Термометр показывал за 30 градусов. «А я позвал вас, товарищи», торжественно начал Хрущев, «чтобы обсудить нашу линию поведения в Америке». Американцы жесткие люди, одним словом, бизнесмены, и понимают только один язык, когда им кулак показывают. Это они соображают и без перевода. Но и перегибать палку с ними нельзя. Можно получить сдачу. Поэтому главное в наших отношениях с американцами это найти правильное соотношение силовых приемов и политической гибкости. Нашу линию нужно вести твердо, но так, чтобы не вызвать войны. За многие тысячелетия, глубокомысленно вставил Соболев, который в Миде считался интеллектуалом, человечество наработало несколько моделей политического поведения, которые позволяют предотвратить войну. Но большей частью государства стремились удержать воинственного соседа, создавая грозные контурсилы, будь то луки, стрелы или атомные бомбы, которые делали бы нападение бессмысленным и опасным. А в общем, селеспацием парабеллум. Хрущев удивленно посмотрел на него. «Хочешь мира? Готовься к войне», хмуро подсказал Громыко. «Это не наша политика. Американской стратегии ядерного устрашения мы противопоставляем политику мира и предотвращение войны. Ну, конечно, сдерживание путем создания могучих вооруженных сил, оснащенных ядерным оружием, является важной составной частью нашей политики мира, но только частью, причем не доминирующей. Главное — это политический курс определенной ЦК КПСС на консолидацию всех прогрессивных сил в мире и изоляцию американского агрессора, использование ленинской стратегии разжигания межимпериалистических противоречий. «А на такой политике мы с американцами каши не сварим», засмеялся Хрущев. «Это для них так, семечки. Тут надо больше на военную мощь опираться и не забывать о жестокого урока сорок первого года». «Вот не пойму только. Одни говорят, что Соединенные Штаты проводят в отношении нас политику сдерживания, другие, что устрашение. А есть ли здесь какая-то разница? Или же только пропагандистская трескотня?» «Американцы называют свою стратегию политикой сдерживания», сказал Соболев. «По-английски точный перевод этого термина — сдерживание. Мы неправильно переводим его как устрашение. Сдерживание в понимании американских политологов означает создание такой военной структуры, которая удерживала бы Советский Союз от войны США и их союзниками». «Нет», — твердо сказал Громыко, «это не так. Задача сдерживания не в том, чтобы удержать Советский Союз от войны. США знают, что на них никто нападать не собирается, а сдержать рост нашего влияния и могущества в мире». А есть у нас секретный документ Комитета национальной безопасности за номером 68. Там прямо говорится «заставить Советский Союз отказаться от политики, основанной на его идеологических концепциях», то есть от коммунизма, да еще «посеять семена разрушения внутри Советской системы». И методы для этого обозначены политические, экономические, подрывные, а не только наращивание вооружений. Так что это не просто сдерживание, как бы оно по-английски не называлось, а самое настоящее — агрессивная политика устрашения. Хрущев прервал его. «Что-то я не вижу, по сути, большой разницы между нашей политикой борьбы за мир и их политикой устрашения, или, как ее там, сдерживание, если, конечно, отбросить пропагандистскую брехню. Есть две ведущие силы, которые определяют положение в мире. Это США и СССР. Американцы после войны создали ядерное оружие и вроде бы взяли нас за горло. А мы создали такую мощную армию, которая в считанные дни освободит всю Европу. И, значит, тоже взяли их за горло. Ну, развивай это как хочешь. Борьба за мир, сдерживание, устрашение — один черт. Ну, прежде чем начать войну, каждый теперь не семь, а сто раз отмерит. А тут мы еще свою атомную бомбу сделали и ракеты межконтинентальные построили. Ну, можно сказать, американцев второй рукой за горло взяли. Говоря это, Никита Сергеевич ожестикулировал, показывая, как взяли мы американцев за горло, а живот его над черными трусами важно переваливался из стороны в сторону. Ну, так оно, конечно, сподручнее держать, и крепче, и надежнее. Вот и результат есть. Во время Суэца как пригрозили, так англичане и французы сразу в штаны наложили, а американцы в стороне и остались. И венгрию нам простили, хотя и поскулили. А куда им было деваться? Не воевать же из-за нее? Теперь из Берлина их надо выдавить. Все бы хорошо, продолжал Хрущев. Да вот только американцы одной рукой нас за горло держат, а другой работают. И неплохо у них это получается. Мы же их двумя руками за горло держим, а для работы рук не осталось. Дела в экономике не совсем ладно идут. Очень много средств на вооружение тратим. Так и по миру пойти можно. Я думаю, одну руку придется снять. Но ядерное и ракетное оружие вроде бы понадежнее, его и оставим. А армию потихонечку сокращать будем. Ну, если, конечно, переговоры с Эйзенхауэром пойдут хорошо. Со временем, думаю, можно будет прекратить и производство атомного оружия. Может быть, даже в одностороннем порядке. Потому что ведь атомная бомба это не огурец, который вырастил и скушал. Атомную бомбу сделал, она и лежит на готове. Теперь Хрущев солировал. А дипломаты внимательно слушали и записывали, стараясь не пропустить ни единого слова из его откровений. В Америке надо будет жестко поставить вопрос о разоружении. Может быть, прямо в ООН. Всеобщее и полное разоружение. Роспуск всех армий. А оставит только милицию для охраны внутреннего порядка. Если мы будем разоружаться, то нужно решить вопрос о ликвидации военных баз. Нам трудно будет убедить наших людей, что можно сокращать армию, если останутся американские базы, которыми как волк флажками обложен Советский Союз. Я думаю, так повернуть разговор с Эвенхауэром. Спрошу его, зачем вам эти базы? Мы много думали об этом и пришли к выводу, что они нужны вам для того, чтобы истощать нас экономически. Вы, видимо, считаете, что, окружив нас базами, заставите держать большую армию и тратить много средств на вооружение, а это подорвет нашу экономику. Думаю, господин президент, что если это было заложено в основу вашей стратегической концепции, то она полностью несостоятельна. Хрущев посмотрел на часы, а время приближалось к обеду. Пошли купаться. Плавать он не умел. Болтался у берега либо в пробковом жилете либо на надувной автомобильной шине. Причем пугался даже небольшого волнения. Но всем говорил, что это доктора запрещают ему много плавать, чтобы он не перегружал себя. Таким образом, он отплывал обычно метров на пятьдесят от берега, не больше. Но рядом, на некотором отдалении, неотступно следовала лодка с офицером КГБ, который к тому же постоянно поглядывал на часы. Никита Сергеевич точно соблюдал предписанное врачами время. Полезли в воду, правда, без особого удовольствия и громыка с Соболевым, но к Хрущеву не приближались. Никита Сергеевич как-то рассказал, что когда купался в Крыму вместе с Жуковым, и тот очень уж приближился к нему, у него возникла мысль, а почему это он так подплыл ко мне? Так что приглашенные купаться, зная об этом эпизоде, держались от Хрущева на расстоянии и оттуда вели умные разговоры. Несколько дней после этой встречи Хрущев здесь же на пляже диктовал свои мысли машинистке. Но все как-то не получалось. То нагрянут отдыхавшие неподалеку секретари обкомов, то неожиданно другие дела возникнут. А однажды начал было работать и только разошелся, как вдруг в грохоте камнепада к нему прямо на пляж почти по отвесной скале съехала женщина. В этом месте узкая лента пляжа была отгорожена высокими горами. Там наверху пролегала царская тропа. Ниже стояла охрана. Да и спуститься по крутому обрыву было практически невозможно. И вот надо же, вниз по скалам скользит лежа на спине женщина. Ее нижние белые юбки развиваются как флаги. При этом она громко кричит, но не от страха и боли. В ее крики явно звучат победные нотки, а в руке она держит какую-то бумагу. Боже, подумал один из охранников, что будет с ее спиной и пониже. Однако женщина бодро вскочила на ноги и кинулась было прямо к Хрущеву, но охрана тут же остановила ее. Никита Сергеевич, как был в своих черных до колен трусах, поднялся с кресла и шагнул навстречу женщине. «Отпустите ее!» бросил он охране. «Что у вас случилось?» Женщина, то срываясь на крик, то давясь слезами, стала рассказывать, что приехала из Архангельска. Там она жила очень хорошо, а в коммунальной квартире было три семьи, хотя и тесно не ссорились. Однажды у одной из хозяек взорвался примус. От ожогов она умерла. Женщина была уверена, что взрыв специально устроила соседка и подала на нее в суд, но суд виновной соседку не признал, и тогда женщина начала ходить по инстанциям. Это стало целью ее жизни. От нее отмахивались, считая сумасшедшей, но она продолжала жаловаться. Приехала в Москву искать правду и стала пробиваться к нему, Хрущеву. Один раз ей даже удалось въехать в Кремль в машине холодильнике с мясом, но охрана ее все-таки обнаружила и выставила вон. Прочитала в газете, что Хрущев отдыхает в Крыму и тотчас же собралась в Ялту. Разыскала его дачу и вот теперь она здесь и просит помочь ей наказать мерзавку, убившую ее лучшую подругу. Хрущев слушал не перебивая. Потом взял письмо и сказал, что во всем разберется, а она пусть спокойно возвращается в Архангельск. Женщина смотрела на него как на Бога и уехала со слезами на глазах. А вот в таких условиях приходилось Хрущеву готовиться к предстоящей поездке в Америку. Тем не менее, 10 августа Хрущев все же надиктовал соображение к полученной от подчиненных памятке для своей беседы с Эйзенхауэром. Так скромно именовались директивы для таких высоких руководителей, как советский премьер. Нельзя же, да и просто неприлично было давать им указания. Вот и придумали умные чиновники такое хитрое словечко «памятка». Мне думается, начал излагать свои мысли Никита Сергеевич, что о подписании мирного договора с Германией договориться с США невозможно. Это означало бы для них капитуляцию. Эти слова, когда они дошли до МИДа, вызвали там настоящий шок. Но, конечно, многие понимали, что вся история с договором пустая затея. Но услышать это от Хрущева, который с такой энергией и так горячо ее отстаивал, из всего сталинского наследия во внешней политике, безусловно, самой опасной была германская проблема. Еще в 1945 году на встрече в Потсдаме союзники по войне с Германией поделили ее на четыре оккупационные зоны и учредили четырехстороннее управление Берлином. Такую систему предполагалось сохранять до тех пор, пока они не договорятся о создании общегерманского государства и не заключать с ним мирного договора. Однако холодная война внесла в этот план серьезные коррективы. В мае 1949 года три западные оккупационные зоны слились в новое государство Федеративную Республику Германии. В ответ Сталин создал Германскую Демократическую Республику. Для всех было очевидным, что разделение немецкой нации в самом центре Европы таит в себе страшную угрозу для мира, особенно учитывая тот факт, что внутри ГДР остался западный Берлин, все под тем же четырехсторонним управлением. Кость в горле социалистической Германии, как называл его Хрущев, заложник в руках у русских по определению Эйзенхауэра. И вот теперь, десять лет спустя, каждый из них мыслил решить германскую проблему по-своему. Американцы настаивали на воссоединении страны на основе свободных выборов, отдавая себе отчет, что в воссоединенной Германии более развитая и сытая ФРГ проглотит ГДР. Понимал это и Хрущев, и потому предлагал заключить мирный договор с обоими государствами, узаконив таким образом по существу разделение Германии, а Берлину дать статус вольного города, что, разумеется, было вряд ли приемлемо для американцев. И Хрущев это осознавал, а потому считал, что лучше всего оставить все как есть и использовать германскую проблему, особенно же положение Берлина, как постоянный рычаг давления на Соединенные Штаты. Берлин, говорил он, это яйца Запада, которые у меня в кулаке. Сожму, и Запад орет, разожму, улыбается. В конце 1958 года он сжал, изложив советские предложения Западу в виде настоящего ультиматума. Сейчас на пляже в Крыму Хрущев надиктовывал план своей предстоящей тактики во время визитов США и тезисы своей беседы с президентом Эзенхауэром. Думаю, диктовал он, вы, господин президент, должны согласиться, что в силу логики вещей мирный договор с Германией должен быть подписан. Я уверен, что вы согласны с этим, но опасаетесь принять такое решение, считая, что... и так далее. Я не буду с самого начала утомлять своего читателя деталями всех перипетий тогдашних международных проблем. Специалистам они хорошо известны, а широкой публике мало интересны. Думаю, гораздо увлекательнее и объемнее описываемый мной период будет выглядеть при знакомстве с характеристиками, психологическими портретами и помыслами людей, вершивших в те годы большую политику. Именно такую цель я и ставил перед собой, берясь за рассказ о событиях, свидетелем и участникам которых мне в то время совсем молодому дипломату довелось стать. Эта книга охватывает период длиной в тысячу дней с хвостиком, поскольку мне после окончания Института международных отношений довелось работать в высотном здании Министерства иностранных дел в комнате под номером 1001, я не удержался от соблазна назвать ее так, как назвал «1001 день Никиты Сергеевича». Но не только поэтому. Думаю, что читатель, прочтя эту книгу, согласится. События, описываемые в ней по увлекательности, не уступают рассказам знаменитой Шахрозады. В Белом доме В Вашингтоне тоже готовились к предстоящему саммиту. Эйзенхауэр говорил, что ломает голову, как бы придумать такую штуку, которая не выглядит как уступка, но на ум ничего не приходит. Как и Хрущев, президент начал с оценки стратегической ситуации. Советский премьер, вспоминал он, не раз поднимал вопрос о ракетах средней дальности, размещенных вблизи границ Советского Союза. РСД, как они именовались на военном жаргоне. «Но если мы ожидаем прорыва в создании более совершенных ракет межконтинентальной дальности», рассуждал президент, «почему бы не отказаться от планов размещения средних ракет?» «Их военное значение», считал он, «невелико». «Скорее можно говорить об их политической или психологической роли». «На ближайшую перспективу намечалось размещение этих ракет в Германии. Но что это даст? Если посмотреть на карту, она так мала и уязвима». 17 июня президент вызвал министра обороны Маккелроя и заместителя госсекретаря Диллана. Обсуждался вопрос о его встрече с Хрущевым. Эйзенхауэр сказал, «Есть все основания для размещения РСД в Англии, Германии и Франции?» Другая ситуация с флангами и выдвинутыми вперед районами, такими как Греция. Размещение там этих ракет дело проблематичное. А как вы думаете, что мы должны сделать, если Куба или Мексика начали бы вдруг склоняться к коммунизму? А Советский Союз послал туда свое оружие и снаряжение? В этом случае нам пришлось бы вмешаться, причем, если бы понадобилось, то и военным путем. И потом задал неожиданный вопрос своим собеседникам. А если Хрущеву сказать, что мы не будем размещать РСД в Греции? и посмотрим, что он захочет сделать со своей стороны для улучшения положения. Но военные и дипломаты упорно возражали. Макелруи заявил, с территории Греции можно нанести удар по многим целям, которые недосягаемы для ракет Тор, размещенных в Англии. Поэтому она должна стать частью ракетного кольца, которым мы надеемся окружить Советский Союз. Дилан заходил с другой стороны. Хрущеву ни в коем случае нельзя показать, что США уступают под давлением его угроз. К тому же в НАТО возникнут серьезные проблемы, если мы будем относиться к Греции и Турции иначе, чем к другим союзникам. После долгих споров Эйзенхауэр, как всегда, занял половинчатую позицию. Размещение ракет в Греции следует отложить, но этот шаг не должен быть связан с советскими угрозами. Проблему РСД решено было вообще не включать в число возможных уступок Хрущеву. Перебирая одну проблему за другой, президент приходил к выводу, что Берлин является, по сути дела, единственным вопросом, где можно поискать точки соприкосновения с русскими. Как и прежде, он считал образование западного Берлина серьезным просчетом. Месяц спустя после Кэмп Дэвида он скажет, западный мир сделал ошибку в 1944-1945 годах и должен сейчас найти способ, как заплатить за нее. Поэтому ему импонировали разного рода идеи с образованием свободного города Берлина под эгидой ООН и гарантированным доступом к нему. Русские считают нашу позицию по Берлину нелогичной. Мы признаем это, но не откажемся от наших прав и обязательств до тех пор, пока нами не будет найдено способа, как сделать это. А если брать советскую и американскую позиции не в том виде, как о них заявлялось публично, а как их обсуждали в Крыму и в Вашингтоне, то пропасть между ними была не столь уж велика, и дипломаты могли бы перебросить через нее мостик. Вот только удастся ли это сделать и как? Старый хрен. Казалось, как хорошо просчитал Хрущев о решении германского вопроса к предстоящей встрече в верхах. Главное признание двух германских государств. Кто станет возражать против этого? Англия? Франция? Да, они так обожают немцев, что с радостью пойдут и на три, и на четыре германских государства. В приватных беседах они этого и не скрывают. Недавняя Женевская встреча министров показала, что есть основания для такого решения. Надо только вести дело постепенно, шаг за шагом. Начать с вывода войск из западного Берлина, ну пусть даже символического, а завершить все дело подписанием мирного договора с ГДР и ФРГ. Хрущев был доволен. Пожалуй, впервые поверил, что дипломатия на что-то годится. Поэтому, широко улыбаясь, сказал Громыко и его команде «Молодцы!» Но тут же забеспокоился. А что этот старый хрен? Он не испортит нам обедни? Все поняли, что Хрущев имеет в виду канцлера ФРГ Аденауэра. А в том 1959 году Конраду Аденауэру исполнилось 83. Но, казалось, своих лет он не замечает. Один из его старых друзей, который, кстати, был на четыре года моложе, стал как-то жаловаться, что они стары и им пора на покой. Аденауэр ничего не ответил, но позвонил его жене и спросил «Что случилось с вашим мужем? Я боюсь за него. Он что, болен?» Это был худой, высокий старик, аккуратный и педантичный, сверх педантичный, как однажды отозвался о нем грамыка. Выглядел он величаво, хотя и старомодно, всегда в темном костюме, жилетке и тщательно повязанном галстуке. Широкое скуластое лицо, изборожденное глубокими морщинами, обрамляла короткая прусская стрижка, так гигиеничнее. однако, выдающиеся сколы и чуть раскосые проницательные глаза придавали ему монгольский облик. Как-то Хрущев, рассматривая его фотографию, спросил, «Он что, татарин?» Этот вопрос поверг хрущевское окружение в смятение, и помощники срочно переадресовали его КГБ и МИДу. Те, посоветовавшись между собой, доложили, что Аденауар чистокровный немец. В 1917 году он попал в автомобильную катастрофу, и у него была сломана челюсть, которая неправильно срослась. Отсюда этот монгольский облик. Но Хрущев продолжал свой допрос. Его не удовлетворяли обычные характеристики, которые готовили эти ведомства на лидеров иностранных государств. где в основном перечислялись посты, которые те занимали в различные годы своей жизни. Хрущева интересовали детали поведения. По ним он пытался представить облик человека, с которым имеет дело. Ему доложили, что Аденауар встает рано, много работает, порой 18-20 часов в сутки, и во всем требует порядка и дисциплины. В общении вежлив и точен, но умеет держать людей на расстоянии. В общем, из этих реляций Аденауар мог бы показаться занудой, если бы не глубокое чувство юмора и иронии, которое бывает обычно у людей умных и проницательных. А его шутки порой доставляли ему немало неприятностей. так Прусаков, неприязнь к которым никогда не скрывал, он назвал славянами, которые не помнят своих предков. Был шум, но обошлось. Однако, когда Аденауар сказал, что немцы это те же бельгийцы, только обуреваемые чувством мегаломании, разразился настоящий скандал, и ему пришлось извиняться. Вот такой старый хрен уже 10 лет твердо держал в своих руках руль западно-германской политики. Он и только он принимал решения в правительстве. Правда, в экономику не вмешивался. Там чудеса творил Эрхард. Немецкие дипломаты на Женевской конференции, посмеиваясь, рассказывали своим коллегам такую историю. Однажды это было в Париже, Аденауэр и его министр иностранных дел фон Брентано сели в лифт. Нужно было подняться на второй этаж. Фон Брентано нажал кнопку, но лифт поехал в подвал. Это был первый и последний случай, когда канцлер разрешил своему министру проявить инициативу. Никита Хрущев его не понимал и потому не любил. Его поступки никак не вписывались в простую и кристально ясную логику марксизма-ленинизма. Поэтому, говоря об Аденауэре, он обычно сердился и требовал объяснить, что у него на уме. КГБ тут же докладывал, что он реваншист, милитарист. Хрущев сердился еще больше. Вы мне еще скажите, что он лакей империализма, кричал он. Это я и без вас знаю. Вы лучше объясните мне, что же он хочет. Объединение Германии? Но мы уже предлагали ему это. И что? Неужели он всерьез думает, что мы пойдем на объединение Германии в довоенных границах, да еще в составе НАТО? Он что, нас за придурков считает? Ему объясняли. Аденауэр боится, что нейтрализация Германии станет прологом к ее советизации, чего, кстати, всегда добивался Сталин. А публично признать границу Германии по Одеру и Нейсе он не может, потому что против этого выступает 80% населения ФРГ. Хорошо, не унимался Хрущев, тогда объясните мне, что же он все-таки хочет? Независимый самостоятельный ФРГ? Но мы и это ему предлагали. А он лезет в НАТО и европейское сообщество. Корнями этот спор уходил в не столь далекое прошлое, когда Запад одно за другим с порога отвергал все советские предложения по германскому вопросу. И хотя внешне ФРГ себя особо не проявляло, Хрущев был уверен, что застрельщиком столь жесткой позиции выступает Аденауэр. И в этом он был прав. Больше всего проблем как внутри страны таких союзниками вызывала политика Аденауэра в отношении ядерного оружия. Ну, конечно, канцлера не могло не беспокоить соотношение сил в Европе, которое определенно складывалось не в пользу Запада. Он был недалек от истины, когда говорил, что 9 тысячам советских танков реально противостоят всего лишь две с половиной американских дивизий и половина английской дивизии. Большая часть слабой французской армии брошена в Северную Африку, а вклад Бельгии, Голландии и Дании можно считать чисто символическим. Он в Бундехер находился еще в зачаточном состоянии. По Парижским соглашениям его численность была определена в 500 тысяч человек, но к концу 1956 года под ружьем находилось всего 80 тысяч человек, а к концу 60-х она возросла только до 272 тысяч человек. А тут еще поползли слухи, будто США собираются урезать свои вооруженные силы. В сентябре 1956 года журнал Time сообщил о плане адмирала Редфорда сократить 800 тысяч американских солдат и офицеров с 2,8 миллиона до 2 миллионов человек. При этом, разумеется, должна быть уменьшена и численность американских войск в Европе. Аденауэр тут же послал генерала Хойзингера в Вашингтон проверить так ли это. Тот подтвердил разговор об этом идет серьезный. Когда в Бонн приехал директор ЦРУ Аллен Далес, канцлер устроил форменную истерику. «Ната в опасности», говорил он, «она старчески бессильна и превращается просто в офицерский клуб». Вот на таком драматическом фоне Аденауэр делает с ног сшибательное заявление, что Бундесвер не может отказаться от ядерного оружия. Между тактическими и стратегическими ядерными средствами, утверждал он на пресс-конференции 5 апреля 1957 года, существует определенное различие. Тактическое ядерное оружие — это ничто иное, как усовершенствованный вид артиллерии. Совершенно очевидно, что ввиду огромного развития оружейной техники, которое, к сожалению, произошло, мы не можем лишить наши войска новейших видов оружия и помешать им использовать эти последние открытия. Когда Хрущеву доложили о заявлении Аденауэра, он не поверил. «Да не может быть! Он что, с ума спятил? Или газетчики опять все переврали?» Советские посольства в Бонне и Берлине пошли указания перепроверить. Очень скоро все три ведомства — МИД, КГБ и военная разведка доложили, что Аденауэр здоров и действительно сделал такое заявление. Тогда Хрущев собрал в своем кабинете в ЦК на Старой площади узкое совещание. Присутствовали министр иностранных дел Громыко, министр обороны Малиновский, председатель КГБ Шелепин, заведующий международным отделом ЦК Пономарев и еще несколько человек. «Ну-ка, мудрецы», сказал первый секретарь, «помозгуйте, что на этот раз старый хрен удумал». Ему дружно рассказали о заявлении Аденауэра на пресс-конференции, сделав вывод, что канцлер в реваншистском угаре совсем зарвался, и надо бы по нему ударить. Реакция Хрущева, как обычно, была эмоциональной. Вы мне бросьте газеты пересказывать, читать я и сам умею. Лучше мозгами пошевелите, что он задумал. Добро бы стратегическое оружие требовал. Это понятно, нас достать. А тактическое ему зачем? Ну, заимеет он десять атомных зарядов. Ну, пускай даже двадцать или тридцать. Ну, и что? Испепелит он своих братьев восточных немцев. Разнесет в пухи прах поляков и чехов. Но мы ведь тоже сидеть сложа руки не будем. Сколько нам нужно апомных бомб, чтобы успокоить западную Германию? Обратился он во-вторк. Сколько и лягут пухи. Но не позволят ФРГ иметь ядерную бомбу. Разве Аденауэр этого не понимает? Хрущев вопрошающе оглядел притихших начальников. Он был в ударе, и прерывать его было не принято, хотя он вроде бы и спрашивал. — Что там ни говори, — продолжал он. — А раздел Германии превратил ее в прифронтовую страну. Какая бы заваруха ни случилась, большая или маленькая, на нее сначала все бомбы посыпятся. А потом еще посмотрят, стоит ли продолжать. Правильно я говорю, Родя? — Так точно, Никита Сергеевич, — ответил маршал Малиновский. — А если так, то Аденауэр должен не о войне, а о мире думать. Как бы спасти от этой напасти свою дорогую Германию? — Сдается мне, — продолжал Хрущев после недолгого раздумья, — что он тревогу бьет, только уж очень по-хитрому закручивает. Советскую угрозу грамотно разыгрывает, но ядерного оружия ему все равно не дадут, а вот НАТО наверняка усилят, чтобы ему рот заткнуть. — А можем ли мы этому помешать? — Едва ли. Хотя надо постараться по максимуму. А вот антивоенную кампанию на всю катушку развернем. Шум надо поднять на весь мир, что германские милитаристы рвутся теперь к ядерному оружию, хотят осуществить свои реваншистские замыслы. — Наши газетчики это хорошо умеют. И по линии борьбы за мир надо поработать. Пусть международное дело этим займется. По сценарию Хрущева советская пресса подняла шумную кампанию против вооружения Бундесвера ядерным оружием. В течение апреля и июня 1957 года МИД направил правительству ФРГ одну за другой три ноты протеста. С гневными речами не раз выступал и сам Хрущев. Хотел того Аденауэр или нет, но его политика была одной из главных причин глубокого паралича в решении германского вопроса. Хрущев это знал. И потому тогда же в Крыму решил направить личное послание канцлеру с тем, чтобы нейтрализовать его. Он был убежден, если тот откликнется, разговор с ним можно будет направить в русло политических уступок. Послание Аденауэру, который Хрущев сам отдиктовал стенографистке, можно считать образцом его личного творчества. Начиналось оно, как обычно, с весьма жесткого изложения позиций Советского Союза. Там и признание ГДР, и образование конфедерации двух германских государств, и объявление западного Берлина вольным городом. Советский руководитель убеждал канцлера принять этот план. В противном случае он вынужден будет заключить сепаратный мирный договор с ГДР. Однако послание содержало не только угрозы, но и обещания. А если канцлер скажет «да», Хрущев нанесет визит в Бонн, и тогда откроются шлюзы для широкой торговли и сотрудничества. Огромные ресурсы Востока в сочетании с технологическим гением немцев произведет чудо. В учебниках истории будет отмечаться вклад Аденауэра в решении благородной задачи ликвидации Холодной войны. Ну, конечно, Хрущев не мог удержаться от того, чтобы не попытаться вбить клин между канцлером и Эйзенхауэром. «Мы придаем огромное значение предстоящим переговорам с американским президентом», – писал он. «Возможно, они приведут к прорыву в отношениях между двумя сверхдержавами». При этом делался намек, что германский вопрос может быть решен и за спиной Аденауэра, так как предстоящие беседы в Кэмп-Дэвиде не могут ограничиться только проблемой выращивания кукурузы и огурцов. Хрущев надеялся, что его послание произведет должный эффект и энергично принялся утрясать последние детали своего визита в США. В Америку всей семьей Хрущева не покидало некое горделивое чувство. Приглашение в Америку – это его личный триумф. Ни один российский или советский руководитель до него, даже царь, не бывал в Соединенных Штатах. Но интересно другое. Читая барабанные реляции пресса о том, как наш Никита Сергеевич приехал и в раз покорил Америку, трудно представить, что на самом деле он страшно боялся ехать туда. Хотел и боялся. Хрущев искренне надеялся установить хорошее отношение с Эйвенхауэром и убедить капиталистов начать торговать с Москвой. Ему хотелось доказать американцам, что он не обманывает, когда предлагает мирное сосуществование. Пусть они окажут давление на свое правительство, чтобы оно уступило по германской проблеме и разоружению. Но сможет ли он, крестьянский сын и полуграмотный рабочий, иметь дело с высокообразованными и блестящими представителями западного мира? В уме у него не раз звучало предостережение Сталина. «Слепые котята! Ну что вы можете без меня? Пропадете! Обведут вас империалисты вокруг пальца! Вы даже врага различить не можете!» Видимо, поэтому Хрущева постоянно точил червь сомнения. А достойно ли его принимают? Не хотят ли американцы унизить честь и достоинство Советского Союза? Это было какое-то полумистическое чувство, идущее из глубины веков. От Запада всегда ждали подвоха. А может быть, от классового подхода к жизни? Они, где все-таки баре, а нас за ровню не считают. Ну, теперь эти страхи могут показаться несерьезными и даже смешными. Но они им были. И поведение Хрущева в Америке никак не понять, если упустить из виду эти моменты. С одной стороны, его распирало от гордости. «Видите, чего мы добились за эти годы?» — втолковывал он своему окружению. «Разве могли мы подумать, что меня, простого рабочего, капиталисты позовут в гости?» А в душе копился страх. А вдруг обманывают, заманивают, хотят унизить, по носу щелкнуть. «Сиди, мол, знай свой шесток». Впрочем, эти страхи он сам ярко изобразил в своих магнитофонных задиктовках, хотя они были сделаны много лет спустя, уже на пенсии. Значит, запало в память. Мы несколько беспокоились о том, какая будет встреча, какая процедура, не будет ли этим устроена какая-то дискриминация. Я помню, что когда первые контакты устанавливались с буржуазным миром, то советские делегации приглашали, не знаю по какому вопросу, на Принцевы острова, и тогда в газетах разъясняли, что такое Принцевы острова. Это туда собирают бездомных собак, где они подыхают. Одним словом, это была какая-то дискриминация. Вот я и думал, не является ли Кэмп Дэвид именно таким местом, куда президент приглашал меня на несколько дней. Эти страхи задали немало хлопот нашего посольства в Вашингтоне. Во-первых, нужно было убеждать Москву, что Кэмп Дэвид это не место, где собирают бездомных собак, а вполне приличная загородная резиденция президента США. В Москву лично для Хрущева пошла справка. Кэмп Дэвид это дача президента в трех часах езды от Вашингтона, говорила с ней. Вокруг лес и горы. Ею любил пользоваться президент Рузвельт. Он называл это поместье Шангри-Ла. Трумэн им не пользовался. Эйвенхауэр назвал его Кэмп Дэвид в честь внука. Во-вторых, нужно было добиться от Вашингтона, чтобы Хрущева принимали по первому разряду, как главу государства, со всеми вытекающими отсюда протокольными почестями. Наказ был строг. Передать американцам, что при ответном визите Эйвенхауэра в Москве встретят точно так же, как Хрущев будет принят в Америке. В Вашингтоне, между прочим, был составлен довольно точный психологический портрет советского премьера, разумеется, конфиденциальный, который назывался «Хрущев, человек и его взгляды». В нем, в частности, говорилось, гордясь своим пролетарским происхождением, он, тем не менее, полон решимости получить полное признание и все почести, оказываемые руководителю великой державы. Решительно борясь против прославления личности Сталина, он позволяет во все большей степени льстить самому себе. Так что в Вашингтоне, готовясь к встрече высокого гостя, учитывали его личные качества и амбиции. Семейная жизнь Хрущева сплошное белое пятно. Обычно фотографии показывают довольно улыбающегося Никиту Сергеевича в окружении трех дочерей и сына. Рядом с ними неизменно Нина Петровна, как добрая наседка, охраняющая покой согласия этой большой и дружной семьи. У ног копошатся внуки. На самом деле в семье отношения были сложными. Стиль дома был холодным, вспоминает зять Хрущева Алексей Аджубей. Обстановка была гнетущей, говорит другой его зять. Всем в доме заправляла Нина Петровна, женщина сухая и безапелляционная. В ней ничего не было от доброй, ласковой бабушки, какой она выглядела на фотографиях. Скорее наоборот, обладая тяжелым характером, она и в семье продолжала быть партийным пропагандистом, комсомолкой двадцатых годов, на которой женился молодой парт-выдвиженец Хрущев. Ровная со всеми, она создавала атмосферу строгости, которая усиливалась сдержанностью самого хозяина. В общем, не было в той семье доброжелательности, радушия, наконец, любви и преданности. Наоборот, суровость, замкнутость и отчужденность, даже грубость, в том числе и по отношению к матери. Порой сказало, что Никита Сергеевич отдыхал душой не дома, в кругу семьи, а среди немногих сотоварищей. Он не доверял им. В Кремле никто никому не верил, но между ними установилось некое подобие близости. Там Хрущев отмекал, выпивал и пел «Ревет остог на дни про широкий, черные очи, дивлюсь я на небо». После женитьбы супруги практически вместе не жили. Партия посылала их на разные участки, как пелась тогда в популярной комсомольской песне «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону». Ну, конечно, они встречались временами, и у них даже родилась дочь Рада, но окончательно семья воссоединилась только в 1930 году, после назначения Хрущева в Москву. Однажды Нина Петровна уже в начале 60-х сказала одной из своих немногих подруг «Разве у меня была жизнь? Ведь мы не живем с Никитой Сергеевичем как муж и жена почти 30 лет». Может быть, это и есть ключ к разгадке ее характера? И все же, пожалуй, главной формирующей психологического климата этой семьи был страх. Обыкновенный животный страх, глубоко въевшийся во все поры жизни. Хрущевы здесь не были исключением. Это было общей чертой для всех кремлевских семей. Сам Хрущев, хотя и участвовал в репрессиях на Украине и в Москве, хорошо знал и боялся, что в один прекрасный день он и его семья тоже могут стать жертвами карающей руки Сталина. Собственно, это и произошло. От первого брака у Хрущева был сын Леонид. Бравый Людчик, Весельчак и Гуляка. Однажды группа молодых офицеров, в их числе и Леонид, в хорошем подпитии развлекалась старинным гусарским манером. Ставили друг другу по очереди на голову бутылку с водкой и стреляли в нее с расстояния в десять шагов. У Леонида рука дрогнула, и он всадил пулю прямо в лоб своего товарища. Историю эту, как рассказывал потом шеф КГБ Серов, удалось замять, но Леонида спешно отправили на фронт. Там он через три месяца погиб в воздушном бою. Случилось это в 1943 году, но в том же году в Куйбышеве, куда была эвакуирована семья Хрущевых, была арестована жена Леонида, Любовь Хрущева. Она вздумала изучать французский язык, а в преподавателе взяла жену французского дипломата мадам Жанне. Само по себе в те годы это уже считалось криминалом, хотя Франция была нашей союзницей в этой войне, поэтому арестовали ее как шведскую шпионку. От этого несчастного брака осталась совсем маленькая девочка Юля Хрущева. Никита Сергеевич, надо отдать ему должное, не колеблясь, взял ее к себе в дом и воспитал как собственную дочь, так что она многие годы даже не догадывалась, кто ее настоящие родители. Десять лет ее мать невестка Хрущева провела в лагерях и только в 1953 году после смерти Сталина вышла на свободу. А еще через три года получила разрешение приехать в Москву, но семейные тайны хранились в этом доме строго. И вот теперь, отправляясь в Америку, что само по себе было событием из ряда вон выходящим, Хрущев решил пойти на нововведение, взять с собой жену. И не потому, что безумно любила, а под чисто практическим соображением. Он хотел показать миру новый облик советского руководителя, человечного, открытого и, конечно, хорошего семьянина. И тут Нина Петровна очень хорошо дополняла своего мужа. Она сглаживала острые углы и непредсказуемые его эскапады. Перед западной публикой Никита Сергеевич представал обычно в облике скандалиста, с перекошенным от гнева лицом и яростно размахивающим кулаком. Однако появление рядом с ним дородной, спокойной и тихо улыбающейся женщины, которая выглядела доброй бабушкой из русской провинции как-то снимала напряжение. Ну, ничего, покричит мужик и уймется, она его успокоит. Казалось бы, какая проблема для первого лица в государстве взять с собой в заграничную поездку жену и детей. Но для Советского Союза в те годы это было, если не крамола, то, по крайней мере, нововведение, рушащее привычные устои. В послевоенные годы при Сталине жизнь жен партийных руководителей своей уединенностью и замкнутостью больше всего напоминала Восточный Гарем. Никаких приемов и праздников, где присутствовали бы жены и дети. Только замкнутый круг семейных знакомств, где поддерживались отношения с себе равными. Нина Петровна общалась, например, с женами Маленкова и Булганина, а с женами других членов президиума лишь во время торжественных заседаний или парадов на Красной площади, на которые приглашались все чада и домочадцы. При Хрущеве и тут многое изменилось. тем не менее вопрос о поездке Нины Петровны в Америку специально решался на заседании президиума ЦК. Сам Хрущев вспоминал об этом так. Сталин ревниво относился, если кто-нибудь ехал и брал жену. В общем, это у нас считалось не то роскошью, не то обывательским, неделовым и прочее. поэтому мы этого никогда не делали. Встал вопрос о поездке в Америку. Я тоже думал ехать один. По-моему, Микоян стал говорить, что за границей обыватели лучше относятся, когда гость приезжает с женой. А если его другие члены семейства сопровождают, то это еще больше располагает. Поэтому он предложил мне взять Нину Петровну и включить других членов семейства. Это будет хорошо расценено американцами и будет лучше для нас. Я несколько сомневался, что это нужно делать, но все другие поддержали Анастаса Ивановича и я согласился. Что ж, на американцев это действительно произвело хорошее впечатление. Нина Петровна всегда приветливо улыбалась. Вместе с нею были дочери, бойкая Юлия, хорошенькая блондинка Рада, задумчивый сын Сергей, деловой зять Алексей Аджубей. В общем, все как у нормальных людей. Встреча с Эйзенхауэром. Ровно в 7 утра 15 сентября 1960 года с правительственного с правительственного аэродрома Внукова-2 поднялся в воздух огромный Ту-114 самый большой тогда самолет и взял курс на Америку. Советская пресса, изображая неуемный восторг, писала В этом самолете как в капле воды отразилось необъятное море советской индустрии, бурное победное развитие ее, гибкая экономическая структура, гуманистическое направление. И казалось, что не только подъемная сила стреловидного крыла, могучая тяга двигателей, превосходящих по мощности турбины иных гидростанций, подняли в воздух самолет Хрущева, перенесли его за океан, но и заботливая, бережная сила миллионов советских тружеников, всех прогрессивных людей Земли, их неукротимая страстная тяга к миру. А Хрущев по-хозяйски осмотрел просторные салоны, свою спальню, кабинет, помещение для приближенных. Заглянул и в общий салон, с длинными рядами кресел, сплошь забитый дипломатами, сотрудниками КГБ, журналистами, переводчиками, охранниками и совминовской обслугой. Подчеркнуто демократично, поздоровался за руку с теми, кто был поближе, пошутил и вернулся к себе в кабинет, где уже собрались сопровождающие его лица. Их подбор был необычен для советской делегации такого калибра. Прежде всего потому, что в ней полностью отсутствовали партийные боссы и военные, а их место заняли известные ученые и писатели, имеющие к тому же солидные посты в партийно-государственной иерархии. Пожалуй, только писатель Михаил Шолохов не занимал никаких постов. Но он-то и доставлял больше всего хлопот. Нет, не вольнодумием, а пристрастием к спиртному. В окружении Хрущева следили, чтобы он не сорвался и не испортил благостной картины интеллектуального ореола вокруг советского лидера. Особую группу составляли начавшие входить в силу помощники Хрущева Шуйский, Лебедев, Трояновский. Это были негры, дни и ночи корпевшие над составлением многословных речей и заявлений НСа, как между собой называли Хрущева. К ним тесно примыкала журналистская верхушка Ильичев, Сатюков, Аджубей. Громыко со своей командой держался несколько стороной и выглядел ненужным приложением к задуманной грандиозной агитационно-пропагандистской феерии. Однако по программе предстояли кое-какие официальные переговоры и дипломаты могли понадобиться. Любопытный человек был Андрей Андреевич Громыко и о нем следует сказать особо, ибо в повести этой он выступает как тень и эхо главного героя, которого неизменно сопровождал во всех заграничных поездках. А когда Хрущев собрался сделать Громыко министром иностранных дел, многие его отговаривали. Безинициативный, мол, он человек и дубоватый. Но именно такой человек и нужен был Хрущеву, который с самого начала твердо решил заниматься внешней политикой собственноручно. Тем, кто критиковал Громыко, он говорил, «Но чего вы волнуетесь? Пост секретаря ЦК у нас важнее, а внешняя политика не зависит от того, кто будет министром. Вот назначьте завтра председателя колхоза, и он вам такую линию проводить начнет, что пальчики оближете, потому что политику у нас делает не министр, а партия». И назначил министром Андрея Громыка, который, к слову, начинал свою дипломатическую карьеру советником по сельскому хозяйству в посольстве в Вашингтоне. Там, в Вашингтоне, и сложилась его жизненная креда, которая идеально выражена плашкой на окнах московского трамвая, не высовываться. Он так и сидел за своим письменным столом и читал газеты. Ничем не отличался, был нем и сер, что дало основание Литвинову, тогдашнему послу в Соединенных Штатах, в характеристике данной Громыка начертать, к дипломатической службе непригоден. А он еще как оказался пригоден. Почти на тридцать лет стал несменяемым. Пережил и Хрущева, и Брежнева, и Андропова, и Черненко. В личной жизни любил хорошая вина, поэзию, читал книги по истории и философии. А в политике вытягивался в струнку и колебался только вместе с линией партии. Сам инициативы не проявлял и сотрудникам своим не советовал. Не знаете, что делать? Выполняйте инструкцию. У вас нет инструкции? Так ничего и не делайте. Ждите, когда появится. при всем том, его бесспорно сильной стороной была поистине лошадиная работоспособность, рабская безотказность и профессиональная компетентность в рамках спущенных сверху директив. Был отменным переговорщиком, как бульдог вцеплялся в противника и доводил дело до конца. Называл это по-своему тяжеловесно не дать погаснуть огоньку в конце тоннеля. Пример тому заключение договоров о запрещении ядерных испытаний и о нераспространении ядерного оружия. Это его прямая заслуга. В своих воспоминаниях Громыка дал одному из госсекретарей США Дину Раску такую хвалебную с его точки зрения характеристику. Раск отличался завидной настойчивостью. Если у него имелась какая-либо запасная позиция по тому или иному вопросу, то он раскрывал ее лишь тогда, когда партнер по переговорам уже собирался встать из-за стола, чтобы закончить беседу. Выдержка и пунктуальность у него были отменные. как будто писал о самом себе. Не успел самолет оторваться от земли, как Никита Сергеевич развил кипучую деятельность. С борта посыпались приветствия лидерам тех стран, над которыми пролетал Ту-114. Еще раз провели совещание, уточняя стратегию и практику предстоящей встречи. Потом был обед. Шумный, веселый, с тостами. Все выпили, но по маленькой. А после Никита Сергеевич заснул. Проснулся он уже над Атлантикой. Когда я проснулся, солнце уже взошло, вспоминал Хрущев. Разные мысли приходили мне в голову, когда я глядел на океан внизу. Я был горд, думая, что мы на пути в Соединенные Штаты на нашем новом пассажирском самолете. Нет, мы не поклонялись Америке. Причина нашей гордости была в том, что мы в конце концов заставили Соединенные Штаты признать необходимость установления более тесных контактов с нами. Президент Эйзенхауэр в это время уже ждал его на военно-воздушной базе Эндрюс в 15 милях от Вашингтона. С ним был государственный секретарь Гертер, другие члены кабинета. Тут надо сказать, что с американцами произошел некий конфуз. Советский самолет оказался слишком большим, и посадить его в аэропорту Вашингтона было просто невозможно. Поэтому выбрали базу ВВС США Эндрюс. Однако и там самолет еле-еле развернулся на рулежных дорожках. Это тешило самолюбие Хрущева. Но тут пилот огорошил ему сообщением, что у американцев нет таких высоких трапов, и ему вместе с семьей придется выкарабкиваться из самолета, извините, на карачках, и, повиснув на руках, искать ногами трап. И это на глазах у всего Вашингтона, перед иностранной прессой и телевидением. Старое подозрение, что в Америке хотят унизить его, нахлынули с новой силой. Но, слава Богу, все обошлось. Американцы подогнали специальный трап, в два раза более высокий, чем обычно. По нему, расточая улыбки, Никита Сергеевич спустился на американскую землю. Журналисты тут же отметили, что, вопреки обыкновению, на нем был хорошо сшитый итальянский костюм темного цвета. Но в руках, несмотря на жару, толстая фетровая шляпа, которую, по совету Громыко, он взял с собой в Америку. Клацкану пиджака прикреплены две золотые звезды героя и золотая медаль лауреата Ленинской премии. Эверхауэр был сдержан и немногословен. То ли простудил горло, играя накануне в гольф, то ли хотел показать Америке, что не очень уж рад приезду этого гостя. «Как прошел полет?» спросил он. Переводил Олег Трояновский. «Очень хорошо». «Никита Сергеевич, приветствуем вас на американской земле!» раздался из-за спины президента масляный голос советского посла Меншикова. Как всегда, он широко улыбался, за что получил в Америке прозвище «Улыбающийся Майк». Полчаса назад он наставил, чтобы ему позволили первым встретить Хрущева прямо в самолете. Зная вспыльчивый характер гостя, Меншиков хотел узнать, нет ли каких проблем, которые он мог бы быстро уладить. Его просьба была доложена президенту, но Эйзенхауэр не любил Меншикова, называл его злым и глупым. Он сказал «Передайте ему, чтобы он поступал в соответствии с нашими порядками, или пусть убирается домой». Хрущев только кивнул послу. Перед ним была красная ковровая дорожка, и он пошел по ней, гордо подняв свою массивную лысую голову туда, где уже торжественно застыли четыреста американских солдат почетного караула. Командующий караулом генерал-майор Кенуорти салютует Хрущеву и докладывает «Сэр, почетный караул выстроен!» Звучат гимны Советского Союза и Соединенных Штатов. Гремит артиллерийский салют из двадцати одного залпа, и все это в честь него, Хрущева. Серые дымки вырываются из стволов четырех гаубиц и подхваченные ветром тают в безоблачном синем небе. Никита Сергеевич доволен. «Нам был организован такой прием», скажет он позднее, «который был достоин нашей великой страны, нашего великого народа». Так что страхи оказались напрасными. Теперь Хрущев и Эйзенхауэр поднимаются на трибуну. «Она была услана красным ковром», вспоминал Хрущев. «Стояли микрофоны, так что наши речи можно было услышать не только по всему аэродрому, но, возможно, передача шла также по всей стране». Это произвело на меня впечатление. Все блестело и сверкало. «Мы не делаем так у нас в стране». «Мы всегда работаем по-пролетарски, что иногда, боюсь, означает, что сделано несколько небрежно». Но Никита Сергеевич здесь быстро освоился. Неожиданно для всех он вешает на столбик трибуны свою фетровую шляпу. Но американцам это даже нравится, они люди простые. В это время Эйвенхауэр начинает читать по бумажке приветственную речь. Она была пустой и формальной. Однако ответ Хрущева явно задел его. Как раз накануне советская ракета достигла Луны, оставив на ней контейнер весом в 390 килограмм с аппаратурой и маленьким вымпелом с гербом Советского Союза. Этим не применил воспользовать дорогой гость. Мы не сомневаемся, заявил он, что замечательные ученые, инженеры и рабочие Соединенных Штатов Америки, которые работают в области завоевания космоса, также доставят свой вымпел на Луну. Советский вымпел, как старожил Луныц, будет приветствовать ваш вымпел, и они будут жить в мире и дружбе. Эйвенхауэр поморщился. Но грянули аплодисменты и президент тоже стал хлопать в ладоши, а потом пожал Хрущеву руку. Теперь Вашингтон. Оба лидера усаживаются в открытый черный кадиллак. На левом крыле полощется большой красный флаг СССР, на правом полосатый американский. Оглушительно воют полицейские сирены. Спереди, сбоку, сзади мчит полицейский эскорт на мотоциклах. На шоссе висят полицейские вертолеты. И только робко жмутся к обочине кучки любопытных. А по сторонам мелькают невысокие холмы, поросшие лесом, зеленая луга и маленькие аккуратные домики. В столице машины резко сбрасывают скорость. На улице вышло более трехсот тысяч человек. Явление для Вашингтона необычное. Гремят оркестры. Высоко в синем небе самолет прочертил две белые пересекающиеся линии. Буква Х или Крест. Над толпой колышутся плакаты «Вы желанный гость, господин Хрущев», написано на одном. «Убирайся домой, тиран», гласит другой. Хрущев широко улыбается, размахивая шляпой. Люди на улицах смеются и аплодируют. Но Никите Сергеевичу кажется, что и здесь его хотят отвести вокруг пальца. «Едем мы с президентом», говорил он. «Огромное количество людей стоит. Кое-кто руку поднимает, машет, но я вижу, быстро отдергивает руку, словно прикоснулся к электрическому току. Вначале мне было трудно понять, в чем дело. Тогда я решил внимательнее всмотреться в лица людей, стоящих по обе стороны пути нашего следования. Я стал делать знак привета легким кивком головы, и многие начали отвечать мне тем же. А в чем же было дело? Оказывается, американцы просто боятся раскрыть свои истинные чувства, и от души, как это делают советские люди, приветствовать Хрущева». Ему рассказали, что впереди кортежа промчался мотоциклист с плакатом, на котором было написано «Никаких аплодисментов, никакого приветствия Хрущеву». Стереотип советского мышления срабатывает моментально. Вот она, рука истинных хозяев Америки, монополистического капитала. Это их приказ. Президент даже может и не знать о нем, ведь он просто их марионетка, подставная фигура. Но его, Хрущева, капитализм явно боится. Самое курьезное в этой истории не в том, что мотоциклист был. Он действительно проехал по пути следования правительственного кортежа минут за десять до него. А в том, как прореагировали на это руководители США и Советского Союза. Реакция Хрущева нам известна. А руководитель аппарата президента генерал Гудпастер дал указание ФБР немедленно проверить, не КГБ ли это пустило своего человека, чтобы поставить Америку в неловкое положение. Но вот и конец пути. Миновав Белый дом, машины останавливаются у желтого в три этажа здания с мансардой. Это Блеер Хаус, гостевая резиденция президента Соединенных Штатов, где теперь будет жить Хрущев. А в три тридцать пополудни энергичный с горящими глазами Хрущев уже входил в Белый дом. Глядя на него, трудно было поверить, что всего несколько часов назад он сошел с самолета, совершившего двенадцатичасовой бросок через Атлантику, а в апреле ему минуло шестьдесят пять. За ним почтительно жмется его свита Громыка, Меншиков, Солдатов, Трояновский. А почему этот дом называют Белым? неожиданно спрашивает Хрущев. Да вот так повелось, мямлит Меншиков. Так с тобой все ясно, иронично, но жестко бросает Хрущев. Может кто-нибудь объяснить? Из окружения Хрущева желающих не находятся. Поэтому отвечает американский переводчик Александр Аколовский. В 1814 году английские войска заняли Вашингтон и почти полностью сожгли. От резиденции президента остались одни только обугленные стены. Дом восстановили, но чтобы стереть следы пожара, стены выкрасили в белый цвет. У дверей знаменитой овальной комнаты на протяжении 50 лет служившей личным кабинетом американских президентов уже поджидал Эйзенхауэр. Его худое аскетическое лицо смягчило доброжелательная улыбка. Широким жестом он пригласил Хрущева войти. Никита Сергеевич шагнул вперед и к удивлению своему оказался в небольшой выдержанной в умиротворяющих зеленых тонах комнате, ничем не похожей на помпезные и огромные кремлевские кабинеты. Правда, прямо перед ним стоял массивный темный палисандрового дерева стол, размерами напоминавший родной кремлевский. За ним кожаное крутящееся кресло. Джон Эйзенхауэр, сын президента, служивший у него еще и помощником, подшучивал, что стул этот выглядит как огромное футбольное поле, на котором играет всего лишь один игрок. Напротив мраморный камин, которым, по-видимому, не пользовались, а на нем два бюста, как пояснил Эйзенхауэр Вашингтона и Франклина. Рядом с камином американский военный флаг с длинными боевыми лентами. По бокам две картины батальная морская сцена Андре Вьета и дикая утка, висящая на стене Джорджа Коупа. Из широкого французского окна с двухдюймовыми пуленепробиваемыми стеклами видны Розарий и Лужайка, на которой стоит президентский вертолет морской пехоты, номер один. Пожалуй, ничто в этом кабинете не свидетельствовало о вкусах хозяина. Ни мебель, ни картины, ни даже книги. На полках уныло выстроились 24 тома британской энциклопедии и 54 тома собрания «Великие произведения западного мира», включая Дарвина, Гегеля, Канта, Адама Смита, Толстого и даже Маркса. Но явно не для чтения, а так для антуража. Правда, Хрущевы еще в Москве доложили, что хобби президента живопись. Нередко поздним вечером случайные прохожие могут заметить свет в окнах второго этажа западного крыла Белого дома. Но это вовсе не значит, что президент занят государственными делами. Свет горит в комнате, примыкающей к спальне. Там он пишет картины, в основном пейзажи. Живопись считает он лучший отдых. Расселись не за столом для переговоров, как в Кремле, а на диване и в мягких креслах. Вроде бы для того, чтобы просто поговорить по душам. Правда, еще в Москве договорились, что беседы по существу состоятся в Кемп-Дэвиде. А здесь разговор будет самый общий. Ну, может быть, наметят вопросы, которые предстоит обсудить. Эвенхауэр сказал, что поднимет берлинский вопрос. От его решения зависит возможность проведения встречи Большой Четверки. может быть, они смогут обсудить также проблемы советско-американской торговли, обмен идеями и людьми. В ответ Хрущев разразился длинной тирадой о необходимости укрепления доверия. Американцы боятся марксизма. Ну, посмотрите на вице-президента Никсона. Он не знает марксизма, но боится его. Недавно он произнес в Ассоциации зубных врачей жесткую речь. Она не вызвала у меня зубной боли, но холоду в международные отношения добавила. Эвенхауэр сказал, что не читал этой речи, но теперь обязательно прочтет ее. Читать это выступление не стоит, дело прошлое, заметил Хрущев. И так далее, и все в том же духе. обмен любезностями, вымученными шутками, которые не всегда были понятны, а о делах только вскользь. И то по Берлину. Конечно, признал Эвенхауэр, положение ненормальное, когда союзники продолжают оставаться в этом городе спустя 15 лет после окончания войны. Но еще в 1945 году США взяли обязательства перед германским народом. И пока не выполнят их, не должно быть никаких односторонних действий Советского Союза, которые мешали бы им сделать это. Поэтому ваш ультиматум, господин Хрущев, вызвал серьезный кризис. Никита Сергеевич не стал заострять эту тему. «Поверьте мне», сказал он, «у нас нет намерений предпринимать односторонние действия, хотя именно Соединенные Штаты предприняли односторонние действия в Японии, которые лишили нас наших законных прав». «Было бы желательно», со значением говорил он, «выработать общий язык, признающий сам факт существования двух германских государств. При этом подтвердить, что ни одна из сторон не будет прибегать к силе. От США не потребовалось бы юридического признания ГДР, а просто признания того положения, которое уже существует. Германское урегулирование способствовало бы и решению проблем Берлина». Так прошло полтора-два часа вместо получаса предусмотренного программой. Потом позвали журналистов и фотокорреспондентов, чтобы запечатлеть историческую встречу двух лидеров великих держав. Эйзенхауэр и Хрущев пожимали друг другу руки, улыбались, садились, вставали, снова садились, изображая серьезный деловой разговор. После этого президент сказал, что хочет поговорить с гостем наедине. Странный получился разговор. Эйзенхауэр сообщил напрягшемуся от внимания Хрущеву, что пригласил его в США, так как глубоко убежден, он, Хрущев, может стать величайшим политическим деятелем в истории. У него сильная власть в союзе государств, обладающих огромной мощью. А президент распоряжается только в США. и то на 16 месяцев до ближайших выборов. После этого он будет продолжать любить людей, всех людей в мире, включая и русских. Эйзенхауэр хочет, чтобы они жили в мире и согласии. Но советский премьер будет обладать огромной властью еще долгое время. И если он мудро использует ее, то может стать человеком, который внесет огромный вклад в обеспечение мира во всем мире. Хрущев был явно озадачен такой тирадой. Он ждал чего угодно, угроз, ультиматума, наконец предложение поделить сферы влияния в Германии или на Ближнем Востоке, но не такого наивного лепета. Что это? Опять его испытывают на прочность. Поэтому он довольно сухо ответил «Советский Союз в одиночку не может обеспечить мир. Обе стороны должны работать для разрешения существующих противоречий». Эйзенхауэр заявил, что будет молиться за это. Вот и все. Позднее президент скажет Анне Уитмен, своей секретарше, о беседе с Хрущевым. То были приятные слова, но они ни в чем не изменили его взглядов. И он был прав. Солнце клонилось к закату, когда Айзенхауэр и Хрущев вышли на лужайку перед Белым Домом, где стоял вертолет. Жара спала, но по-прежнему было душно. Еще по дороге с аэродрома президент предложил гостю совершить экскурсию над американской столицей на его личном вертолете. Он хотел показать огромный город и уличное движение в часы пик, рабочих и служащих, разъезжающихся после работы домой на собственных машинах. Хрущев не поверил Никсону, что в Соединенных Штатах 60 миллионов автомобилей. Что ж, теперь он может увидеть это собственными глазами. Поначалу Хрущев колебался. Американцы даже подумали, не боится ли он, что его взорвут вместе с вертолетом или чего доброго выбросят из него. Однако узнав, что Эйзенхауэр будет его сопровождать, Хрущев согласился. Президент разложил карту на коленях и попросил пилота лететь низко, чтобы гостю хорошо было видно скопление автомобилей в час пик. И действительно, тысячи служащих, кто пешком, кто в автобусах, но большинство в автомобилях, растекались по домам. Вашингтон необычный город. Ни в пригородах, ни тем более в центре не увидишь фабричных труб. Это город чиновников, государственных учреждений и юридических контор. Но если все увиденное и произвело впечатление, то Хрущев не показал этого. Во время полета он не проронил ни слова. Но десять дней спустя на ферме Эйзенхауэра в Геттисберге он неожиданно вернется к этому полету. «Да, меня потрясло то, что я увидел. Но потрясло бессмысленностью. Это бесчисленное количество машин является лишь пустой тратой времени, денег и усилий». «Хорошо», возразил Эйзенхауэр, «но дороги-то наши произвели впечатление?» «Нет», ответил Хрущев. «Мы не нуждаемся в таких дорогах, потому что советские люди живут близко друг друга. Они редко передвигаются и им не нужны автомобили». «Американцам, по моим наблюдениям, не нравятся места, где они живут. Они в постоянном движении и все ищут, куда бы еще поехать». «А индивидуальные дома стоят дорого, требуют куда больших затрат для отопления и содержания, чем многоквартирные дома в Советском Союзе». А в целом экскурсия на вертолете ему понравилась. И он приказал закупить три такие машины для собственных нужд. Фраг для Хрущева. Вечером все того же долгого дня Эвенхауэр давал официальный обед в Белом доме. И тут первый дипломатический казус. По строгим обычаям протокола форма одежды белый смокинг. «А что это?» спросил Хрущев. «Давайте посмотрим». Принесли несколько образцов на выбор. Он примерил, и даже выдержанная челядь не удержалась, расхохоталась. Перед зеркалом стоял огромный белый живот на коротких толстых ножках. Над животом возвышалась круглая лысая голова, на которой природа своим острым резцом извояла грубые черты простого крестьянина. Тяжелые руки торчали из элегантных рукавов. И все это сооружение венчалось раздвоенным хвостом. Пингвин и тот выглядел куда элегантней. Хрущев был обескуражен. Я эту буржуазную одежду носить не буду. Для чего она нужна? Какую функцию несет? Работать нельзя, за станок не встанешь, в поле сеять не уйдешь, мешать будет. Ее капиталисты для собственного развлечения придумывали. А я в их играх играть не буду. Так и передайте это Эвенхауру. Я приду в пиджаке, как простой рабочий. Все дружно поддержали вождя. Даже светский Меньшиков, грехивший хождением в буржуазных одеждах, решил не выделяться. Только Шулахов, пользуясь положением придворного писателя, сказал, что вы, Никита Сергеевич, в сельском хозяйстве фраг очень даже нужная вещь. А в гражданскую войну одна барыня из Ростова, когда совсем оголодала, пошла по нашим донским станицам свои платья распродавать. И мужник фраг прихватила. Ну, юбки и кофты там разные наши бабоньки в момент расхватали, а фраг не берут. Совсем барыня отчаялась. Как вдруг увидел фраг один казак и говорит, беру, даю за него мешок картошки, а еще принесешь два мешка дам. А зачем он вам удивилась барыня? Как зачем? Тоже удивился казак. В нашем крестьянском деле хвостатка вещь необходимая, пахать в ней удобно. Спереди не мешает и сзади не дует, так что неси еще хвостатку. Вот вот, сказал Хрущев «Хорошо народ определил хвостатка». Так и скажите Эйвенхауеру, что Хрущев хвостатку носить не будет. Жена Эйвенхауера мамми, когда узнала про бунт Хрущева, рассердилась и сказала шляфу протокола «Вы знаете, что они решили надеть обычные костюмы на государственный обед? Мой муж оденется так же, если, конечно, я ему позволю». Но Эйвенхауер все равно встретил гостей в белом смокинге. Он провел Хрущева и членов его семьи на второй этаж в свои личные апартаменты. Там их ждала вся большая семья Эйвенхауеров. Хозяева стали показывать комнаты и почему-то долго стояли у кресла, с которым президент по вечерам смотрит телевизор. «У меня такого места в доме нет», то ли с шуткой, то ли с укоризной, сказал жене Никита Сергеевич. Потом спустились вниз, в большой зал белого дома, где уже был накрыт огромный стол на сто персон в виде гигантской перевернутой буквы «Е». Он был украшен желтыми хризантемами, сервирован золотом и серебром. первая леди приказала подать чисто американское меню, дыню с ветчиной и жареную индейку со смородиновой приправой. Играл оркестр. Перед Хрущевым, как на параде, прошла вся американская правящая элита. И каждого Никита Сергеевич постарался уколоть в разговоре. Сенатору Линдону Джонсону сказал «Знаете, я никогда не могу ловить какой-либо разницы между двумя американскими партиями республиканской и демократической». Но высокий и вежливый Аллен Даллес, шеф ЦРУ, в свою очередь решил подковырнуть Хрущева. Со значением он сказал ему «Может быть, иногда вы смотрите некоторые мои разведывательные сообщения? Думаю, мы получаем одну и ту же информацию от тех же самых людей», бросил Хрущев озадаченному разведчику. Тот, однако, нашелся. Может быть, мы соединим наши усилия? «Да, давайте покупать разведывательные данные вместе и тем самым экономить деньги. Тогда и вы, и мы будем платить этим людям только один раз». Постепенно вокруг Хрущева собирается плотное кольцо гостей. Начинается полемика. Президент Эйзенхауэр зорко следит за тем, чтобы она не выходила за пределы допустимых приличий. В самый разгар он полушутливо вмешивается. «Бросьте, вам все равно не переспорить Хрущева». И так до половины двенадцатого ночи. Хозяин явно пренебрег строжайшим распорядком своего дня, предусматривающим покой и сон в половине одиннадцатого. Рано утром на следующий день Хрущев, как ни в чем не бывало, вышел из парадных дверей Блэйрхауза подышать свежим воздухом. Он приветливо улыбался и махал рукой ранним прохожим и фотографам. А день обещал быть напряженным. В девять тридцать Хрущев был уже в Белсвилле под Вашингтоном, где расположен исследовательский центр Министерства сельского хозяйства. Только-только разошелся Никита Сергеевич, чтобы поучить американцев, как надо разводить свиней и овец, а уже надо уезжать. В двенадцать сорок пять он в национальном клубе печати. Его проводят в отдельную комнату для почетных гостей и предлагают стакан виски с содовой водой. День жаркий. Хрущеву хочется пить. Он берет стакан, делает большой глоток и морщится. Журналисты, которые следят за каждым его движением, тут же набрасываются на него. Вам не нравятся американские виски? Да, испорченная вода, посетовал Хрущев. Трудно понять, чего больше, воды или виски? А пока журналисты соображают, не заложен ли здесь какой-нибудь глубокий политический смысл, Никита Сергеевич проходит за длинный стол президиума. Настроение у него отличное. Зал полон так, что яблоку упасть негде. У противоположной стены на подмостках выстроилась армия теле- и кинооператоров. Всего в зале собралось 450 человек. Все отборные мастера пера. Первый вопрос огорошил его. Правда ли, что во время двадцатого съезда вы получили записку, в которой спрашивалось, что делал Хрущев, когда Сталин совершал свои преступления? Записка была не подписана. Рассказывают, что вы предложили этому человеку встать и показать себя залу. Никто не встал. Тогда вы сказали, вот вам ответ. Зал разразился хохотом. Глаза у Никиты Сергеевича сузились, лицо налилось кровью. Я хотел бы спросить тех, кто придумал этот вопрос, скратчиво начал он. Когда они его сочиняли? Когда они его выдумывали? Какие цели они преследовали? Чего они хотели? Вы очевидно хотите поставить меня в глупое положение и уже заранее смеетесь. Но на провокацию я не пойду. Ложь, на каких бы ногах она ни ходила, никогда не сможет угнаться за правдой. В своем выступлении вы говорили, что не должно быть вмешательства во внутренние дела других стран. А как совместить эти слова с русским вмешательством в дела Венгрии? Хрущев разъярился не на шутку. Венгерский вопрос у некоторых завяз в зубах, как дохлая крыса, кричал он. Им это и неприятно, им выплюнуть не могут. Я вам ни одну дохлую кошку могу подбросить. Она будет свежее, чем вопрос известных событий в Венгрии. И, наконец, может быть, самый острый вопрос, отшлифованный, как писала советская пресса, на кузне холодной войны. Не объясните ли вы вашу знаменитую фразу «Мы вас похороним»? «Да», признал Хрущев, «я действительно говорил нечто подобное, но мое высказывание извратили сознательно». Он с удивлением оглядел аудиторию. «Я не имел в виду какое-то физическое закапывание. Моей жизни не хватило бы, если бы я вздумал каждого из вас закапывать». Речь шла об изменении общественного строя. Тут Никита Сергеевич сел на любимого конька. «Каждый грамотный человек знает, что в мире существует не один общественный строй. Был феодализм, его заменил капитализм, но капитализм породил непримиримое противоречие. Каждый строй, изживая себя, порождает своих наследников». Напрасно ведущий с отчаянным видом поднимал над головой цифры, показывая, что время, отведенное для пресс-конференции, истекает. Вот счет пошел уже не на минуты, а на секунды. Они пройдут, и телевизионные станции будут автоматически отключены. Но Хрущев уложился секунда в секунду. «Спасибо за внимание», произнес он с широкой улыбкой. Непостижимо быстро мог менять настроение этот человек. Через несколько часов та же тема в центре дискуссии с американскими сенаторами в Капитолии. Хрущев провел ее в стиле лихой кавалерийской атаки. Он посоветовал сенаторам подать в отставку ввиду их несостоявшихся прогнозов о крахе социалистической системы. При этом он показал на бородавку у своей переносицы. «Бородавка здесь, и я ничего не могу с ней поделать. Так и вы с социализмом». «Я понимаю», иронизирует Никита Сергеевич, «что не всегда бывает легко отказаться от старого, отживающего и перейти к новому, прогрессивному». И с доброй улыбкой, так чтобы уже самому непонятливому стало все ясно, говорит с обезоруживающей простотой. «Бывает и так, вы ждете дочь, а жена родит вам сына, или наоборот, ждете внучку, а на свет появляется внук. Ну, конечно, вы испытываете разочарование, но что поделаешь? А в зале стоит тишина. Сенаторы переваривают услышанное. А Никита Сергеевич уже с металлом в голосе продолжает, «Мы успешно строим сейчас коммунизм. Для нас это наилучший строй. Мы не просим вашего одобрения. Мы хотим одного, чтобы нам не мешали». «Еще один вопрос», говорит сенатор Фулбрайт. «Вы убеждены, что ваша система лучше нашей?» «Абсолютно убежден», отвечает Хрущев. «Но что произойдет, если вдруг выяснится, что капиталистический строй лучше? Примиритесь ли вы с этим фактом? Или же примените силу? Если бы история подтвердила, что капиталистический строй действительно открывает наилучшие возможности для развития производительных сил общества и лучшей жизни человека, а мы в это ни на копейку не верим, то я первым проголосовал бы против коммунизма». С опозданием вошел сенатор Джон Кеннеди, который уже начал свою кампанию за избрание президентом. Он сел в конце зала и вопросов не задавал. По неописанным правилам Конгресса молодые сенаторы должны уступать старшим, поэтому он молчал и чертил на листе бумаги какие-то каракули. По случаю судьбы они сохранились. Чай, водка. Если бы мы пили водку все время, мы не смогли бы запускать ракеты на Луну. Коричневый костюм, французские манжеты, коротышка, толстяк, две красные ленточки, две звезды. Что хотел, да и хотел ли сказать этим что-нибудь будущий президент? А может быть, просто оставил нам нечто это вроде иммаженистского портрета, так отдельные слова-образы, без особого смысла между ними. После выступления Хрущева сенатор Фулбрайт подвел Кеннеди к Хрущеву. «Какой молодой!» сказал Хрущев, пожимая ему руку. «Это не всегда мне помогает», отвечает Кеннеди. «Кеннеди проявил на меня впечатление», позднее вспоминал Хрущев. «Я запомнил его приятное лицо, которое временами было суровым, но неожиданно преображалось простодушной улыбкой». Несколько недель спустя Фулбрайт переслал Кеннеди визитную карточку Хрущева, которую тот направил всем сенаторам с такой шутливой припиской. «Дорогой Джон, может быть эта карточка поможет вам выбраться из тюрьмы, когда произойдет революция». В тот же вечер Хрущев дал ответный обет Эйзенхауэру в советском посольстве в Вашингтоне. Это было первое посещение американским президентом нашего посольского здания. По этому поводу вся 16-я улица была перекрыта полицейскими кордонами. После борща и шашлыка Хрущев произнес тост. «Мои друзья и я провели сегодня прекрасный день. Должен сказать, что вы настоящие эксплуататоры и хорошо поработали, эксплуатируя нас. Не знаю, как эксплуататоры, остались ли они довольны нами, но эксплуатируемые в данном случае довольны эксплуататорами». Все смеялись. В общем, все шло хорошо. Вот только совпосол грустил. Ему слово. «Мы, должно быть, несколько перестарались с приведением посольства в порядок. На обеде Эвенхауэр начал расхваливать помещение, чем сильно нам напортил. Дело в том, что только накануне мы пожаловались начальству, что здание посольства очень старое и крайне неудобное для работы сотрудников, прося согласия на строительство нового». После хвалебных высказываний Эвенхауэра, побывавшего только в представительских залах, а не в рабочих помещениях, Никита Сергеевич заявил, «Вот видите, президент США считает помещение посольства прекрасным, а посол недоволен, хочет строить новое здание». Словом, наше предложение было отклонено. Первые два дня в Америке прошли в идеологических дебатах. С каким-то болезненным сладострастием Никита Сергеевич рвался разъяснять американским бизнесменам, конгрессменам и политикам примитивизированные до уровня средней школы азы марксизма-ленинизма. Для него очевидно это было своего рода самоутверждением, переходящим порой в обыкновенное ребячество. За мной, мол, весь ход истории и деваться вам все равно некуда. Из выступления в выступление на разные лады он назойливо разыгрывал один и тот же спектакль. Вы капиталисты, а мы коммунисты. Давайте дружить и мирно соревноваться, а потом мы вас все равно закопаем. И так везде и во всем. Если только есть малейший повод, обыкновенная житейская неурядица, он лучше использует ее. Глядите, капитализм загнивает. Например, случилось так, что он застрял в лифте между 29 и 30 этажами в самом дорогом отеле мира Уолдорфол Астория в Нью-Йорке. Пришлось Никите Сергеевичу встать на табурет и вылезать на площадку 30-го этажа. Ну, казалось бы, ерунда, дело житейское, но Хрущев тут же ищет идеологическую подоплеку. Типичные капиталистические неполадки, признак загнивания. Но вот что удивительно, его внимательно слушают, с ним пытаются спорить, развертываются долгие и страстные идеологические споры, а это как раз то, что нужно Хрущеву. Железная логика простой арифметики хрущевского марксизма, как ему кажется, сокрушает все доводы оппонентов. Он искренне верит, что побеждает. Постепенно вокруг него создается аура конфронтации. Никсон призывает дать почувствовать Хрущеву силу и волю Америки. Подливает масло в огонь пресса. Каждую его встречу подает как бейсбольный матч, кто победил. И в них Хрущев неизменно выигрывает. Его подают как непревзойденного оратора и полемиста. Он относится к разряду борцов, писала о нем Нью-Йорк Таймс, которого нельзя сбить с ног. Однако в Нью-Йорке сам Хрущев резко меняет тональность своих выступлений. Нет, он не перестает обличать капитализм, но эти обличения отходят теперь как бы на задний план. А на авансцену выходит новая тема покончить с холодной войной. утвердить на земле мир. Как родилась идея полного разоружения? Может быть, немного наивный и даже сентиментальный Эвенхауэр хотел, чтобы Хрущев увидел Соединенные Штаты своими глазами, огромную, великую страну, раскинувшуюся от океана до океана, где живут свободные люди, которые трудятся в поте лица. Ему хотелось показать дом своего детства в Абелене, чтобы этот самоуверенный русский лидер мог представить, как маленький мальчик из провинциального американского городка может стать президентом США. Эвенхауэр знал, что советского премьера не удивишь новинками техники и гигантскими предприятиями. Но пусть Хрущев убедится, что американцы действительно живут в небольших и даже скромных, но хороших домах, таких, которые показывал ему Никсон на выставке в Сокольниках в Москве. Что касается Хрущева, то он больше всего не хотел выглядеть наивным простаком, которому коварные капиталисты, как фокусники, достают из шляпы и показывают всякие чудеса процветания этого загнивающего мира. Ему все уши прожужжало подобными предупреждениями дружная команда помощников и советников от Жубей, Сатюков, Ильичев и другие. Времена изменились, внушали они. Это Петр Первый в скромном костюме плотника ехал учиться на Запад, а вы, Никита Сергеевич, едете в Америку, чтобы учить. Любой американский генерал из артели Юпитеров и Авангардов с удовольствием сменит свой мундир, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на советские звездные верфи или межпланетные пристани, от которых взмывают ввысь советские космические корабли. А Хрущев падки на лесть с удовольствием слушал. Громыко молчал, и весь этот бред стал лейтмотивом хрущевской поездки по США. А в результате между Хрущевым и Америкой пролег глубокий ров. Возник этот ров уже во время первой встречи в Нью-Йорке с некоронованными королями Америки, американскими мультимиллионерами, истинными хозяевами страны, как глубоко верил Хрущев. Она состоялась в особняке Аверелла Гарримана, выходца из династии железнодорожных королей Америки, бывшего посла США в Москве, друга Советского Союза и сторонника разрядки. А в свой дом на Истсайде он пригласил 30 самых именитых людей Америки. Почти каждый из них контролировал капитал более чем в 100 миллионов долларов. Одни их имена звучали как перечень ведущих корпораций мира. Среди них были Дин Раск, Дэвид Сарнов, Джон Мак-Клой, Джон Рокселлер и Герберт Лимен. Только вот бывший президент США Гарри Трумэн публично отклонил приглашение. Собрали в библиотеке, стены которой были увешаны редчайшими картинами великих мастеров прошлого и настоящего. Хрущев питал надежду, что поговорив с верхушкой американского делового мира, он сможет побудить ее к сотрудничеству и торговле с Советским Союзом. Уже тогда он понимал, что без этого ему будет трудно поднять экономику. Но разговор не получился. Именитые гости стали задавать все те же провокационные вопросы об оккупации в Венгрии и рабском труде в Советском Союзе. Никита Сергеевич обиделся. Эти люди показались ему типичными капиталистами, сошедшими с плакатов о времен гражданской войны. Только у них не было свиных рыл, которыми наши художники всегда их наделяли. И еще они много курили. «Как тени сквозь табачное облако подходили они ко мне», вспоминал Хрущев, «чтобы обменяться несколькими словами, определенно пытаясь прощупать меня и узнать, что я за человек». Но и гостям Хрущев не понравился. Вид сердящегося советского лидера показался Джону Гэлбрайту просто забавным. Представьте, очень бесформенного человека в довольно бесформенном костюме, с очень большой розовой головой и короткими ногами, сидящим под картиной Пикассо. Ну, наверное, действительно смешно. Вечером экономический клуб давал обед в Олдорф Астории. Надо сказать, что Хрущев нисколько не тушевался в компании этих элегантных мужчин во фраках и дам в вечерних туалетах. Наоборот, казалось, он получает удовольствие, эпатируя своим видом высший свет Америки. Садясь за стол, где на белоснежной скатерти возле тарелок были разложены ряды ножей, вилок, ложек и ложечек, он не терялся, а просто пользовался тем, что попадалось под руку. Больше того, он нарочито демонстрировал некий пролетарский снобизм. Тыкая толстым пальцем в длинный ряд расставленных перед ним фужеров и рюмок, Никита Сергеевич изволил пошутить. Ну, ладно, из большого фужера мы водку пить будем, это мне ясно, а эти маленькие зачем? Во время обеда Хрущев произнес речь. Она была нацелена на одно «давайте торговать». Он даже привел слова Франклина, высеченные на фронтоне американского министерства торговли. Целью США должна быть торговля на равной и справедливой основе. Но серьезного разговора с бизнесменами не получилось. Вместо деловых предложений снова посыпались вопросы. Почему в Советском Союзе запрещают слушать американские радиопередачи? А почему нет свободной продажи американских газет и журналов? Почему введена цензура на сообщения американских корреспондентов? Никита Сергеевич надулся. Не ваше дело, что слушают наши люди по радио. Кстати, вы иногда тоже глушите американские голоса. Я имею в виду печальный факт, когда великому негритянскому певцу Полю Робсону в течение пяти или семи лет отказывали в праве выезда за границу. Почему его голос глушили? В это время огромная демонстрация собралась на парк Авеню напротив Уолдорф Астурии. Это была самая крупная антихрущевская демонстрация в Америке. В ней участвовали венгры, украинцы, прибалты, американцы. Повсюду виднелись плакаты «Хрущев палач Украины», «Шесть миллионов заморены хрущевым голодом», «Свободу Венгрии». Настроение толпы менялось. То она скандировала бесконечные лозунги, порой и с русским матом, то замолкала, и тогда тишина заполняла улицу, а то вдруг начинала петь тоскливые украинские песни. 18 сентября, ровно в три часа дня, Хрущев поднялся на трибуну ООН и провозгласил свою знаменитую программу всеобщего и полного разоружения. Суть ее была примитивно проста. В течение четырех лет государство уничтожит все оружие и все средства ведения войны, армию, авиацию, флот. В результате у них останутся только ограниченные контингенты полиции и милиции, оснащенные легким стрелковым оружием для поддержания внутреннего порядка. Больше часа говорил Никита Сергеевич и зал слушал его как завороженный, хотя то, что он рассказывал, напоминало скорее добрую рождественскую сказку, чем серьезную программу. Несмотря на утопичность этого плана, его позитивно встретила мировая общественность. Западные представители ООН пытались сбить этот интерес. Они указывали, что советская Россия уже дважды в 1927 и 1932 годах вносила подобные пропагандистские предложения в Лиге Наций. Испанский делегат напомнил, что ответил тогда советскому наркому Литвинову известный испанский историк Сальвадор де Мадарьяга. Помнит ли господин Литвинов басню про конференцию разоружения зверей? Когда они собрались, лев внимательно посмотрел на орла и сказал «Нужно запретить когти». Тигр взглянул на слона и заявил «Нужно обрубить бивни». Слон, посмотрев на тигра, предложил вырвать клыки. И так по очереди каждое животное предлагало запретить то, чем не обладало, пока наконец не поднялся медведь и не произнес с медоточивой разумностью «Друзья, давайте запретим все, все, кроме всеобщих объятий». Но ассамблея дружно аплодировала Хрущеву. «Ни один христианин не мог выдвинуть лучшего плана, чем этот», заявил глава англиканской церкви архиепископ кентерберийский Джерри Фишер. Что ж, расчет Хрущева оказался точным. В обстановке, которая складывалась в мире к концу 50-х годов, мало кто мог бы решиться открыто выступить против самой идеи всеобщего и полного разоружения. Американским, да и другим западным представителям в ООН пришлось, скрепя сердце, сделать вид, что они тоже одобряют эту идею. Делегация США даже стала соавтором резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой указывалось «Вопрос о всеобщем и полном разоружении является самым важным вопросом, который стоит перед миром в настоящее время». Много шума наделал тогда Хрущев своим выступлением. Все это было красочно описано. Вот только одна маленькая деталь выпала. Где, когда и при каких обстоятельствах появилась у него эта гениальная идея? Неизвестно. В аналог ЦК или Министерства обороны ответа на эти вопросы не найти. Да и серьезной проработки, когда просчитываются цифры, делаются выкладки, рассматриваются варианты, ничего этого не было. все обстояло куда проще. Идея эта родилась в комнате номер 1001 в Миде на Смоленской площади, где находилась референтура по разоружению. Разоружение пользовалось особым расположением Громыка, и не только потому, что тут была та самая ниша, где он мог раскрыть свой талант как дипломат, но и потому, что тут ему представлялась возможность еще и отличиться перед Хрущевым инициативностью и нестандартным подходом. Наступившая в стране оттепель требовала стряхнуть оковы льда из внешней политики. Хрущев искал новые широкие подходы к международным проблемам, особенно к тем, которые дали бы ему доступ к высокой трибуне для пропаганды обновленного социализма. На эту трибуну Хрущев хотел взойти под знаменем борьбы за мир и разоружение. Но вот беда, кинулись искать эту программу, а ее нет и в помине. Хуже того, ни в ЦК, ни в МИДе, ни в других высоких учреждениях не оказалось даже специалистов, которые бы серьезно занимались разработкой проблемы разоружения. Вся сталинская программа разоружения занимала две трети странички, а наблюдали за ее осуществлением один от силы два дипломата пенсионного возраста, которые для активной дипломатической работы уже не годились. Громыко решил срочно поправить дело. По его указанию Наскоро отобрали два выпуска аспирантуры МГИМО 1956 и 1957 годов. И при отделе международных организаций была торжественно создана референтура по разоружению. Она сплошь состояла из молодых атташей, только начальником у них был второй секретарь Юлий Воронцов. Он казался им тогда ужасно старым и консервативным. Очень скоро они стали вызывающе называть себя славной референтурой Глориус референтуре. Для них это был знак качества. Что ж, они были молоды и безрассудны, влюблены в проблему разоружения и преданы ей. Дни и ночи проводили они в своей славной референтуре на десятом этаже высотного здания на Смоленской, отчаянно споря над фантастическими планами, которые сами и сочиняли. Там же писались и длинные речи для Хрущева и Громыка. Сама референтура размещалась в небольшой комнате с огромным окном, глядящим на тихую улицу Веснина. В комнате шесть канцелярских столов и большой плюшевый диван. Упоминание о нем деталь немаловажная, поскольку всем членам доблестной референтуры, как ее именовали в МИДе, столов не хватало, и некоторым приходилось сидеть на диване, ожидая, когда освободится какой-нибудь стол. Впрочем, были люди, которые не претендовали на место за столом. Например, Марат Антясов, один из лучших речеписцев в этой комнате. Он приходил с утра и тихонько садился в уголке дивана. Если его не было, то записку ему прикрепляли скрепкой на спинку дивана. Получив задание сочинить речь или интервью, он спокойно складывал нужные ему бумаги в авоську и уходил работать домой. Он был разоруженец-надомник. Ему кричали вслед «Марат, постой! Ты секретные бумаги запихнул в авоську!» Но он отмахивался от шутников, как от назойливых мух. Всем было хорошо известно, что секретных бумаг он не терпел и принципиально их не заводил. Непорядок, конечно, но речевик он был отменный, и поэтому ему прощали. В комнате 1001 постоянно спорили. Темы были разнообразны, но всегда актуальны. Можно ли прийти в коммунизм прямо из феодализма? Хороший ли человек вождь Мао-Дзи-Дун? Как определить, что у тебя аппендицит? Можно ли обнаружить подземный ядерный взрыв с помощью мировой сети сейсмических станций? И так далее. За средним столом справа сидел сильно сутулый, худенький молодой человек в больших очках и с пышной шевелюрой вьющихся волос. Он всегда что-то писал и в то же время принимал самое активное участие в любом споре, азартно крича и жестикулируя. Его взгляды были радикальны и безапелляционны. Выкинуть Сталина из мавзолея немедленно, запретить поэзию как глупую и ненужную выдумку. И еще он брался лучше любого врача поставить диагноз каждому заболеванию и очень бывал доволен, когда он оправдывался. Этим молодым человеком был Аркадий Шевченко, будущий советник Громыка, заместитель генерального секретаря ООН и агент ЦРУ, мирно живущий сейчас в одном из фешенебельных пригородов Вашингтона. Ради справедливости следует признать, что он был одним из самых одаренных представителей доблестной референтуры, хотя из ее рядов вышло немало известных дипломатов. Приехав завоевывать Москву из Евпатории, где простыми врачами трудились его родители, Шевченко сам пробился в МГИМО, прекрасно его закончил и по Громыкинскому набору попал на стезю разоружения. Там он стал звездой первой величины и, разумеется, писал кандидатскую диссертацию на тему о разоружении. Из-за этой диссертации все и произошло. Дело в том, что в его неординарной голове нередко рождались мысли, которые никак не удавалось втиснуть в прокрустово ложе советской науки. Кафедра в МГИМО их просто отвергала, и Аркадия бесчетное число раз заставляли переделывать диссертацию. «Грязные торгаши от науки!» кричал он в комнате тысяча и одна ночь. «Я публично посрамлю вас и заставлю признать, что я был прав!» И заставлял, причем не раз. Для этого он нашел безотказный способ. В те времена Хрущев чуть ли не каждый день выступал или давал интервью по вопросам разоружения. Практически все они готовились в тысяча первой комнате, откуда прямым ходом шли к зав. в отделам Новикову, а от него к помощникам Хрущева. В эти речи Аркадий Шевченко наловчился вставлять пассажи, которые в нужном ему свете трактовали тот или иной спорный вопрос разоружения, да при том еще в агрессивной хрущевской манере. Обычно разоруженческий раздел в этих речах не менялся, Миду доверяли, а в разоруженческих делах никто не разбирался, да и не хотел разбираться. Но заведующий ОМО Новиков длинных хрущевских речей не любил. Вот этими руками я написал все письма Сталина Черчиллю во время войны, поучал он молодых дипломатов. Я усвоил его стиль так, что они шли без единой поправки. Ну, например, ваше письмо получил, точка, с письмом не согласен, точка, и Сталин, точка. Вот как надо писать. А теперь какое-то словоблудие. Социализм это не колбаса. Давайте торговать. Нет, я так писать не могу. Это вы молодые пишите. Поэтому приносимые ему проекты читал по диагонали, в суть особенно не вникая. Так и получалось, что обычно проходило то, что было написано в комнате тысяча один. Из этого не следует делать вывод, что доблестная реферантура творила, что хотела, а Хрущев был ее бездумным рупором. Боже упаси, нет. Реферантура творила в строгих рамках официально заявленной позиции. Ну, как скажем, мастера и конописцы шестнадцатого-семнадцатого веков. В этом-то и была суть игры. Ведь в рамках официальной линии всегда есть много нюансов, которые можно повернуть то так, то эдак. Ну, конечно же, вся комната тысяча один, затаив дыхание, следила за этой неравной борьбой Аркадия с кафедрой. Каждое выступление Никиты Сергеевича ждали с нетерпением. Не потому, что хотели услышать, какую очередную истину провозгласит вождь, а чтобы узнать, сохранился в ней Аркашкин пассаж или нет. И обычно пассаж был на месте. Диктор произносил его в зависимости от содержания то торжественным, а то и угрожающим тоном. Но заявленное Хрущевым сразу же становилось непреложной истиной, законом науки. «Ага!» кричал Шевченко. «Съели? Теперь вы у меня попляшете!» Так же случилось и с всеобщим и полным разоружением. Зашел на кафедре спор о прошлых советских инициативах по всеобщему разоружению, выдвинутых еще в Лиге наций. Он доказывал, что это хорошее предложение, а ему возражали пустышка, мол, это все так одна пропаганда. Вернувшись к себе на десятый этаж, Аркадий как всегда поклялся проучить грязных торгачей. В очередную речь Хрущева был вставлен прекрасный пассаж о смелых инициативах советской дипломатии, выступившей еще в конце двадцатых годов с программой всеобщего и полного разоружения. Но к вящему изумлению референтуры на этот раз речь Хрущевым была произнесена, а о всеобщем разоружении ни слова. Разгадка пришла через несколько дней, когда в комнату тысяча один поступило задание от Громыка готовить новую масштабную инициативу, советскую программу всеобщего и полного разоружения. Тут все стало ясно. Да еще помощники рассказали. Прочитал Никита Сергеевич проект речи и говорит, зачем же такую хорошую идею отдавать прошлому? Надо нам самим такую программу разработать. Мне осенью в Америку ехать придется, там вон и выдвинем. Случилось это в конце лета 1959 года. Так что времени на разработку новой программы разоружения совсем не было. Проклиная на чем свет стоит Аркашку, день и ночь трудилась доблестная референтура над этой программой и речью Хрущева в ООН. По Америке Никита Сергеевич покидал Нью-Йорк воодушевленным. Еще находясь под впечатлением своей замечательной речи в ООН, он решил пообщаться с простыми людьми. Проехать по знаменитым нью-йоркским трущобам, о которых читал у Горького, и пожать руки обездоленным неграм, настоящим братьям по классу. А вместо этого его возят туда-сюда по автостраде вдоль скучной Истривы. Посольство тоже считало, что американцы хотят ограничить контакты советского лидера с простыми людьми. Не было организовано здесь ни одного посещения предприятий или встреч с рабочими, сетовал Меньшиков. Даже фишенебельную пятую авеню отказались показывать, не говоря уже о негритянском районе Гарлем, хотя это и было обещано. А вы что же, боитесь показать, как живут у вас негры, спрашивал Меньшиков. Теперь, когда ехали в аэропорт, Хрущев настоял. Давайте проедем по Гарлему. Кортеж машин промчался по пустой негритянской части города. Вот видите, говорил Лодж, сопровождавший Хрущева, никаких трущоб здесь нет. А вы везете нас не там, где они есть, парировал Меньшиков. С этой небольшой интермедии начиналась знаменитая семидневная поездка Хрущева по Америке. Сопровождал его в ней специальный представитель президента Генри Кэббот Лодж. Хрущев ему сразу заявил, мы оба военные, хотя и в резерве. Я генерал-лейтенант, а вы генерал-майор, поэтому вы мой подчиненный. И я ожидаю, что вы будете вести себя как младший по званию. Лодж встал по стойке смирно и отдал честь. Генерал-майор Лодж готов к выполнению поручений. И выполнял. Два раза в день он регулярно сообщал президенту все, что делал и говорил Никита Сергеевич. Хрущев знал это и постоянно дразнил Лоджа. То вдруг невзначай скажет, что Советский Союз имеет беспрепятственный доступ к правительственным линиям коммуникаций США. А то и намекнет, что в руководстве ЦРУ сидит агент КГБ. Однажды он рассказал Лоджу, который замер от внимания, что русские строят куда более мощные атомные подлодки, чем американцы. В другой раз Хрущев утверждал, что Советский Союз имеет все виды атомного оружия, которое только можно создать. Скоро то же самое будет с ракетами. Но число ракет не назвал. Просто сказал, что их много. Что касается тактического ядерного оружия, то он заявил обескураженному Лоджу, что Советский Союз вовсе не намерен его иметь. Слишком дорогое удовольствие. То же относится и к ядерной энергии в мирных целях. Он рассказал, что Москва прекратила работы по созданию атомных электростанций и вместо них решила полагаться на газ, нефть и уголь. Естественно, Лодж тут же бежал и докладывал об этих откровениях Хрущева, а Хрущев лишь довольно посмеивался. Шесть часов в воздухе и Хрущев пересек Америку. Своё знакомство с этой страной он начал с Лос-Анджелеса, самого протяжённого города в мире, вытянувшегося вдоль Тихоокеанского побережья. И, конечно же, первый визит в Голливуд. Накануне всю неделю кинозвёзды буквально дрались за приглашение на встречу со звездой политической. Теперь все они собрались в кафе де Пари. Там были Кирк Дуглас, Фрэнк Синатра, Гарри Купер, Элизабет Тейлор, Глен Форд, Ким Новак и ещё четыре сотни знаменитостей. Радио Лос-Анджелеса назвало этот приём самым большим в истории Америки собранием звёзд. Впрочем, в Америке всё самое-самое. Но вот Рональд Рейган отказался присутствовать, о чём неоднократно потом напоминал. Зато была Мэрилин Монро. Она даже пришла вовремя, вопреки своему обыкновению, всюду опаздывать. Её попросили надеть самое облегающее, самое сексуальное платье и оставить дома своего мужа Артура Миллера. Учредители боялись, что встреча левого драматурга с Хрущёвым может создать такую гремучую смесь, что в конец испортит эту званую встречу. Знаменитая кинозвезда даже предложила Хрущёву поцеловать её, но советский гость скромно отказался. По словам служанки, Мэрилин Монро потом рассказала, могу сказать, что Хрущёву я понравилась. А когда его представили, он больше всего улыбался мне, чем кому-либо другому. Он сжал мне руку так долго и так крепко, что я подумала, что сломает её. Но полагаю, это лучше, чем целоваться с ним. Я не могу представить, как этот толстый и страшный с бородавками на лице может стать лидером столь большого числа людей. Но кто захочет стать коммунистом, имея такого президента? Я думаю, что в России мало секса. Между тем, как писали журналисты, завтрак был съеден с рекордной скоростью. Все ждали выступления Хрущёла. Вступительную речь произнёс хозяин студии «Двадцатый век Фокс» Спирос Скурос. Небольшого роста, широкоплечий, с красноватым и сборождённым морщинами лицом. Говорил он каким-то простуженным, хрепловатым голосом и часто напоминал, что вышел из людей скромного достатка, а теперь правит огромной кинокомпанией. Хрущёву он явно не понравился. Тем более, что стал занудно рассказывать о прелестях американского образа жизни. Сейчас, говорил он, когда железный занавес, отделяющий Голливуд от советской киноиндустрии, немного приподнялся, «Жуков», крикнул Хрущёв председателю комитета по культурным связям, «Сколько американских фильмов мы отобрали для показа в Советском Союзе?» «Десять». «А сколько наших фильмов взято для показа здесь?» «Семь». И началась полемика. Мелкая, но страстная, в которой Скорос обязательно хотел сказать слово «последним». Но Хрущёв тоже завёлся. Почему его не пускают в Диснейленд? Что у вас там? Пусковые установки ракет? Американские власти говорят, что не могут обеспечить моей безопасности. А что там? Эпидемия холеры? Или гангстеры захватили власть? После этого все отправились в павильон, где Фрэнк Синатра, Шерли МакЛейн и Морис Шевалье снимали фильм «Кан-кан». Синатра исполнил для гостей песенку «Живи и дай жить другим», а потом предложил, чтобы простая танцовщица сфотографировалась с Хрущевым. Девушка подбежала к нему, но тут репортеры стали требовать «Подними юбку выше, выше». Девица гордо отказалась. Когда Лодж сообщил Эвенхауэра об этом эпизоде, президент сказал «Разузнайте имя этой девушки, я пошлю ей благодарственное письмо». А Хрущев так отозвался о Канкане. А с моей точки зрения, с точки зрения советских людей, это аморально. Хороших актеров заставляют делать плохие вещи на потеху пресыщенным, развращенным людям. У нас в Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задницами. В Лос-Анджелесе все шло как-то не так. По дороге из Голливуда Никита Сергеевич пришел в ярость при виде женщины в траурном платье и с плакатом «Смерть Хрущеву палачу Венгрии». Не успел остыть, а тут уже на прием ехать надо. Отель «Амбассадор» был переполнен. Собралось несколько сот именитых граждан Лос-Анджелеса. Речь держал мэр города Полсон. Поначалу все вроде бы шло хорошо. Мэр говорил любезности. Никита Сергеевич улыбался, когда вдруг услышал знакомые слова. «Вам не удастся нас похоронить, господин Хрущев, и не стремитесь к этому. Если будет нужно, мы будем сражаться насмерть». В зале наступила неловкая тишина, а Никита Сергеевич сразу же вспылил. «Хочу спросить, зачем вы возвращаетесь к тому, что мной было разъяснено в первых выступлениях по прибытии в Америку? Мэры тоже, видимо, газеты должны читать хотя бы иногда». И дальше, распаляясь все больше и больше, он прокричал «Мы сильны не менее, чем вы! Но иной раз у меня возникает мысль. Не задумал ли кое-кто пригласить Хрущева и так потереть его, так показать ему силу и мощь Соединенных Штатов Америки, чтобы он немножко колени согнул?» И обращаясь к конструктору Туполеву, «Если сюда мы летели около двенадцати часов, то отсюда долетим, наверное, часов за десять? Как вы думаете, товарищ Туполев?» «Да, Никита Сергеевич, долетим», ответил инженер. В зале наступила мертвая тишина. В своих воспоминаниях Хрущев пишет, что при этих словах жена посла Томпсона разразилась слезами. Она испугалась, что произойдет война или нечто подобное. Вот тут-то и кроется одна из загадок Хрущева. Что это? Вспышка ярости необузданного человека, каким он иногда хотел казаться, или хорошо разыгранный спектакль хладнокровного и расчетливого политика, каким на самом деле был Хрущев. Пожалуй, последнее. Никита Сергеевич с подачи своего ближайшего окружения действительно считал, что в Америке на него пытаются оказать давление, хотят запугать и унизить, чтобы сделать более податливым на переговорах с Эйзенхауэром в Кемп-Дэвиде. Об этом ему постоянно нашептывали Меншиков от Джубей Харламов. Теперь он решил, что настал момент оказать контр-ржим и переложить давление на Эйзенхауэра. Поэтому спектакль, начавшийся в отеле «Амбассадор», имел продолжение. Вернувшись в гостиницу, перед которой также стояли пикетчики с антисоветскими лозунгами, Никита Сергеевич собрал делегацию в своих обширных апартаментах. Все были расстроены и подавлены. Хрущу снял пиджак, сел на банкетку и внимательно оглядел присутствующих. «Как смеет этот мэришка нападать на гостя Привидента!» сорвался он сразу на крик. «В Диснейленд не пустили! Возят в запечатанных машинах! Встреч с американским народом не допускают!» «На каждом шагу пикетчики, которые, конечно же, подставлены американским правительством!» «Может быть, следует запаковываться и уезжать в Москву?» «Мы представители великой державы и не потерпим, чтобы с нами обращались как с колонией!» Так продолжалось около получаса. Как вспоминают свидетели этой сцены, ярость Хрущева временами, казалось, не имела предела, но глаза при этом лучились озорством. Периодически Никита Сергеевич поднимал руку и показывал пальцем на потолок, мол, мои слова предназначены не вам, а тем, кто прослушивает через натыканные посюду микрофоны. Наконец монолог прекратился. Прошла минута, другая, все растерянно молчали. Хрущев вытер пот с лысины. Роль потребовала изрядного напряжения. И повернулся к Громыко. «Товарищ Громыко, идите и немедленно передайте все, что я сказал лоджу!» Андрей Андреевич встал, откашлялся и направился к двери. На его и без того неулыбчивом лице обозначалась мрачная решимость. Он уже взялся за ручку двери, когда его жена, Лидия Дмитриевна, не выдержала. «Андрюша, ты с ним повежливее!» взмолилась она. Андрей Андреевич никак не отреагировал на эту трагическую реплику. Дверь за ним беззвучно затворилась. Хрущев ликовал. Реакция Лидии Дмитриевны свидетельствовала, что спектакль удался. Доволен был и закулисный режиссер этого спектакля посол Меншиков. Он вился вокруг Хрущева, предупреждая, что американские власти хотят унизить главу советского правительства и не допустить его встреч с американским народом, который непременно распахнет ему свои трудовые объятия. В своих воспоминаниях посол напишет потом. Сложилось впечатление, что кое-кто пытался спровоцировать разрыв уже в начале, чтобы не допустить серьезных переговоров, намечавшихся в конце поездки. Но в решающий момент Лодж не рискнул довести дело до разрыва. Неизвестно, подействовал ли этот спектакль, но на следующий день Лодж как ни в чем не бывало доложил Хрущеву. Мы решили продолжать поездку, как если бы вы были кандидатом в президенты. Так началось десятичасовое путешествие Никиты Сергеевича вдоль Тихоокеанского побережья на экспрессе Daylight. На остановках он произносил речи, целовал детей и раздавал значки со звездочкой. Пока машинист не давал гудок, и он едва-едва успевал вскочить на подножку вагона. Например, на станции Сан-Луис-Обиспо собралась многотысячная толпа. Люди приветливо машут руками. Никита Сергеевич выходит из вагона, ну, как прямо где-нибудь в Смоленске и сразу же к людям пожимать протянутые крепкие руки. Высокий, плотный человек держит на плечах ребенка, а в руке у него плакат «Разоружение» с контролем или без него? Хрущев ему проникновенно говорит «Мы за разоружение с контролем», а сотни людей аплодируют и скандируют слова «Мир, дружба, мир, дружба». В таких идиллических тонах описывала эту поездку советская пресса. Хрущев был доволен. Наконец-то ему дали возможность напрямую встречаться с простыми людьми Америки. Когда появлялись пикетчики с антисоветскими лозунгами, он говорил Лоджу «Бедный Эзенхауэр, теперь я начинаю понимать, какие у него проблемы. Простые люди Америки, как я, и совсем другие люди, это негодяи из окружения президента». Но встреча в Сан-Франциско с профсоюзными лидерами из АФТ КПП разочаровала Хрущева. В течение трех часов во время обеда они атаковали его острыми вопросами, в которых опять фигурировала Венгрия, глушение голоса Америки и тому подобное. Внешне Никита Сергеевич оставался спокойным, но вице-президенту АФТ КПП Рейтеру врезал «Вы родились среди рабочего класса, но говорите как представитель капиталистов. Когда Херст печатает подобные вещи, мне это понятно, но когда то же самое повторяет один из лидеров профсоюзов, я с горечи думаю, до чего же вас разложили монополисты». Демонстрируя, до чего докатилась Америка под ярмом капитала, Никита Сергеевич повернулся к публике задом, нагнулся, дрыгнул ножкой и, задрав полы пиджака, попытался изобразить кан-кан. Посещение Голливуда не прошло даром. Потом снова повернулся к ошалевшим зрителям. «Вот что вы называете свободой. Свободу для девушек показывают свои задницы. Для нас это порнография. Это капитализм заставляет девушек выделывать такие вещи». На следующее утро, это было 21 сентября, Никита Сергеевич проснулся как всегда рано. Над Сан-Франциско только поднималось солнце. Он вышел из своего гостиничного номера, спустился в вестибюль с несколькими охранниками и, никем не замеченный прошел на улицу. Хрущев был доволен как ребенок. Впервые за всю поездку ему удалось оторваться от многочисленного эскорта, который продолжал спать. Лишь несколько корреспондентов успели к нему присоединиться. Полчаса ходил Хрущев по незнакомому городу. А дальше все снова по протоколу. Морская прогулка на катере береговой охраны Грэшем. Это было впечатляющее зрелище. Белый корабль рассекает прозрачные воды залива. Слева и справа мчатся 12 катеров, отводя в сторону движения военных и торговых судов. Над кораблем висят вертолеты. Сбоку широкая панорама Сан-Франциско. А дальше по другую сторону холма расстилается бесконечная синяя гладь Тихого океана. Обычно люди думают, что великие государственные деятели, встречаясь между собой, говорят умные вещи, блещут эрудицией и остроумием. Ничего подобного. Это глубокое заблуждение. Нет ничего более банального и серого, чем беседы политических лидеров. И Хрущев отнюдь не отличался ни игрой ума, ни изяществом. Взять хотя бы состоявшийся разговор на борту этого американского катера. Командор Кларк обращает внимание Хрущева на небольшой скалистый островок, на котором возвышается угрюмое строение, похожее на древний замок. Это наша достопримечательность. Остров Аль-Катрац, знаменитая тюрьма. Еще никому не удавалось сбежать оттуда. Здесь слишком холодная вода и сильное течение тонут. А вы не думаете, отвечает Хрущев, что хорошо бы дожить до времени, когда в мире совсем не будет тюрем и полиции? Кларк молча стоит по стойке смирно. Корреспонденты торопливо вытаскивают из карманов блокноты и карандаши. А Хрущев продолжает. Что для этого нужно? Он помолчал, а потом с воодушевлением начал очередную лекцию по азам марксизма-ленинизма. Для этого нужно одно, чтобы не было частной собственности. Чем она вредна? Тем, что порождает у людей жадность и стремление к обогащению любыми средствами. А если частной собственности не будет, человек станет думать только о том, как обеспечить общее благо. Тогда уже никому не придет в голову воровать у другого. В этот момент на горизонте показала серая громада мощного американского авианосца. Капитан попытался привлечь к нему внимание Хрущева. Военные корабли хороши лишь для того, чтобы совершать на них поездки с государственными визитами. Вдруг неожиданно для самого себя начал развивать свои мысли Хрущев, которые до этого он высказывал разве что на заседаниях президиума или в ложком кругу доверенных лиц. А с точки зрения военной они отжили свой век. Отжили. Теперь они лишь хорошие мишени для ракет. Мы в этом году упустили на слом свои почти законченные крейсеры. Они были уже готовы на 95%. Стоявшие рядом моряки и журналисты замерли от удивления. Но во время войны ваши корабли показали хорошие качества, возразил Кларк. Времена меняются, разошелся Хрущев. Раньше подводная лодка должна была приблизиться к борту крейсера на 5 километров для того, чтобы потопить его. Теперь же его можно опускать на дно ударами за сотни километров. Но на борту крейсера, например, находится 1200-1300 человек. А ведь он чрезвычайно уязвим. Но зачем же использовать такие устарелые средства войны на море? Командор Кларк молчал. «Нам советских людей жалко», продолжал Никита Сергеевич. «Поэтому мы сохраняем в строю суда береговой охраны, сторожевые корабли с ракетами на борту, подводный флот, также вооруженные ракетами, торпедные катера, тральщики, вот и все. Другие корабли в наше время не нужны». Корреспонденты начали оживленно обсуждать эту новость. Кто-то предположил, что русские теперь начнут строить огромный подводный флот. Хрущев тут же отреагировал. «Как раз наоборот. Мы сейчас начинаем приспосабливать подводные лодки под ловлю селедки». «А как вы это делаете?» удивленно спросила известная журналистка Маргарита Хиггинс. «Но я не рыболов», ответил улыбаясь Хрущев. «Я только люблю кушать селедку. Больше всего люблю дунайскую сельдь. Она, по-моему, самая лучшая». «Это не политическое заявление?» лукаво спросил лодж. «Нет, гастрономическое», парировал Никита Сергеевич. Корабль тем временем подошел к золотым воротам и уже разворачиваясь ложился на обратный курс. «А ваш подводный флот, который занят ловлей сельди, сосредоточен во Владивостоке?» с невинным видом спросил лодж. «Свуси, лодки не сменеи», ответил ему Хрущев. «Их нельзя разводить где угодно». «Их мы ловим там, где они находятся». «А на каких языках вы говорите, господин премьер-министр?» снова спросил лодж. «На своем, на красном», быстро отреагировал Хрущев. Вот такие умные дискуссии проходили на борту сторожевика Грэшем. Через день Хрущев был уже в Айове. Пожалуй, самый удачный день в его поездке по США. Повсюду, где бы он не появлялся, его встречали тепло и дружелюбно, не так, как в Вашингтоне или в Лос-Анджелесе. Одна американская газета объявила даже 22 сентября днем Хрущева на Среднем Западе. Он давно хотел посмотреть ферму Гарста, знаменитого своими гибридами кукурузы. А всем было известно, что советский предсолмина буквально помешан на кукурузе. Хрущев называл ее не иначе, как королевой полей и считал спасительницей приходящего в упадок отечественного сельского хозяйства, силком заставляя сеять ее по всей стране. Ему хотелось спокойно провести день на ферме у Гарста, все тщательно посмотреть и пощупать руками, ну и немножко передохнуть. Но не тут-то было. На ферме творилось нечто невообразимое. Сотни корреспондентов, фоторепортеров, представителей кино, радио и телевидения съехали Гарсту. Телеграфное агентство Associated Press заняло один амбар, а агентство United Press International захватило другой. На старой силосной башне была установлена высокая телевизионная антенна, а фотографов на деревьях было больше, чем птиц. Джеймс Рестон из New York Times иронически заметил. Скоро всему были подведены провода для звукозаписи за исключением разве что поросят. Ну, а порядок наводили 400 солдат американской армии в полном обмундировании и с винтовками в руках. Они тоже заполонили ферму. Взяли под наблюдение близлежащие холмы, перекрестки, амбары, заборы. В воздухе висели вертолеты. Вся отвесная полиция была мобилизована для контроля за уличным движением и толпой. Агентство Associated Press сообщало, сотням корреспондентов и фотографов пришлось пробивать себе дорогу, и премьер с Гарстом едва могли продвигаться вдоль рядов возвышающейся кукурузы к силосной яме мимо современных машин и к стойлу для скота. Всю дорогу Гарст разражался сердитыми вспышками. Он поднял кукурузные початки, погрозил фотографом. Потом схватил горсть силоса и бросил фотографов и корреспондентов. А известный обозреватель Солсбери получил даже увесистого пинка под зад от разгневанного хозяина. Зато высокий гость не терял хорошего расположения духа и лишь однажды шутливо пригрозил корреспондентам. Вот подождите, мы еще выпустим на вас быков Гарста. Потом был Питтсбург город угля и стали сотни тысяч рабочих главным образом в металлургической промышленности настоящий рабочий класс а не какие-то там профсоюзные болтуны с ними-то трудовой косточкой Америки и хотел встретиться Хрущев почувствовать их настроение пощупать крепость пролетарской солидарности тем более что летом и осенью 1959 года американская печать почти ежедневно сообщала о забастовках металлургов они начались в Питтсбурге и быстро распространились на всю страну в них участвовало 500 тысяч рабочих полностью прекратили работу все стали плавильные заводы Питтсбурга индустриальное сердце Америки замерло Эйзенхауры даже предлагали принять меры чтобы прекратить стачку еще до того как приедет Хрущев но президент решительно воспротивился разве мы хотим чтобы Хрущев увидел что в этой стране не уважают свободу почему нам нужно беспокоиться по поводу того что люди могут бастовать в этой стране и вот Хрущев у цели он в механическом цехе завода место но хотя по дороге окружение Хрущева постоянно указывало ему на тяжелое зрелище отсутствие сверкающих огней привычного заводского гула на заводе куда он приехал никто о забастовке и не упомянул вокруг него собрались сотни рабочих они приветствовали его и протягивали руки для пожатия мир дружба доносили со всех сторон выкрики на ломаном русском языке Никита Сергеевич был доволен среди рабочих чувствую себя хорошо заявил он и дальше по цеху уже пошел как хозяин вот хорошее оборудование говорит он мы готовы купить его продадите шур конечно несколько смутившись отвечает директор компании шур шур вторит ему хрущев а когда дело доходит не хотите торговать перед тем как покинуть цех хрущев подошел к автоматам отпускающим кофе и прохладительные напитки его угостили стаканчиком кока-колы один из корреспондентов спросил нравится вам кока-кола нет слишком сладкая вы предпочитаете водку вновь задал вопрос навязчивый корреспондент вы думаете что русские только и делают что пьют водку если бы мы так поступали то не обогнали бы вас по производству и запуску ракет ответил никита сергеевич через несколько часов он произнес речь в пиццбургском университете и предварил ее такими словами я многое хотел бы сказать но чтобы сократить время прочитаю по бумажке первые два абзаца и последний абзац а остальное вам зачитает сразу на английском языке мой переводчик все было как обещал хрущев переводчик прочитал всю речь страниц 5 и когда дошел до последнего абзаца показал знаком хрущеву а тут неожиданно говорит а знаете пока я слушал перевод своей речи я решил все-таки вам кое-что рассказать из личных впечатлений от посещения вашего города и в особенности завода зал разразился аплодисментами до этого у аудитории было такое чувство как будто ее обманули пригласили на цирковое представление а его нет просто зачитывается какая-то скучная речь но теперь зрители получили то что ждали советский премьер говорил минут 40 в своей обычной манере без бумаги с шутками пословицами поговорками в этом был весь хрущев а заранее написанных речей он сам до конца прочитать не мог то ли терпения не хватало то ли вдруг набежавшие мысли уводили в сторону путешествия по Америке он должен был произносить как минимум две речи в день все они были переведены а русский текст всегда лежал у него в кармане но прочитав первые две-три фразы Никита Сергеевич складывал странички запихивал их в карман и размахивая руками начинал говорить нечто свое пересыпая речь шутками прибаутками вот и речь в спецбургском университете внешне она пожалуй не отличалась от других его речей шумных хвостлевых и в то же время агрессивных но наблюдательный политик мог разглядеть что направление мыслей Хрущева начало меняться а вместо прямо или косвенно проводимого курса на закапывание капиталистической системы осторожно прорезается линия на сотрудничество с ней подумайте не только заявил он своим слушателям как выглядели бы международные отношения если бы США самая мощная и крупная страна капиталистического мира и СССР самая крупная и мощная среди стран социализма установили бы между собой хорошие отношения а тем более отношения сотрудничества которые как мы хотели бы переросли в дружбу разумеется это была и заявка на предстоящие переговоры с Эвенхауэром в Кемп-Дэвиде помыслами Хрущев был уже там и предлагал американскому президенту искать компромисс если мы займем непримиримые позиции я свою а президент США свою то у нас завтра не будет делового разговора это были бы не переговоры для отыскания разумных решений а одно упорство которое образно говоря напоминало бы упорство двух быков у кого крепче ноги и у кого крепче лоб у кого длиннее рога кто кого быстрее проткнет рогами а Нина Петровна она и в Америке продолжала жить своей жизнью никак не касаясь высокой политики с которой так азартно играл ее муж иногда для нее организовывали специальную женскую программу например посещение знаменитых домов моделей но она равнодушная к нарядам там просто терялась однажды на следующий день после такого посещения дело было рано утром за завтраком представительная дама из Мидовского протокола привезенная из Москвы завела разговор с Никитой Сергеевичем не стоит ли купить для его жены норковую шубу Хрущев тут же вспылил а на какие шиши я получаю командировочные как все 16 долларов в день Нина Петровна приехала на мой счет в этом тоже весь Хрущев он был пожалуй последним советским руководителем который не лез в карман к государству Кэмп Дэвид эта глава столь насыщена событиями что их лучше излагать в хронологическом порядке как в дневнике 25 сентября пятница Хрущев вернулся в Вашингтон в 5 часов по полотне был в белом доме на зеленой лужайке где стоял на готове президентский вертолет там его ждал Эйзенхауэр одетый по дорожному в спортивном светло-коричневом костюме и в кепе Никита же Сергеевич был как всегда в сером мешковатом костюме и в шляпе по крохотной лесенке они поднялись в вертолет с ними только охрана и переводчики за несколько минут до этого воздух поднялся другой вертолет с Громыко Солдатовым Меншиковым Гертером Томпсоном и Лоджем обе машины взяли курс в сторону Апалачских гор где в 75 километрах от Вашингтона на восточном склоне горного кряжа Каток Тин находится знаменитый Кемп Дэвид лагерь Дэвида если перевести на русский язык за широкими окнами вертолета вспоминал потом один из участников от горизонта до горизонта расстелались поля и рощи чуть тронутые первым дыханием поздней американской осени в начале внизу виднелись белые строения ферм потом рощи пошли все гуще и вот уже вертолет висит над почти безлюдными лесистыми холмами лишь кое-где в лесу просвечивают кровли вилл их хозяева спасаются здесь летом от удушающей вашингтонской мокрой жары очень скоро вертолеты опустились на небольшую лужайку в лесу узкая дорожка вела каким-то старым поросшим хом-бараком не успел Хрущев подумать что сбываются его опасения насчет бездомных собак на принцевых островах как оказалось что все это не что иное как умелая стилизация скрывающая весьма комфортабельные виллы да и лет вокруг вовсе не лес а хорошо ухоженный парк впереди небольшой пруд выложенный серым камнем перед ним одноэтажный домик выкрашенный зеленой краской над узкой дверью надпись Аспен Асина а по бокам два медных сверкающих фонаря это это и есть загородная дача Эйзенхауэра она невелика центральное зало с массивным камином где весело потрескивают дрова и окнами во всю стену которые глядят на зеленую лужайку там президент обычно играет в любимый гольф а в крыльях по две спальни с одной стороны будут жить Эйзенхауэр и Гертер а с другой Хрущев и Громыка советский премьер решил что внешне дом выглядит как барак но внутри богато убран и очень удобен типично по-американски он был доволен горный воздух после вашингтонского зноя был свеж и прохладен поужинали весьма скромно рост дыр и морской окунь зато за тонкой деревянной ширмой играл небольшой оркестр морских пехотинцев звучали американские песни и вдруг что это знакомая мелодия подмосковные вечера президент улыбается это сюрприз гостю а после ужина оба лидера и их свиты смотрели ковбойский фильм Эйзенхауэр сказал я люблю ковбойские фильмы знаю что они бессодержательны и не требуют никаких мысленных усилий но в них всегда бывает много забавных трюков и еще я люблю лошадей а вы знаете ответил хрущев и когда сталин был жив мы все время смотрели ковбойские фильмы а когда кино кончалось сталин всегда ругал их идеологическое содержание но на следующий день мы снова были в просмотровом зале и смотрели другой ковбойский фильм так прошел первый вечер в кемп Дэвиде хрущев плохо спал во время путешествия по Америке а у Эйзенхауэра еще не прошла простуда поэтому к полуночи они разошлись гаррисон солсбери послал в нью-йорк таймс следующее сообщение на приятной горной вершине в глуши северо-западного Мэриленда человек который начал жизнь как фермерский мальчишка из Альбиена и человек который начал жизнь как пастушонок в Калиновке приступили к 48 часовым переговорам от которых зависит судьба человечества а советская пресс-группа передала в печать такую информацию сразу же по прибытии в Кемп-Дэвид между Хрущевым и Эйзенхауэром начался обмен мнениями по вопросам которые представляют интерес для обеих сторон как стало известно обмен мнениями проходит в атмосфере откровенности и стремления понять позиции обоих правительств 26 сентября суббота Хрущев проснулся как обычно рано выглянул в окно и удивился все вокруг было белым густая пелена тумана накрыла Кемп-Дэвид туман был настолько плотным что даже деревья у его окна выглядели фантастическими чудищами а кстати из-за тумана вертолеты не могли сесть в Кемп-Дэвиде поэтому команде экспертов из Госдепа и Белого дома пришлось гнать с бешеной скоростью на машинах чтобы успеть к встрече Хрущев решил прогуляться облачился в украинскую рубаху с вышитыми цветными узорами надел белые парусиновые брюки и позвал Громыка побродить вдвоем по ухоженным лесным тропинкам он хотел еще раз обговорить с ним переговорную тактику на предстоящий день она уже не раз обсуждалась в Москве дипломатические приемы Хрущева не блистали оригинальностью или разнообразием обычно в начале переговоров следовало выдвижение крайне жестких по тону и содержанию позиций по его замыслу это должно быть своего рода лихой кавалерийской атакой которая своей внезапностью и напором ломает сопротивление противника и вынуждает его раскрыть запасные позиции если это не удавалось сделать сходу Хрущев окапывался в траншеях и начинал позиционную войну он упорно вел жесткую линию перемежая неуемную риторику прямыми угрозами так могло продолжаться очень долго и только в самый последний момент если противная сторона проявляла упорство и не шла на уступки Хрущев резко менял тон и сам предлагал компромисс такая тактика была уготовлена и для этой встречи Хрущев говорил что будет жестко давить на Эйвенхаура а там посмотрим КГБ докладывало что тылы у него обеспечены прочно Аденауэр по сути дела изолирован в НАТО когда поднимает вопрос о возвращении восточных земель нет единства среди союзников и в отношении воссоединения Германии Громыко как обычно соглашался многозначительно указывая на слабые места в американской позиции за несколько дней до этого президент Эйзет Хауэр тоже обсуждал со своими помощниками тактику предстоящей встречи но в отличие от наступательной линии Хрущева решил занять выжидательную позицию еще раньше он обещал президенту Франции Деголю и английскому премьеру Макмиллану не вести переговоров с Хрущевым за их спиной серьезные переговоры могут состояться только в присутствии руководителей Англии и Франции В этой обстановке Эйзет Хауэру оставалось только одно выяснить можно ли ожидать успеха на встрече большой четверки и при каких условиях Судяло в том говорил Эйзет Хауэр своим помощникам что Хрущев сам сотворил берлинский кризис хотя и призывал к переговорам поэтому он Эйзет Хауэр вероятно даст согласие на проведение саммита но только в том случае если Хрущев снимает ультиматум по Берлину это даст возможность заняться и другими вопросами но уже не под дулом пистолета поспорили и о достоинствах Хрущева как переговорщика некоторые говорят заявил президент что Хрущев в мастерске ведет дебаты в действительности же по-видимому он умело уходит от трудных вопросов 8 часов 15 минут Хрущев с Громыка вернулись в осиновую хижину как раз к завтраку за столом уже сидели Эйзенхауэр Гертер и небольшая группа других участников встречи еда была самой простой овсянка но не вареная а прямо так сырая ели с молоком а также яйца и кусок жареного мяса стейк вспоминали Вторую мировую войну Хрущев сидел напротив президента локти на столе подавшись вперед и размахивая указательным пальцем он рассказывал о жизни военного комиссара в Сталинградском сражении ошибках Сталина практически он солировал я знаю что у президента были дружеские отношения с Жуковым говорил он единственный человек который мог возражать Сталину был Жуков он обладал сильной волей его трудно было сбить с толку если считал свою позицию правильной это конечно очень хорошо для военного но не для политика а затем бросив хитрый взгляд на Эйзенхауэра добавил с вашим другом Жуковым все в порядке не беспокойтесь о нем он на Украине ловит рыбу и как все генералы вероятно пишет мемуары после завтрака оба руководителя вместе с окружением перешли на террасу начались переговоры они шли сумбурно Хрущев и Эйзенхауэр постоянно перескакивали с одной темы на другую то говорили об американской политической системе то вдруг начинали обсуждать экономику за германской тематикой шла вдруг дальневосточная и Китай но центральным стержнем вокруг которого все же крутился разговор был конечно Берлин президент несколько смягчил зубодробительные формулировки памятки для бесед с Хрущевым которую ему подготовили в Госдепе но линия его была твердой он сказал что переговоры по Берлину невозможны в условиях ультиматума который выдвинул Хрущев пока это положение не изменится не будет даже разговора о возможности встречи на высшем уровне с участием США Англии Франции и СССР тем более что такие встречи по его мнению обычно бесплодны Хрущев напомнил о своей речи в ООН где он предложил всеобщее и полное разоружение соглашайтесь и тогда не станет проблем с Берлином они будут решены автоматически что касается встречи в верхах то по мнению Хрущева она просто необходима и нужно начать ее организацию в максимально сжатые сроки Эйзенхауэр ответил что США как и СССР хотят разоружения но под строгим международным контролем американское правительство изучит советские предложения и даст ответ на политическом языке это значило от ответа ушел 10 часов 45 минут президент пригласил Хрущева прогуляться думая что наедине тот будет более отговорчивым они бродили по каменистым тропам овьющимся по холмам на которых стоит кемп Дэвид с ними только два переводчика околовский и трояновский это была как бы разминка перед серьезным разговором оба лидера зашли в комнату отдыха для охраны они уселись в кресло а молодой морской пехотинец показал им класс игры в кегли затем продолжили прогулку по горным дорожкам вернувшись в осеновую хижину уединились каждый со своим министром иностранных дел посоветоваться потом опять-таки вдвоем прошли на террасу и уселись за маленький столик накрытый зеленым сукном для игры в бридж остальные участники переговоров перешли в столовую и сидели там негромко беседуя между собой в зале тихо звучала музыка Шостаковича ни президент ни его гость не имели перед собой каких-либо документов или записок это должно было подчеркнуть неофициальность переговоров время от времени один из них вставал из-за стола и выходил чтобы переговорить со своими советниками затем возвращался и переговоры возобновлялись так шел час за часом обед пришлось отложить на некоторое время лидеры не хотели прерывать разговор позднее Эйзенхауэр скажет когда Хрущев и я оставались одни в Кэмп-Дэвиде он был общительным и очень хотел быть дружественным преуменьшал трудности и давал понять что хочет искать пути их разрешения но как только появлялся Громыко Хрущев начинал напоминать мне что он должен будет обсудить все эти дела с правительством прежде чем принять решение в общем неформальные переговоры ни к чему существенному не привели в два часа дня оба лидера присоединились к остальной компании ожидавшей в столовой их угрюмые лица не внушали оптимизма Эйзенхауэр шепнул несколько слов Гудпастеру и тот написал в блокноте только одно слово тупик обстановка за обеденным столом была гнетущей Хрущев был мрачен его тактика лихого кавалерийского налета не сработала и он откровенно сердился на американцев козлом отпущения стал Никсон в резких тонах Хрущев заявил что кухня чудес которую рекламировал вице-президент на американской выставке не произвела на москвичей впечатления у нас самих достаточно высокий уровень жизни поэтому любые попытки соблазнить нас прелестями капиталистической жизни не пройдут Эйзенхауэр попытался изменить тему он начал рассказывать как трудно быть президентом все время звонят телефоны даже на отдыхе Хрущев почему-то воспринял это как намек на отставание Советского Союза в развитии телефонной сети и сказал что очень скоро телефоны у нас будут лучше чем в Америке настолько лучше что американцы прервут телефонную связь с СССР опасаясь сравнения не в свою пользу Джордж Кистяковский записал в дневнике по выражению лица президента я мог видеть что он был сильно рассержен и едва владел собой после ланча Эйзенхауэр пошел отдохнуть а Хрущев с Громыко опять отправились на прогулку в лес в 4 часа по полудни президент проснулся он разыскал Хрущева на одной из тропинок с ним был его сын Джон не съездит ли нам на мою ферму предложил президент она здесь почти рядом 15-20 минут и мы там Нигита Сергеевич согласился знаете что сказал улыбаясь Эйзенхауэр давайте перехитрим корреспондентов они подстерегают нас на дорогах а мы полетим на вертолете через 12 минут они уже были в Геттесберге Хрущев с интересом осматривал ферму президента это был довольно большой двухэтажный дом вокруг которого стояли другие двухэтажные дома поменьше да еще хозяйственные пристройки Эйзенхауэр сказал что приобрел эту ферму в 1950 году рассчитывая после ухода в отставку прожить здесь остаток жизни ему хотелось доказать что можно с прибылью ввести сельское хозяйство даже на истощенных землях восточного побережья США Хрущев потом вспоминал что ферма Эйзенхауэра отражала его разумный и скромный характер не то чтобы его дом на ферме был домом бедняка конечно нет это был дом богача но не миллионера ему понравился племенной скот на ферме и он стал рассказывать как старается улучшить поголовье скота в Советском Союзе президент слушал улыбаясь и сказал что пошлет Хрущеву одну из своих телок Никита Сергеевич отметил что когда Эйзенхауэр улыбается его лицо всегда делается очень приятным позвали внуков президента в комнату вбежала целая стайка мальчиков и девочек Хрущев оживился он стал расспрашивать как их зовут придумывая для них русские имена потом спросил а хотите поехать в Россию хотим дружно закричали дети тут же возник вопрос в какое время года лучше всего подходит для поездки Хрущев сказал что лучшее время это весна или лето когда все цветет и благоухает когда не дуют холодные ветры правильно закричали дети значит весной на том и порешили уже всерьез вместе с дедушкой Хрущев заметил что ему легче было договориться с внуками чем с самим президентом потому что у них хорошее окружение а у президента видимо с этим не важно так быстро и без помех был улажен один из весьма деликатных вопросов который предстояло решить в ходе этой сумбурной поездки Хрущева по Америке об ответном визите Эйзенхауэра в Советский Союз дипломаты обеих сторон только еще собирались приступить к нему со всей серьезностью которую он разумеется заслуживал и конечно же в зависимости от прогресса достигнутого на переговорах а дети решили его сразу и с бесхитростной простотой несколько дней спустя президент скажет это была такая согревающее сердце семейная сцена какую любой американец был бы рад видеть если бы она происходила у его внуков с иностранцем но не так просто обстояли дела в Америке когда маленький Дэвид внук Эйзенхауэра решил надеть красную звездочку которую ему подарил Хрущев и пойти в школу папа Джон решительно запретил если Хрущев сможет завоевать нас подумай какую семью он расстреляет первой вот такая психология царила тогда в американском истеблишменте холодная война глубоко проникла в души людей 18 часов 30 минут оба лидера вернулись с Кэмп Дэвид их ждали настороженные и угрюмые министры они только что обсуждали разоружение и прекращение ядерных испытаний дела у них явно не клеились перед обедом был небольшой коктейль американцы отметили что Хрущев несколько успокоился но как записал в дневнике Кистяковский у всех было чувство что встреча закончится почти полным провалом и поэтому на деле может ухудшить а не улучшить отношения пока руководители обеих стран беседовали друг с другом их спецслужбы внимательно наблюдали за ними их интересовало буквально все манеры поведения привычки и прежде всего здоровье советской делегации например отметили что несмотря на обширный инфаркт и спазм сосудов головного мозга случившийся почти год назад президент не производит впечатления больного человека правда посол Меншиков упорно сообщал в Москву что Эйвенхауэр в предыдущие два года мало что делал как президент и выполнял преимущественно представительские функции много времени он проводил с друзьями в том числе нефтяными магнатами за игрой в гольф но здесь в Кэмп-Дэвиде он работал много упорно и явно сам определял политическую линию Хрущев потом не раз говорил вот посмотрите на Эйвенхауэра инфаркт был инсульт перенес а от стакана свески не откажется говорит что только укрепляет здоровье поводом этому послужил рассказ Эйвенхауэра в ходе одной из пауз между переговорами о том как с ним случился инфаркт я почувствовал недомогание обычно в конце дня поднимаясь к себе в квартиру начинал со стаканчика виски с содовой чтобы снять напряжение но на этот раз решил воздержаться так как побаливало сердце и сразу лег в постель ночью начался приступ когда я позже рассказал об этом своему врачу тот заметил вот если бы вы выпили привычную порцию то не было бы инфаркта с тех пор от чего-чего а от своей порции виски я не отказываюсь и как видите жив и здоров при этом сам Айк добродушно подсмеивался над своими словами надо сказать что американцы тоже не спускали глаз с Хрущева после обеда например ставя за стола он пожаловался Джону Эйзенхауэру как это обычно делают пожилые люди здоровье уже не то почки болят другие болезни одолевают американцы сразу же взяли это на заметку ЦРУ тщательно собирало данные о здоровье иностранных руководителей посещавших США вплоть до того что тайком брали воду на анализ после ванны и Хрущев разумеется не был исключением по возвращении из Москвы Никсон например сообщил что Хрущев не болеет но гоняет себя нещадно и ему уже не хватает сил которые он когда-то имел 27 сентября в воскресенье Эйзенхауэр стал рано утром и пригласил Хрущева слетать вместе с ним на вертолете в Геттисберг на воскресную службу в Пресвятырианскую церковь Никита Сергеевич отказался советский народ его не поймет пока президент отсутствовал Хрущев разговаривал о сделанном о торговле давайте развивать торговлю говорил он ведь это вам выгодно продавайте нам больше товаров мы их купим если вы предоставите кредиты вам нужны заказы на вашу промышленную продукцию мы сделаем такие заказы но дайте нам кредиты мы честно вернем эти деньги ведь если бы даже нам довелось у черта в долг взять то и ему мы вернули бы этот долг но когда Дилан предложил экспортировать в Россию обувь Хрущев взорвался обувь? ну посмотрите на мои ботинки мы делаем лучшие ботинки в мире нам не надо никаких ботинок Дилан спросил между прочим когда Советский Союз собирается вернуть США долг по Ленд-Лизу 7,6 миллиарда долларов Хрущев взорвался Советский Союз уже оплатил его кровью в борьбе против фашизма 10 часов 30 минут президент вернулся в Кэмп Дэвид он рассказал что священник призывал прихожан молиться за обоих руководителей и за успех их бесед с этим напутствием и сели за стол переговоров в начале вместе с Хрущевым и Эйзенхауэром были их министры а потом только переводчики в порядке разминки Хрущев бросил такую фразу мне кажется странным господин президент что вы человек военный проявляете столь очевидный интерес к миру Эйзенхауэр ответил что у него были веселые моменты во время прошлой войны сейчас война стала ничем иным как борьбой за выживание он не стыдится сказать что боится ядерной войны все должны ее бояться но несмотря на это обнадюживающее начало германский вопрос пребывал в глухом тупике встреча большой четверки которой так добивался Хрущев полностью зависла да и ответный визит Эйзенхауэра в Советский Союз оказался теперь под вопросом час проходил за часом а дело с мертвой точки не сдвигалось Хрущев скоро должен был уезжать в Вашингтон там состоится его пресс-конференция и он объявит на весь мир о провале встречи Эйзенхауэр предложил сделать еще одну приватную прогулку по лесу трудно пожалуй даже невозможно установить все детали их лесного разговора да еще в его последовательности президент признал что положение в Берлине ненормальное он согласился обсудить вопрос о сокращении союзных войск в западном Берлине а также о прекращении враждебной пропаганды и шпионской деятельности против ГДР если Советский Союз снимет свой ультиматум США уговорят Англию и Францию провести встречу четырех держав на высшем уровне Хрущеву такой оборот дел понравился он согласился снять ультиматум в том числе вопрос о немедленном заключении мирного договора с ГДР с соответствующими последствиями для западного Берлина однако при этом сказал что настанет день когда все же придется решать и германский вопрос в целом Эйзенхауэр тут же обещал не теряя времени начать поиск решения этой проблемы которая была бы приемлема для всех сторон поверьте сказал он Америка не имеет намерений навсегда оставаться в Берлине мы не собираемся сохранять там оккупационный режим в течение последующих 50 лет Хрущев предложил провести встречу четырех держав в ноябре или декабре 1959 года после чего в мае или июне 1960 года состоится ответный визит Эйзенхауэра в Советский Союз оба лидера остались довольны этой беседой в общей сложности они провели с глазу на глаз около шести часов 12 часов 15 минут президент вошел в комнату Гертеру и объявил что дело сделано воскресный ланч был полной противоположностью субботнему настроение приподнятое люди оживлены Хрущев достал коробку шоколадных конфет которую ему подарил пианист Ван Клиберн но когда коробка пошла по кругу Меншиков который видимо не понял настроя Хрущева попытался вставить шпильку советский шоколад где лучше Хрущев бросил коротко не переводить после ланча министры взялись за Каменюки и тут дело чуть было не сорвалось Хрущев сказал что не согласится с пунктом об уступке по Берлину Эйзенхауэр тут же взорвался это конец всему я не поеду ни на саммит ни в Россию Хрущев спокойно объяснил что не может публично говорить о каких-либо изменениях в советской позиции пока не расскажет о них своим коллегам в советском руководстве и не получит их одобрение если президент подождет он подтвердит эту позицию из Москвы Эйзенхауэр согласился острота Берлинского кризиса была снята произошел своего рода размен Хрущев снял ультиматум Эйзенхауэр дал согласие на созыв Большой Четверки в каменнике был зафиксирован очень важный может быть даже революционный для тех лет тезис все неурегулированные международные вопросы должны быть решены не путем применения силы а мирными средствами путем переговоров это звучало как отказ от применения политики с позицией силы которую проповедовал бывший госсекретарь Джон Фостер Даллес по разоружению каких-либо конкретных договоренностей не было вопрос этот обсуждался в самом общем плане но состоялся весьма примечательный разговор который показывает что оба лидера понимали необходимость свертывания гонки вооружений которая вела к бессмысленной трате денег как вспоминает Хрущев Эйзенхауэр пожаловался ему наши военачальники приходят ко мне и говорят господин президент нам нужны такие и такие суммы денег на такие и такие программы если мы не получим их то отстанем от Советского Союза я вынужден соглашаться так и не вытаскивают из меня деньги а затем требуют еще и я даю снова а теперь расскажите как это происходит у вас точно так же военные министры из министерства обороны приходят и говорят товарищ Хрущев посмотрите американцы разрабатывают такую-то и такую-то систему мы можем разработать такую-то на это будет стоить столько-то и столько-то а я отвечаю что денег нет они все уже распределены тогда они говорят если вы не найдете денег то в случае войны противник будет иметь преимущество разговор продолжается я сопротивляюсь как могу но в конце концов приходится отдавать военным то что они просят президент сказал мы действительно должны прийти к какому-то соглашению которое остановило бы это бесплодное и разорительное соперничество Хрущев согласно кивал головой 14 часов 10 минут запаздывая и безбожно нарушая тщательно согласованную программу оба руководителя уселись наконец в президентский Линкольн и помчались в Вашингтон пожали друг другу руки на ступеньках Блейрхауза не ведая что это их рукопожатие последнее Хрущев сказал что ждет президента весной я возьму с собой всю семью ответил президент у вас будет так много эйзенхауэров что вы не будете знать что делать с ними Хрущев свое обещание сдержал по его настоянию президиум в Москве срочно рассмотрел предварительные договоренности достигнутые им и Эйзенхауэром по Берлину президента сразу же информировали об этом поэтому уже 28 сентября он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне с Кэмп Дэвиде была достигнута договоренность что переговоры по берлинскому вопросу не должны затягиваться но для них не может быть также никакого установленного ограничения во времени а для Хрущева был специально подготовлен вопрос корреспондента ТАСС суть которого обезоруживающе проста так ли это да ответил Хрущев президент США господин Эйзенхауэр правильно охарактеризовал содержание договоренности достигнутой между нами о Кэмп Дэвиде написано много это был пик недолгой но эффективной политики разрядки Хрущева своего рода рывок в будущее который также внезапно оборвался как и начался главное что ставит в тупик скрупулезных исследователей это аморфность если не полное отсутствие конкретных договоренностей на встрече в Кэмп Дэвиде но их и не могло быть то что происходило в Афиновой хижине напоминало знакомство двух собак на улице которые ходят кругами обнюхивая друг друга и решают любить или драться в данном случае решили любить и договоренность была соответствующей приостановить развитие берлинского кризиса до парижской встречи в верхах начав поиски его постепенного решения Эйзенхауэр в своих мемуарах пишет что Хрущев уехал из Соединенных Штатов поняв что лез наражен в Берлине и почувствовал облегчение когда нашел выход без существенной потери престижа как бы там ни было но берлинский кризис был предотвращен без отказа от каких-либо прав Запада это передержка или самоуспокоение как раз наоборот своим ультиматумом Хрущев намеренно развязал кризис чтобы заставить Запад пойти на уступки и результаты по его мнению налицо он добился фактического признания ГДР это раз согласие на встречу в верхах ему было дано без каких-либо гарантий ее успешного завершения на чем президент раньше настаивал это два в обмен он лишь снял конкретный срок осуществления своего ультиматума а сам ультиматум продолжал висеть когда мокло в меч это три все это так если использовать дипломатические весы которыми специалисты обычно измеряют достижения и потери сторон на переговорах но на них едва ли можно правильно взвесить истинное значение Кэмп Дэвида тут нужна более совершенная аппаратура и комплексная оценка поэтому главный результат Кэмп Дэвида это конечно достигнутый там психологический сдвиг в отношениях двух супер врагов были заложены обычные человеческие основы поведения по сейам и семена доверия если даже они и дали всходы несколько десятилетий спустя пожалуй впервые родилось стремление использовать стол переговоров не для перебранки а для решения острых международных проблем германской разоружения ядерных испытаний Эйзенхауэр может быть и выглядел наивным когда думал что ему удалось убедить этого неотесанного русского лидера в том что США вовсе не хотят не захватить не уничтожить его огромную страну но что-то близкое к этому действительно произошло чтобы потом не говорил Хрущев Америка произвела на него огромное впечатление он сопротивлялся этому впечатлению боролся с собой поездка по США заявил он корреспонденту моих убеждений не изменило обманывал себя Хрущев очень даже изменило он воочию убедился как могут работать свободные люди и как они могут жить он видел их заводы дома поля в душе этого маленького толстяка с бородавкой на носу всегда боролись два человека один непримиримый догматик затвердивший наизусть несколько азбучных постулатов марксизма это он заставлял Хрущева в пылу полемики бросать в оппонентов совершенно неприличное выражение вроде знаменитого мы вас закопаем именно этот толмудист от марксизма заговорил в нем когда позднее в речи перед трудящимися Владивостока вспоминая об отлете из Вашингтона он вдруг рассказал мне было очень приятно слушать гимн нашей Родины и 21 залп из орудий после первого залпа я подумал это Карлу Марксу второй залп Фридриху Энгельсу дальше его величеству рабочему классу трудовому народу и так залп за залпом в честь нашей Родины и ее народов неплохо товарищи неплохо но другой человек живший в нем думал по-иному энергичный прагматик с крепкой крестьянской хваткой он тащил в дом все что видел хорошего это он восхищался американскими станками дорогами домами кукурузой хотя и не без удовольствия как хороший хозяин сразу подмечая недостатки поэтому Никита Сергеевич вернулся в Москву с твердым намерением воплотить все лучшее что увидел в Америке в советскую жизнь нет политической системы упаси бог он менять не собирался и мысли такой в голове не было но вот построить такие же дороги заводы дома он страстно хотел об этом он вслух не распространялся и вообще этого второго человека с крестьянской хваткой можно было услышать очень редко скорее угадать разглядеть в его практических делах а в общем оба сидевших в нем человека и догматик и прагматик были очень довольны поездкой за океан своим открытием Америки и не так все страшно было как казалось и успех налицо много лет спустя Хрущев вспоминал это была колоссальная моральная победа я до сих пор помню как обрадовался когда мой переводчик сказал что Эйзенхауэр назвал меня по-английски my friend проблем проблемы проблемы по возвращении из Америки сразу навалилась масса дел даже дух перевести было некогда из Пекина все отчетливее доносилось глухое недовольство в котором достаточно четко просматривалось обвинение в ревизионизме личные отношения с Мао Цзэдуном у Никиты Сергеевича складывались далеко непросто на них всегда лежала тень Сталина а за ней еще более серьезная проблема кто из них двух Хрущев или Мао является лидером коммунистического мира наследником дела Маркса Ленина Сталина советско-китайские отношения стали быстро ухудшаться с конца 1958 года когда в Китае развернулась кампания за создание народных коммун Пекин хотел в течение 4-5 лет построить в Китае коммунизм это больно било по самолюбию Хрущева в такие сроки построить коммунизм в Советском Союзе ему было явно не под силу он обещал что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме только лет через 20 поэтому перед партийными идеологами встал вопрос как отреагировать на китайскую идею создания народных коммун а в отделе соцстран ЦК которым заведовал тогда Андропов была создана специальная группа для подготовки решения президиума ЦК на сей счет а выбор был небогат идеями можно было ради великой дружбы китайского и советского народов одобрить создание коммун но это означало бы одновременно признание того грустного факта что Китай а не Советский Союз идет впереди планеты всей к построению светлого будущего можно было бы конечно объявить эти коммуны левацким с которым уже боролась наша партия во время коллективизации но это усугубило бы раскол между двумя странами Андроповский отдел решил по части мудрости переплюнуть самого царя Соломона а во имя сохранения стабильности советско-китайских отношений он рекомендовал президиуму временно не акцентировать внимание на народных коммунах то есть и не одобрять и не критиковать однако в Пекине советское молчание восприняли крайне болезненно там явно рассчитывали на поддержку молчание поэтому не получилось между КПСС и КПК начала разворачиваться полемика сначала из-за коммун а потом и американский угол появился Хрущева начали обвинять в послаблении империалистам США поэтому и дня не прошло как измученный американским вояжем Хрущев вылетел в Пекин тем более что и повод был серьезный десятая годовщина победы китайской революции но прием там оказался холодным совсем не таким как в Вашингтоне улицы были пусты не было привычной толпы людей радостно машущих флажками никто не выкрикивал приветственных лозунгов население столицы даже как следует не предупредили о приезде высокого гостя таким манером китайское руководство выразило свое неудовольствие шумный как балаган поездкой Хрущева по Америке в ходе которой произносились неуместные похвалы разрядке и разоружению в то время как отношения Китая и США становились все более и более напряженными к тому же буквально накануне летом этого года Хрущев дал болезненный отлуп ядерным амбициям Китая в одностороннем порядке как раздраженный говорили китайцы он разорвал соглашение о поставке новой техники необходимой для национальной обороны Китая более того отказался передать Китаю образец атомной бомбы и технические данные для ее производства а в ядерных вопросах между Россией и Китаем тогда пролегала пропасть Хрущев считал ядерную войну вселенской катастрофой а для Мао она была лишь очередным необходимым шагом к установлению господства социализма во всем мире на московском совещании представителей коммунистических и рабочих партий в 1957 году китайский лидер вел себя как оракул у него было что-то с ногами и поэтому во время приема в Георгиевском зале Кремля он сидел а вокруг толпились руководители других коммунистических партий любимой темой у Мао была тогда третья мировая война и он постоянно к ней возвращался видимо считая ее абсолютной неизбежностью Неру и я сам говорил Мао сейчас обсуждаем вопрос как много людей исчезнет в атомной войне Неру считает что мы потеряем миллиард с половиной а я говорю миллиард с четвертью Пальмира Тольятти спросил его а что станет с Италией в результате такой войны Мао задумчиво посмотрел на него и холодно ответил а кто вам сказал что Италия должна выжить останется 300 миллионов китайцев их будет достаточно чтобы продолжить человеческий род на земле неудивительно что Хрущев решительно отказался помочь Китаю в производстве ядерного оружия несмотря на то что просил о ней сам Мао Хрущев был тверд хотя Советский Союз к тому времени практически уже построил в Китае завод по производству плутония только лифты осталось поставить как рассказывал Емельянов один из руководителей советской ядерной программы Хрущев обещал только гарантировать Китаю полную поддержку Советского Союза в случае серьезного конфликта США может быть по этой причине ныне встреча Мао и Хрущева была краткой и пустой от прежней сердечности не осталось и следа китайское руководство уклонялось от серьезных переговоров ссылаясь на занятость что ж Хрущев никому в друзья не навязывается через два дня он был уже во Владивостоке а потом в Москве где он с головой окунулся в дела стал одного за другим вызывать министров секретарей обкомов и председателей сонархозов это для него было более привычным чем заниматься дипломатии главной внешнеполитической заботой Хрущева после возвращения из Китая стала подготовка к встрече в верхах он знал что дела в России сами собой не делаются что нужно твердой а порой и жесткой рукой запускать маховик бюрократической машины по его указанию коллегия МИДа уже 9 октября 1959 года приняла решение составить план подготовки материалов к совещанию руководителей СССР США Англии и Франции по трем основным направлениям вопросы касающиеся Германии всеобщее и полное разоружение и прекращение ядерных испытаний европейская безопасность как ни странно за решение германского вопроса Хрущев тогда не беспокоился ему казалось что в Кемп-Дэвиде они с Эйзенхауэром в принципе договорились а детали соглашения были более или менее подготовлены в ходе встречи министров иностранных дел в Женеве довести их до конца считал он большого труда не составит это уже дело экспертов кто будет возражать против такого соглашения рассуждал он на заседании президиума 15 октября англичане Макмиллан да они первое проголосуют за знаю их сложнее будет с Деголем он упрямый своенравен помешался на величие Франции но если копать поглубже то как раз по этой причине он и не заинтересован в усилении и объединении Германии поэтому какие бы фортели не выкидывал Деголь в конце концов он пойдет на договоренность с нами по Германии вместе с Эйженхауэром и Макмилланом по его мнению здесь вырисовывалась чуткая картина будущего саммита на нем ему удастся создать своего рода антигерманскую коалицию которая и уломает строптивого Аденауэра таким образом будет закреплен раздел Германии на два государства одно из которых отойдет к советскому блоку а другое к западу берлинские решения станут промежуточными но по своей сути присутствие запада в этом городе будет признано временным и основой договоренности станет постепенное вытеснение его из западного Берлина правда в отношении разоружения у него такой четкой картины не было встречу в верхах необходимо использовать для продвижения советских предложений это ясно но всеобщее и полное разоружение дело новое в Женеве только еще начнет работу комитет десяти государств по разоружению однако сам факт его создания свидетельствует что выдвинутые им в Нью-Йорке идеи приняты мировым сообществом а вот прекращение испытаний ядерного оружия казалось Хрущеву делом запущенным и запутанным в тот же день 15 октября президиум ЦК по его инициативе обсуждал ситуацию с подготовкой проекта соглашения об их запрещении к предстоящей встрече в верхах было принято решение создать комиссию во главе членом президиума Леонидом Брежневым для разработки системы контроля за прекращением ядерных взрывов выбор оказался не лучшим Брежнев был очень далек от этой проблемы и никогда не проявлял к ней интереса а когда речь шла о контроле то тут надо было проявлять твердость настойчивость и энергию чтобы сломать сопротивление таких ведомств как Минобороны КГБ и Минсредмаш которая занималась атомной промышленностью но как известно этими качествами Леонид Ильич от природы наделен не был он показал себя добрым но недалеким человеком которого больше интересовал футбол или хоккей еще был хорошим анедотчиком и энтузиастом всевозможных застолий бесспорным его достижением пожалуй было умение поддерживать хорошее отношение со всеми перед началом очередного раунда в Женеве 27 октября 1959 года заинтересованные ведомства представили в ЦК записку записку где указывалось что в настоящее время имеются две группы вопросов которые могут стать камнем преткновения на переговорах одна из них это проведение инспекций на местах суть дела в том жаловались министры Центральному комитету что американцы до сих пор не дают ответа на предложение Хрущева о квоте инспекции прикрываясь ссылками на необходимость рассмотрения так называемых новых сейсмических данных однако советские ученые считают что американцы не смогут научно обосновать свои доводы будто число неопознанных явлений которые могут подозреваться как ядерные взрывы примерно в 10 раз больше числа названного Женевским совещанием экспертов в прошлом году вывод который делали министры говорил сам за себя чтобы лишить США возможности затягивать работу Женевских переговоров дать согласие на рассмотрение новых сейсмических данных но это отнюдь не означало что советская делегация предписывалась искать решение возникшей проблемы скорее наоборот она должна была доказать что ее не существует второй нерешенной проблемой указывалось в записке в ЦК был вопрос о комплектовании персонала контрольных постов тут было все просто еще в июле англичане внесли компромиссное предложение о том чтобы треть сотрудников такого поста состояла из граждан СССР другая треть из граждан западных стран а последняя треть из нейтральных и не присоединившихся государств теперь министры рекомендовали принять предложение англичан президиум одобрил эти рекомендации они действительно содержали серьезные подвижки но главную проблему где насмерть стояли Минобороны КГБ и Минсредмаш проблему инспекции эти директивы не решали поручения данные президиумом Брежнев не выполнил очень скоро переговоры наглядно показали это прошло три недели после отъезда Хрущева из Вашингтона американский президент собирался совершить вояж по западноевропейским столицам и рассказать союзникам о беседах с Кэмп Дэвиде он вызвал своего посла в Москве Томпсона и прямо спросил чего же все-таки добивается советский премьер ответ Томпсона человека серьезного и знающего был весьма примечательным Хрущев сказал он на самом деле хочет заключить мирный договор с Восточной Германией так же как страны НАТО сделали это в отношении Западной Германии и не столько для того чтобы создать нам препятствия для доступа в Берлин скорее ему нужно закрепить восточные границы Германии и Польши устранив таким образом источник больших трений в будущем что касается Аденауэра продолжал Томпсон то он вовсе не добивается возвращения восточных земель Германии но кто на самом деле не хочет объединения Германии так это Дегольт Эйзенхауэр заметил что советский премьер говорил ему об этом Думаю многое из того что говорил Хрущев сказал Томпсон было правильным все больше и больше я прихожу к мнению что нельзя достичь быстрого и полного объединения двух частей Германии А что в отношении испытаний Хрущев будет добиваться их всеобщего запрещения потому что его главная цель помешать Китаю и Германии заполучить это оружие возобновление подземных испытаний позволило бы китайцам и немцам в конце концов создать атомную бомбу под конец президент стал расспрашивать посла о замыслах Хрущева относительно всеобщего разоружения как бы размышляя вслух Томпсон ответил Хрущев действительно хочет прогресса в сокращении вооружений в этом он опередил многих своих соотечественников поэтому он столкнется с огромной оппозицией со стороны некоторых своих коллег и отнюдь нет уверенности что сможет довести дело до конца на это Эйзенхауэр пророчески заметил Хрущев не может быть уверен в прочности своего положения как Сталин разумеется он Эйзенхауэр едва ли захочет идти так далеко в разоружении как Хрущев но предположим мы разоружимся во всем кроме ракет и бомб трудно представить что в этих условиях может быть начата какая-либо серьезная война пройдет два года и Советский Союз внесет в Женеве поправку к своим предложениям о всеобщем и полном разоружении она будет предусматривать сохранение ограниченного числа ракет и ядерного оружия как средство сдерживания мысли о разоружении не покидали Айзенхауэра на протяжении всей осени он безжалостно зарубил предложение своих военных по проекту нового бомбардировщика Б-70 через 10 лет заявил он своим генералам ракетные возможности обеих стран будут такими что мы сможем много раз уничтожить друг друга самолеты это оружие прошлого века говорить о них сейчас все равно что предлагать изготовлять луки и стрелы когда уже изобретен порох если дать им волю ворчал президент то они принесут мне на утверждение проект оснащения морского лайнера Куин Элизабет с крыльями длиной в целую милю и мотором такой мощности чтобы поднять эту махину в воздух а тем временем Никита Сергеевич с воодушевлением отдался подготовке ответного визита Эйзенхауэра в Советский Союз специальная комиссия посетила Иркутск и Хабаровск куда собирались повезти президента она наметила широкий фронт подготовительных работ ломали трущобы строили гостиницы особняки благоустраивали города в Иркутске до сих пор стоит прекрасная гостиница Сибирь как памятник этому несостоявшемуся визиту а на берегу Байкала у истока Ангары Эйзенхауэровская дача превращенная позже в санаторий посол Томпсон как-то сказал Хрущеву что в Советском Союзе нет поля для гольфа ему не нужно было напоминать что президент любит эту игру как нет удивился Хрущев тут же под Москвой было построено гольфовое поле на 18 лунок говорят что Хрущев даже брал уроки для того чтобы сыграть несколько лунок с Эйзенхауэром в МИДе была создана специальная группа во главе с заведующим протокольным отделом Никифоровым которая занялась разработкой ритуала встречи и программы пребывания высокого гостя Хрущев явно не хотел оставаться в долгу и хотя сам затыкал уши когда полили пушки во время его встречи на аэродроме под Вашингтоном по его указанию была выработана новая схема церемониала включавшая артиллерийский салют не были забыты и подарки которые начали тогда широко входить в обиход общения советских руководителей с внешним миром список презентов которыми собирались одарить нас американцы рассматривался с особым интересом мадам Хрущевой кожаный дорожный саквояж дочкам по НССРу с косметикой внуку Никите Аджубею управляемая сани Брежневу вазу лучший подарок конечно же самому Никите Сергеевичу прогулочный катер с водометным двигателем ну а остальным пластинки Порги и Бесс Целуй меня Кэт и другие надо было готовить и ответные подарки для американцев вспомнили что на выставке в Нью-Йорке Эйзенхауэр похвалил наш москвич ну что ж методом ручной сборки индивидуально для него был сделан москвич 407 не машина а настоящее произведение искусства наконец 19 января было официально объявлено в результате личной переписки между двумя руководителями достигнута договоренность что визит эйзенхауэра пройдет с 10 по 19 июня 1960 года широко улыбаясь Хрущев сказал Томпсону что президент приглашается посетить любое место в Советском Союзе даже закрытые районы Владивосток и Севастополь и это несмотря на то что президент является военным и потому особо опасной персоной прием будет чрезвычайно дружественным он выразил надежду что эйзенхауэр проведет в Советском Союзе в два раза больше времени чем он Хрущев США и конечно же президент должен привести с собой внуков однако сын эйзенхауэра Джон твердо заявил что не хочет портить детей создавая вокруг них шумиху в печати и вовлекать их в политические игры президенту пришлось написать Хрущеву что ему не удастся взять внуков в семье произойдет настоящий бунт если он оставит дома хоть одного а взять всех не представляется возможным он сможет провести в Советском Союзе не более 10 дней так как Конгресс все еще будет заседать даже программу удалось согласовать той осенью 10 июня 1960 года по прибытии в Москву состоится официальный обед в Кремле на следующий день Эйзенхауэр посетит Пушкинский музей ВДНХ Бактистскую церковь и Большой театр потом будет семейный обед на даче у Хрущевых поездка в Ленинград осмотр Эрмитажа и 15-минутное выступление по радио и телевидению В Киеве президент возложит венок на могилу неизвестного солдата произнесет еще одну речь на телевидении и поприсутствует на концерте По возвращению в Москву ему вручат в университете почетный диплом доктора наук Он посетит художественную выставку даст обед в честь Хрущева в Спасохаузе и 30 минут будет выступать по телевидению После всего этого он полетит в Иркутск и совершит путешествие на пароходе по Ангаре 19 июня вылетит в Токио Эйвенхауэр просил Хрущева разрешить ему пользоваться личным самолетом для перелета в Советском Союзе Советский премьер ответил Томпсону что это поставит его в трудное положение перед военными они опасаются что на самолете будут установлены секретные устройства для фотографирования советской территории но некоторое время спустя Хрущев написал Эйвенхауэру что ему удалось убедить военных дать согласие на использование американского самолета президент ответил я очень благодарен за ваши усилия исполнить мою просьбу а тем временем на базе ВВС Эндрюс с согласия Эйвенхауэра его самолет ВВС-1 оснащался разведывательной аппаратурой на крылья и фюзеляж приклепывались и приваривались камеры с высоко разрешающей оптикой ЦРУ рассчитывало что полет президента будет происходить над мостами железными шоссейными дорогами и другими интересующими Соединенные Штаты объектами на высоте в два раза ниже чем летает У-2 Фотографии сделанные с такой высоты будут куда тетче Были встроены приспособления которые могли тайно включать и выключать эти камеры Специальный помощник директора ЦРУ Ричард Биссел который руководил Центром по проведению аэроразведки против СССР позднее расскажет что президент занял такую позицию Хорошо если вы незаметно установите оборудование на мой самолет и получите то что вы хотите Но я думаю он был против того чтобы как-либо менять проложенный советскими навигаторами маршрут полета Эйзенхауэр явно не хотел чтобы кто-то мог подумать что его путешествие имело какое-нибудь отношение к разведывательным целям Вот в такие игры играют во время визитов на высшем уровне Противостояние Очередной раунд переговоров по запрещению испытаний ядерного оружия начался 27 октября как обычно в 9 зале Женевского Дворца Наций Американцы не подозревали о миссии Брежнева и тех сдвигах которые происходят в советской позиции Поэтому прослушав обычное составленное в жестких тонах заявление представителя СССР при Европейском отделении ООН Семена Царапкина они решили что и на этот раз он приехал в Женеву с пустыми руками Раз так заявил Уотсворт США начинают одностороннее изложение новых сейсмических данных Царапкин знал о новых директивах что внесены в ЦК но у него не было информации утверждены они президиумом или нет поэтому решил подстраховаться он ответил в своей любимой ругательной манере заявление американского представителя создает тупик на переговорах и возможно таит в себе угрозу их срыва это был конечно перебор 3 ноября Царапкину пришло грозное указание дать немедленно согласие на рассмотрение новых сейсмических данных США Семен Константинович немедленно потребовал созыва заседания и к немалому изумлению Отсворта и Райта заявил мы готовы но начать переговоры экспертов оказалось непросто как всегда возникла тяжба из-за мандата переговоров американцы жаловался Царапкин в Москву хотят сразу предопределить в нем что выводы Женевского совещания экспертов безнадежно устарели все это вызывало раздражение у Хрущева он твердо взял курс на заключение договора о запрещении ядерных испытаний на встрече в верхах поэтому всякое копание в мелочах казалось ему ненужной тратой времени или просто саботажем опять Царапкин царапается по мелочам ругал он громыко 11 ноября в Женеву пошел втык учтите телеграфировал министр мы не заинтересованы в затяжных переговорах о созыве совещания экспертов однако в Женеве как назло дела не шли дипломаты цеплялись за слова и в их бесконечных перепалках как бы сама собой растворялась суть дела в эти трудные дни к Царапкину на белую виллу приехал английский посол сэр Майкл Райт поговорить по душам сэр Майкл был невысокого роста худой и очень подвижный человек с рыжеватыми волосами обладающий острым умом и язвительным языком за это Царапкин его недолюбливал предпочитая вести дела с грубым но простым американцем однако Англия в то время активно выступала посредником пытаясь находить выходы самых глухих тупиков с которые порой заводили их непримиримые позиции Царапкина и Уотсворта эту роль Райт играл блестяще и по этой причине с ним приходилось общаться Семен Константинович велел подать бутылку армянского коньяку хотя было всего десять часов утра сэр Майкл заметил что в эту пору он обычно выпивает чашечку чая с молоком Царапкин по этому поводу надулся но обычаю своему тоже не изменил может быть и ты скажешь что с утра не пьешь цикнул он на своего переводчика и оба они рюмку за рюмкой стали поглощать коньяк от этого Семен Константинович еще больше наливался обидой и демонстративно молчал с полуха слушая что говорил ему английский дипломат а Майкл Райт явно довольный что ему не мешают высказывал между тем весьма интересные мысли выходом из создавшегося тупика по его мнению может стать все объемы подземлющий договор о запрещении всех испытаний ядерного оружия то есть в атмосфере под землей под водой и на больших высотах с установлением таких видов контроля и инспекций о которых удастся договориться на Женевском совещании при этой схеме соглашения о запрещении подземных испытаний будет считаться условным на протяжении двух-трех лет в течение этого срока ученые США СССР и Англии проведут дополнительные исследования для устранения технических трудностей а также совместные испытания если эти испытания подтвердят выводы Женевского совещания экспертов или будет достигнута договоренность об усилении их эффективности то условность заменяется прекращением испытаний навечно в противном случае СССР США и Англия будут свободны проводить подземные испытания высказав все это сэр Майкл улыбнулся довольный собой и доверительно сообщил что говорит в сугубо неофициальном качестве но высказанные им соображения просят рассматривать как весьма серьезные предложения которые выдвигаются на рассмотрение Советского Союза американцам известно об этих предложениях однако он просит не разглашать их Царапкин презрительно буркнул что советскую дипломатию на такой мекине не проведешь однако переводчик тщательно все записал в Москву об этой беседе Семен Константинович сообщать не хотел на англичанина все еще был в обиде и считал что ничего серьезного в его словах нет так одну лишь пыль в глаза пускает но к вечеру отошел и совместными усилиями удалось его убедить что телеграмму о предложении Райта послать в Москву все-таки стоит Никита Сергеевич сам читать не любил видимо глаза побаливали от постоянного напряжения пусть мои глаза отдохнут говорил он своим сотрудникам а ваши поработают поэтому весь ворох поступающих ему на стол бумаг газеты документы записки речи а среди них и шифровки от послов читали ему помощники а если дома то и члены семьи он слушал и обычно тут же давал указания на телеграмму царапкина он клюнул как щука на хорошую блесну вот она развязка он тут же позвонил громыко Андрей англичанин этот в Женеве дело говорит договор теперь можно сказать у нас в кармане надо срочно подготовить записку в ЦК с оценкой положения на переговорах и с предложениями о нашей позиции через несколько минут в комнату 1001 поступило указание завтра к часу дня представить проект три разоруженца из славной референтуры среди них Алдошин и Шевченко работали всю ночь в основу как приказано были положены соображения высказанные Райтом конкретно МИД предлагал если на совещании экспертов договориться не удастся и вопрос о контроле за подземными взрывами станет препятствием к договоренности можно согласиться с предложением Райта Советский Союз готов запретить все ядерные испытания под землей под водой в атмосфере и на больших высотах с установлением таких видов контроля и инспекции о которых удастся договориться в отношении подземных испытаний считать этот запрет условным в течение 4-5 лет можно согласиться и на 2-3 года в течение этого срока могут проводиться совместные исследования в том числе если необходимо то и ядерные испытания 20 ноября президиум практически без обсуждения утвердил эти директивы путь к договору был открыт в отношении числа инспекций единственного нерешенного вопроса Хрущев заявил я сам сумею договориться с Эйзенхауэром и Макмилланом куда лучше чем эти неповоротливые дипломаты которые только и умеют ругать друг друга да клянчить указания тем временем в Женеве продолжался бесконечный спор можно ли и с какой точностью отличить ядерные взрывы от небольших землетрясений которые сотнями происходят каждый день на земном шаре в одном только Советском Союзе ежемесячно случается от тысячи до полутора тысяч таких явлений и спорили на эти темы не безграмотные дипломаты а лучшие сейсмологи и геофизики мира Ганс Бетте Альберт Леттер Франк Пресс Карл Ромни Михаил Садовский Иван Пасечник Александр Устюменко Владимир Кейлис-Борок и Владимир Резниченко все признавали что проблемы тут есть но насколько они серьезны чтобы отказаться из-за них от запрещения ядерных взрывов нужно ли срываться с места и ехать проверять любой подземный полчок скажем в Лос-Анджелесе где ядерных испытаний просто быть не может и не лучше ли дать право инспекторам внезапно нагрянуть в любое место где действительно может проводиться ядерный взрыв сама угроза быть схваченным за руку должна остановить потенциального нарушителя а тут еще теория декаплинга или большой норы злые гении ядерных испытаний Теллер и Леттер рассчитали причем математически точно что проведение ядерного взрыва в огромной пещере ослабит силу сейсмической волны примерно в 300 раз иными словами взрыв бомбы мощностью в одну мегатонну даст сигнал как от взрыва 5-килотонного заряда но маленькие взрывы в таких больших пещерах вообще останутся незамеченными 18 декабря 1959 года рабочая группа экспертов завершила свою работу так и не сумев ни о чем договориться в Москву пошел доклад с которым сообщалось что эксперты приняли согласованное заключение относительно улучшения методов и аппаратуры для обнаружения подземных взрывов однако из-за позиций американцев они не смогли договориться по главному вопросу о критериях для посылки инспекции предложенные ими критерии позволяют инспектировать все землетрясения ниже мощности в 10-20 килотонн а таких землетрясений происходит несколько тысяч в год в общем переговоры экспертов зашли в тупик дипломаты печать забили тревогу а Никита Сергеевич был спокоен у него в кармане лежала старая еще апрельская решение президиума которое разрешало ему заключить договор и без подземных испытаний это был его козырный туз который он мог выложить на стул во время встречи в верхах если почему-либо не сработает компромисс райта но подвох ждал Хрущева совсем с другой стороны в Кэмп-Дэвиде он и Эйзенхауэр говорили о встрече большой четверки в ноябре или декабре Макмиллан был согласен капризничал Деголь его не покидали старые подозрения что англосаксы опять обделят Францию пойдут на сделку с Советским Союзом да еще в таком болезненном деле для всех в Европе как будущее Германии Сама встреча руководителей СССР США Англии и Франции вызывала у него подозрения от нее веяло духом Ялты сможет ли Франция занять там достойное место когда страна до сих пор гудит после неизбежного но бесславного ухода из Алжира и сможет ли безъядерная страна говорить на равных с тремя ядерными державами поэтому Деголь решительно вел курс на то чтобы отложить саммит по крайней мере до середины 1960 года к этому времени он рассчитывал создать собственную атомную бомбу и прийти навстречу верхах равноправным партнером вот только испытание ее откладывалось с месяца на месяц когда в сентябре Эйзенхауэр посетил Париж и информировал Деголя о результатах своих переговоров с Хрущевым в Кемп-Дэвиде французский президент без обиняков заявил ему что Франция должна иметь атомную бомбу без этого она навстречу в верхах не поедет интересы безопасности Франции для него Деголя прежде всего высокий прямой и натянутый как струна он был величественным и даже надменным настоящим королем Франции о себе говорил обычно в третьем лице президент Франции считает герой второй мировой войны поднявший страну из руин он превыше всего ставил величие Франции и сам как бы воплощал это величие из всех лидеров того времени он был пожалуй самый трудный собеседник умный полный сарказма и недоверия поэтому Эйвенхауэра он сразу же без дипломатических расшаркиваний поставил перед весьма щекотливым вопросом кто даст гарантии что Америка начнет ядерную войну ради защиты Франции или Европы если американцы столь пекутся о своих союзниках то почему бы им не помочь Франции в создании собственного ядерного оружия на это Эйвенхауэр сухо ответил что закон Макмагона запрещает передачу информации о ядерном оружии другим странам подумаешь закон Макмагона саркастически парировал Деголь я изменил конституцию Франции когда обнаружил что она непрактична вы говорите что мне будет опасно узнать нечто такое что знают уже тысячи советских капралов я этого не могу принять Франция сохраняет стремление к величию мы не англичане потерявшие вкус к совершенству но что бы ни говорил Деголь свою бомбу он не мог испытать до февраля она просто не была готова поэтому в конце октября Елисейский дворец объявил что большая четверка сможет собраться не ранее весны 1960 года раздосадованный Эйзенхауэр предложил западной тройке срочно встретиться чтобы приблизить дату саммита но Деголь ответил что не сможет участвовать в такой встрече до середины декабря а это означало что саммит с Хрущевым состоится лишь весной не раньше Эйзенхауэр сказал государственному секретарю Гертеру что устал от всей этой тягомотины другие государства все время переназначают дату встречи как им удобно Томпсону в Москву пошла телеграмма с указанием объяснить Хрущеву что Эйзенхауэр пытался собрать высших руководителей с западной стороны чтобы выработать нечто конструктивное но это требует времени Хрущев должен знать что мы так же как он заинтересованы в проталкивании решений способных устранить причины напряженности и тот факт что он не может видеть пока результатов не означает что мы потеряли интерес скорее это говорит о больших трудностях ну что деголь выиграл после долгой переписки западные руководители в декабре 1959 года официально пригласили Хрущева на встречу большой четверки 16 мая 1960 года они согласились с предложением деголя провести ее в Елисейском дворце в Париже однако с момента Кэмп Дэвида прошло три месяца и в политической жизни Советского Союза многое изменилось в лабиринтах Кремля и Белого дома с канун нового 1960 года в Кремле был устроен бал в последние годы Хрущев установил традицию встречать Новый год не дома в кругу семьи а в Кремлевском дворце съездов здесь собирались члены президиума и ответственные работники ЦК совета министров военачальники дипломаты артисты в общем советская элита в углу зала на возвышении стояла большая ярко украшенная елка прием проходил пышно с обилием тостов танцами только далеко за полночь гости разъезжались по домам догуливать в кругу близких около двух часов ночи когда еще гремела музыка и кружились пары Хрущев пригласил посла Томпсона с женой в небольшую комнату обставленную в стиле советского модерна там был даже небольшой фонтан выложенный разноцветным пластиком в комнату проскользнули также некоторые члены президиума ЦК Никита Сергеевич решительно настаивал что надо выпить выпить еще тем более повод для этого есть он еще раньше хотел пригласить всю семью Томпсонов завтра на дачу справлять новый год но тогда Нина Петровна болела потом стал тепло вспоминать Эйзенхауэра если бы его избрали на следующий срок мы бы с ним смогли решить все проблемы как обычно страстные призывы к миру перемежались у Хрущева с воинственными заявлениями он сказал что у СССР есть 50 ядерных бомб чтобы уничтожить Англию и по 30 бомб для Франции и Западной Германии а сколько же у вас припасено для нас поинтересовался Джейн Томпсон это секрет отшутился Хрущев Томпсон предложил тост за Парижский саммит Хрущев ответил что на нем должна быть достигнута договоренность если конечно Запад не хочет чтобы он подписал мирный договор с Восточной Германией и не закрыл доступ в Западный Берлин Томпсон счел эти слова не возобновлением ультиматума а скорее демонстрацией твердости в присутствии соратников Хрущева этой осенью и зимой отношение к американцам стало меняться коренным образом как-то неожиданно из заклятых врагов они стали превращаться в заклятых друзей без Америки не обходится ни одна речь Хрущева Американец герой почти каждого анекдота и даже главная цель построения коммунизма недостижима пока Советский Союз не обгонит США поэтому новогоднее обещание пригласить всю семью Томпсонов в гости на дачу вовсе не было новогодней шуткой подвыпившего советского премьера в пятницу вечером черные лимузины пронеслись по Успенскому шоссе и неподалеку от совхоза Горки-2 свернули на девятую дачу один из самых охраняемых объектов знаменитой девятки КГБ из машин высыпали многочисленные семейства посла Томпсона и советника Бориса Клоссона Они с удивлением рассматривали большой двухэтажный особняк в сосновом бару над заснеженной Москвой рекой Все вокруг было белым и сам дом и покрытые пушистым снегом темные ели и замерзшая река Дом этот имел свою историю о которой не принято было говорить вслух Его построили еще в конце двадцатых годов для председателя совета народных комиссаров СССР Рыкова Потом в нем долго жил Молотов А утром того дня у крыльца их встретил новый хозяин улыбающийся и краснощеки из мороза Никита Сергеевич Хрущев Он был в полушубке в валенках и шапке ушанки с опущенными ушами Широким жестом пригласил гостей кататься на лошадях Расселись по машинам Хрущев с шестилетней Шерри Томпсон на коленях и отправились на ипподром находящийся тут же неподалеку на Успенском шоссе Детишек и мальчиков и девочек усадили на арабских скакунов Только внук Хрущева маленький Никита решительно отказался Не обращайте внимания сказал Никита Сергеевич Он у нас интеллигент собирается быть первым философом в семье А вечером обедали в огромной мрачной столовой Ее стены как и во всех дачах построенных в сталинское время были обшиты до потолка дубовыми панелями В простенках с портретов на гостей строго смотрели Маркс Энгельс и Ленин Портрет Сталина убрали Но проплешина на его месте напоминала о многом Вдоль стен стояли огромные неуклюжие диваны из черной кожи Только с одной стороны они уступили место камину который не зажигали по причинам пожарной безопасности А посредине стоял огромный стол человек на 30-40 Помимо американцев в гости к Хрущеву в этот вечер приехали член Президиума фаворит Хрущева Фрол Козлов Анастас Микоян Андрей Громыко и Алексей Аджубей все с женами Стол как всегда ломился от закусок но меню было чисто русским уха из стерляди жареная осетрина и перепелки Детям очень скоро надоело это ритуальное застолье они с шумом бегали по комнатам залезали на диваны и юркали под столом две девочки Томпсонов три мальчика Клоссонов и три внука Хрущева строгие нянечки от КГБ в белых накрахмаленных наколках едва успевали следить за ними а в это время зять Хрущева Аджубей поставил пластинку и патефон загромыхал джазом Хрущев недовольно поморщился нельзя ли выключить эту штуку он объявил что по указанию врачей будет пить не водку а белое вино при этом хитро улыбался все русские которые говорят по-английски предложил он пусть произносят тосты на английском языке а все американцы которые могут говорить по-русски пусть произносят свои тосты на русском началось оживленное застолье Хрущев рассказывал леденящие душу истории про сталинский произвол перемежая их практическими советами из собственного опыта по части выращивания кукурузы в дачных условиях когда Микоян и произнес свою знаменитую фразу если бы сейчас Сталин мог видеть нас здесь вместе с американским послом он перевернулся бы в гробу но оказалось что недоволен был и фрол Романович Козлов он был уже пьян и увидел что Борис Клоссон только пригубил и поставил на стол рюмку с водкой крикнул «В России мы пьем так» и опрокинул пустую рюмку на свою седую голову «Пусто» Хрущев знаком приказал ему молчать Клоссон обратился к Хрущеву по-русски «Господин председатель есть что-то особенное в русском языке мне трудно выразить суть несколькими словами» Хрущев стукнул кулаком по столу и расхохотался «Ну как раз это я и объясняю моим людям они считают что я говорю слишком много слушайте теперь что говорят американцы» потом предложил спеть кто-то подхватил пусть начнут дети хрущевские внуки стали кучкой и пропели звонкими голосами весна весна на улице весенние деньки как птицы заливаются трамвайные звонки неожиданно Дженни и Шерри Томпсон ответили песенкой «Я люблю водку я люблю водку пей ее пей ее пей вместе с мартини вместе с мартини пей ее пей ее пей 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 выпивай напивайся пей пей выпивай напивайся наступила тишина потом Хрущев расхохотался все последовали его примеру долго еще поздней ночью охранники катали санки с детьми по заснеженным дорожкам в гостевом домике Томпсон делал заметки о событиях прошедшего дня и прятал их в карманы пижамы зимой 1959 1960 годов Россия выглядела удовлетворенной и счастливой писал Александр Верт один из ведущих американских советологов что ж может быть так оно и выглядело на поверхности действительно бушевала эйфория ни одного советского руководителя после Сталина не расхваливали как Хрущева на глазах у изумленной публики на обломках культа личности Сталина вырастал новый культик советская печать радио и телевидение старались переплюнуть друг друга воспевая успех визита в США 12 наиболее бойких журналистов и писателей главный редактор известий и зять Хрущева от Джубей главный редактор правды Сатюков заведующая отделом агитации и пропаганды ЦК Ильичев поэт Грибачев и другие быстро соорудили 700 страничную книгу Бестселлер Лицом к лицу с Америкой В кинотеатрах по всей стране показывали два фильма в одном рассказывалось как простой мальчишка сын Шахтера стал одним из самых могущественных лидеров мира в другом изображалось триумфальное шествие Хрущева по Америке в котором Эйзенхауэр выглядел как никчемное приложение Хрущев видел все это слышал и ему это нравилось но так было на поверхности а в глубине страну терзали серьезные противоречия где-то и в чем-то они были отражением борьбы тех двух непримиримых людей правоверного марксиста и убежденного прагматика которые существовали внутри самого Хрущева перед страной стояли явно нестыкующиеся цели улучшить отношения с Америкой и в то же время неуклонно проводить ленинский курс на победу социализма во всем мире или радикально сократить вооруженные силы и военные расходы но так чтобы не обидеть военных укреплять все власти КПСС но без сталинских репрессий расширять демократию но не меняя советского строя и не ущемляя прерогатив КГБ список этот можно продолжить и все это не просто теоретические неувязки осенью грянул первый гром в городе Тымиртау в Казахстане в палаточном городке где жило около трех тысяч молодых строителей начались беспорядки рабочие выражали недовольство плохими жилищными условиями и низкой заработной платой на их подавление были брошены войска и в столкновении погибло несколько десятков человек узнав о трагедии в Тымиртау Хрущев расстроился но вывод был сделан в чисто хрущевском духе обещанную на двадцатом съезде демократию вводить пока рано сначала надо добиться ощутимого роста народного благосостояния и только потом можно отпускать вожжи иначе можно вызвать неконтролируемый взрыв недовольства но где взять деньги на развитие экономики в поисках ответа на этот вопрос поздней осенью зимой 1959 года за кремлевскими стенами развернулось одно из главных но невидимых простому глазу сражений и хотя решалась судьба страны в нем участвовала лишь узкая группа самых приближенных к Хрущеву лиц и велось оно чисто в кремлевском стиле под ковром так чтобы никто ничего не узнал и не услышал Хрущев по одному максимум по двое приглашал военных и партийных деятелей и часами не советовался а наставлял их в своем кремлевском кабинете или бродя по дорожкам на даче в горках ленинских внешне все это напоминало не совещание а заговор да так оно и было Хрущев свято верил в силу и могущество советской системы она мнилась ему подобием мощного автомобиля куда повернет руль водитель партия туда он и поедет скажем а решила партия провести индустриализацию так какой вопрос товарищи один поворот руля и в течение пятилетки отсталая аграрная Россия становится мировой индустриальной державой так и с коллективизацией сельского хозяйства повернули руль в другую сторону и вместо маленьких индивидуальных хозяйств по всей стране появились гигантские колхозы и совхозы над Россией нависла угроза фашистской агрессии и что же Сталин разворачивает экономику на создание тяжелой и оборонной промышленности это позволило одолеть самого грозного врага за всю историю когда другие государства и в их числе гордая Франция упали перед ним на колени кончилась война и новый поворот все силы брошены на восстановление страны из разрухи в считанные годы из руины пепла буквально на глазах вновь поднялись города и села фабрики и заводы вот и теперь надо бросить все средства все ресурсы на повышение народного благосостояния на производство товаров народного потребления как Сталин в свое время бросил все силы и средства на создание оборонной промышленности а конечно Хрущев понимал что просто так ниоткуда деньги и средства не берутся даже при чудотворной советской системе те же индустриализация и коллективизация были проведены за счет ликвидации мелкого собственника и производителя а военная промышленность это многие миллионы человеческих жертв разрушенных судеб а как отнесутся к новому повороту руля военные готова ли к этому партия и советское руководство ведь оборонка тяжелая промышленность космос десятилетиями были священными коровами на которые никому не позволялось поднимать руку первыми кого начал обрабатывать Хрущев были военные времена изменились убеждал он не числом солдат с ружьями а огневой мощью и средствами доставки определяется теперь обороноспособность необходимо поэтому укреплять и совершенствовать ракетно-ядерный щит страны а военная авиация и флот утратили прежнее значение их нужно постепенно сокращать и заменять ракетами а можно безболезненно пойти на значительное сокращение обычных вооруженных сил развивал свои мысли Хрущев угроза войны после моей поездки в США значительно снизилась однако результат такой обработки оказался обескураживающим военные были категорически против хотя вели себя лояльно и даже подобострастно и в том числе министр обороны Малиновский на которого Никита Сергеевич возлагал особые надежды их контраргументы звучали весомо как выстрелы из тяжелых орудий а что станется с безопасностью страны в условиях когда империализм нагнетает напряженность и собирает силы для военного наступления против социализма мы не можем сократить армию ни на одного человека ни на один танк ни на один бомбардировщик потому что американцы опережают нас посредством доставки а угрозу нападения можно ожидать со всех сторон ведь они окружили нас своими базами фактически мы одни даже на социалистические страны положиться не можем какие они союзники весь соцлагерь развалится как только уйдут наши войска никита сергеевич подумайте о людях в погонах это же миллионы которых нужно будет обеспечить жильем устроить на работу приобщить к жизни на гражданке у нас могут возникнуть большие внутренние трудности а как быть с оборонной промышленностью ее ведь придется сворачивать а это опять судьбы миллионов людей но больше всего Хрущева выводили из себя доводы об ужасах которые ждут военных после демобилизации я забочусь о людях а не вы кричал он им нужно масло а не пушки до чего мы довели Россию она же самая богатая страна в мире а вынуждена догонять паршивую Европу и Америку а попробуй догнать их когда на ногах висят пудовые гири вашей оборонки и не пудрите мне мозги о трудностях демобилизации дважды за последнее десятилетие мы проводили куда более крупные сокращения и что кто-нибудь роптал ничего подобного люди были довольны потому что стране нужны рабочие руки живший в Хрущеве крестьянин прагматик был очень упрямый человек в Москву из Америки он вернулся с твердым намерением с холодной войной надо кончать напряженность в отношениях с Америкой вредна с ней надо не враждовать а сотрудничать торговать это поможет отечественному экономическому развитию задавленному милитаризированной промышленностью и гонкой вооружений лишний жарок у военных необходимо срезать нам нужны не горы оружия а ядерное сдерживание оно позволит сократить военные расходы которые каменной глыбой лежат на пути к переходу экономики на рельсы материальной заинтересованности а в разгар этих страстей зять Аджубей не без намека рассказал ему ходивший тогда по Москве анекдот а в дальний рейс назначили помощником капитана молодого выпускника мореходного училища через неделю он вызывает ботсмана и спрашивает слушай скажи мне честно как вы тут без женщин обходитесь ботсман говорит никаких проблем сейчас пригласим повара помощник поморщился нет это не для меня проходит три месяца помощник снова вызывает ботсмана ладно зови повара через несколько минут появляется повар которого держат под руки два здоровенных матроса а они зачем спрашивает помощник как зачем наш повар не любит когда его хрущев сразу смекнул а значит ты хочешь чтобы ко мне военных привели как того повара встал и говорил и говорил горькие слова своему хозяину не потому что предал его а искренне предупреждая о грозящей беде но хрущев это воспринял по-другому а подобострастный суслов долго слушал потом пустился в туманное рассуждение об опасности отхода от святых канонов марксизма ленинизма хрущев понял что на него положиться нельзя равно как на козлова кусинена и других в общем не без труда ему удалось сколотить большинство в президиуме ЦК на поддержку которого он мог рассчитывать хотя и ненадолго вот в таких муках рождалось решение о сокращении вооруженных сил Советского Союза на 1 миллион 200 тысяч человек повара привели таки к Хрущеву два здоровенных матроса КГБ и партия заместитель министра иностранных дел Зорин рассказывал о той перепалке которая возникла на президиуме когда рассматривался вопрос об этом сокращении начальник генералного штаба маршал Соколовский был против Четко по-военному доложил сокращение обескровит вооруженные силы они утратят свое нынешнее могущество и способность удержать любого противника который захотел бы покуситься на интересы Советского Союза ему страстно возражал Хрущев у нас есть ядерный щит мы впереди всех в создании ракетного щита наши ракеты самые лучшие в мире американцы уже обосрались а догнать нас не могут зачем нам третий щит огромные армии сконцентрированные в Европе это старый хлам металлолом который пудовыми гирями висит на шее народа отвлекая миллионы рабочих рук от созидательного труда вы все хотите воевать по старинке кричал Хрущев готовитесь к прошлой войне а не к будущей это раньше государство старались держать армии поближе к границам чтобы в нужный момент выстроить живую изгородь из солдат и пушек поэтому тот кто хотел начать войну должен был напасть на войска стоящие у границы так раньше начиналась война теперь война начнется в тылу враждующих стран государства имеют средства доставки оружия на тысячи километров поэтому не будет ни одной столицы ни одного крупного промышленного центра ни одного стратегического района который не подвергнутся нападению в первые же минуты войны на вопрос какую экономию даст это сокращение Никита Сергеевич с гордостью сообщил 16-17 миллиардов рублей ежегодно спорить с Хрущевым на президиуме никто не стал Малиновский хотя и сдержанно но поддержал его мы сделали расчеты предлагаемое сокращение не нарушит интересов безопасности Советского Союза Суслов молчал остальные в разнобой и без энтузиазма согласились решение было принято но как нередко бывало настоящее сражение произошло в предбаннике так на начальственном жаргоне называлась большая комната с круглым столом которая соседствовала с президиумом там собирались все приглашенные на заседание назначен например сбор на 11 часов все приходят к 11 хотя вопросов в повестке дня больше сотни правда вопросы зачастую смежные и в их обсуждении нередко принимали участие одни и те же лица поэтому в предбаннике собиралось обычно несколько десятков человек это был своеобразный клуб деловых людей где руководители министерства и ведомства часами ожидая своей очереди в неофициальном порядке обменивались новостями заключали сделки договаривались о совместной линии поведения трудно представить как могла функционировать советская система если бы не эти еженедельные многочестновые посиделки не было лучше места где так просто решались межведомственные тяжбы или сложные проблемы так вот настоящее демократическое обсуждение без оглядки на высокое начальство произошло в предбаннике военные говорили резко прямо после войны когда американцы создали атомную бомбу нам пришлось решать как быть тогда Сталин не раз собирал полетбюро и оно пришло к выводу нет другого выхода кроме как создать в Европе мощный бронетанковый кулак который навис бы над Европой да американцы могли нанести нам тяжелый урон сбросив атомные бомбы а мы уничтожили бы Европу но по сути дела мы сделали европейцев заложниками своей безопасности пусть они удерживают США от ядерной агрессии против Советского Союза маршал Гречко высокий стройный с грубым голосом резко бросал тяжелые как глыбы слова на пятый шестой день после начала войны советские войска форсируют Рейн на двенадцатый день согласно диспозиции они овладеют Парижем и достигнут Ла-Манша затем перевалят Пиренеи и остановятся только у Антлантики 14 января 1960 года улыбающийся Хрущев вновь появился на трибуне Верховного Совета в Свердловском зале Кремля на этот раз он сообщил ко всему привыкшим депутатам что закончившийся год войдет в историю как первый год строительства коммунистического общества в нашей стране но это откровение было даже для них столь неожиданным что полагавшиеся по этому случаю аплодисменты не последовали далее Хрущев сообщил что государственные функции все больше будут выполнять общественные организации поэтому совет министра и ЦК КПСС решили упразднить Министерство внутренних дел СССР и передать все его дела республиканским и местным органам власти и наконец главное Хрущев объявил о сокращении вооруженных сил СССР на одну треть В течение одного максимум двух лет из армии уйдет 1 миллион 200 тысяч человек соответственно должны быть сокращены и вооружения Если вчера численность войск составляла 3 миллиона 623 тысячи то теперь у нас будет 2 миллиона 423 тысячи солдат и офицеров Меньше чем после окончания Второй мировой войны когда к 1948 году Советский Союз завершил масштабную демобилизацию войск А в результате визита в Америку объяснял Никита Сергеевич тучи холодной войны стали рассеиваться В соотношении сил между социалистическими и капиталистическими странами произошел коренной сдвиг Он сам видел как в США происходит ломка складывавшихся годами костных представлений о характере и перспективах отношений между Востоком и Западом Разумеется опасность войны еще существует Разделав под орех Аденауэра и реваншистов он предупредил Если бы реваншистская гадина захотела вылезти за пределы своих границ она была бы раздавлена на своей территории В ядерный век развивал свои новые идеи Хрущев утрачивают свое прежнее значение огромная постоянная армия надводный флот и бомбардировщики Советские ракеты настолько точны что могут поразить муху в космосе Ракета дешевле чем миллион солдат А сэкономленные средства от вооруженных сил позволят построить квартиры для трудящихся дать им телевизоры холодильники стиральные машины Военная авиация почти вся заменяется ракетной техникой Мы сейчас резко сократили и видимо пойдем на дальнейшее сокращение и даже прекращение производства бомбардировщиков и другой устаревшей техники В военно-морском флоте большое значение приобретает подводный флот а надводные корабли уже не могут играть прежние роли Правительство и ЦК заявил Хрущев на этом не остановятся Они продумывают вопрос как перейти в будущем на территориальную систему строительства вооруженных сил Возможно это будет повторением того что было сделано Лениным еще в первые годы советской власти Разумеется аплодисментов была целая буря Верховный Совет как всегда единодушно принял предложенный Хрущевым закон о сокращении войск Но из военных присутствующих в Кремле его поддержали только командующий советскими войсками в ГДР маршал Захаров и министр обороны Малиновский Хотя поддержка Малиновского была скорее формальной нежели по сути Воздав хвалу ракетным силам он подчеркнул что войну нельзя выиграть каким-либо одним видом оружия нужны объединенные усилия всех родов войск поэтому в наших вооруженных силах они поддерживаются на необходимом уровне и в соответствующих пропорциях вот и гадай после этого согласен Малиновский с Хрущевым или нет а начальник генерального штаба Соколовский и командующий объединенными вооруженными силами Варшавского договора Конев красноречиво промолчали на сессии позднее оба будут смещены со своих постов накануне сессии в правде появилась неприметная заметка в несколько строк которая сразу же привлекла к себе всеобщее внимание в ней сообщалось что Кириченко назначен первым секретарем ростовского обкома партии до этого он был членом всемогущего президиума вторым секретарем ЦК отвечающим за кадры многие считали его наследником Хрущева что случилось Кириченко в Москве не любили маленький толстый с огромным пузом он походил на Борово не только внешностью но и всем своим существом совершенно безграмотный но настырный и наглый он рвался наверх не считаясь ни с чем и ни с кем когда его сняли многие вздохнули с облегчением наконец-то поняли что дурак одиозная фигура но только после доклада Хрущева на Верховном Совете все прояснилось Кириченко противился реорганизации армии и милиции в Вашингтоне шеф Ц. Руд Аллен Далес так прокомментировал решение о сокращении войск несомненно Хрущев наступил многим на мозоль и вероятно вызовет недовольство многих военных своим недавним сокращением что ж он был прав но куда более глубокой и пророческой была оценка руководителя департамента внешней политики Гертера Хрущев конечно же изменил тон но до парижского саммита мы так и не узнаем остался ли он той же авторитетной личностью с которой нам приходилось иметь дело в прошлом посол Томпсон прислал из Москвы следующую телеграмму Хрущев связал себя с курсом отход от которого становится все более трудным а провозглашенные изменения если они окажутся успешными будут иметь тенденцию вызывать последующие изменения ведущие со временем к образованию более нормального общества в СССР темпы такого развития событий трудно измерить но я считаю что они будут развиваться быстро частично из-за того что Хрущеву уже 65 лет и ему приходится спешить в общем в Вашингтоне сумели разглядеть сквозь шелуху словословий что решение Хрущева сократить войска причинит ему немалые трудности парадоксально что примерно в это же время президент США тоже бился за сокращение военных расходов и противники у него были те же правда именовались они не Славский а Маккоун не Малиновский а Гейтс не Хлепин а Далес однако суть спора была той же Эйвинхауэру приходилось даже пожалуй потяжелее чем Хрущеву но вот что интересно судя по национальным разведывательным оценкам которые в США сейчас рассекречены угроза со стороны советских обычных вооруженных сил американцев совсем не пугало хотя численность их была сильно завышена наверное и объяснение этому есть Америку от них прочно ограждал океан тем не менее пропагандистская шумиха поднятая вокруг объявленных хрущевым сокращений заставила разведку заново рассмотреть эти оценки в сторону их существенного понижения проделал эту кропотливую работу молодой аналитик ЦРУ Рей Гартхоф В 1960 году появилась новая стратегическая оценка советских вооруженных сил Аллен Далес вызвал его к себе в кабинет и сделал такой комплимент Рей вы смогли уничтожить больше советских дивизий чем кто-либо другой после Гитлера Другое дело ракеты Предвыборная президентская кампания США была в полном разгаре Причем оба претендента Кеннеди от демократов и Рокфеллер от республиканцев на перегонки кто громче трубили о ракетном отставании США Военные настаивали на создании сверхмощного бомбардировщика Б-70 Военное министерство добивалось значительного расширения программы строительства ракет и увеличения мощности ядерных боезарядов для ракет Минитмен Для этого естественно требовалось возобновить ядерные испытания 4 февраля 1960 года на заседании Совета национальной безопасности Эйзенхауэр твердо сказал им нет Прежде всего я глубоко убежден что у нас есть достаточные средства сдерживания а во-вторых увеличение военных усилий настолько подорвет национальную экономику что результатом будет превращение страны в высоко централизованное общество напоминающее военный лагерь я не собираюсь этого делать на Совете безопасности президент заявил что все разговоры о ракетном отставании пустая болтовня выдувание мыльных пузырей но он не мог объяснить публично откуда у него эта убежденность ведь вся его уверенность строилась на информации которую приносили острокрылые У-2 рассказать об этом значило расписаться в проведении шпионажа против страны с которой он собирался установить новые почти дружеские отношения двойственность такого положения раздражала Эйзенхауэра и в сердцах он не раз говорил что надо бы вообще прекратить эти полеты шел его последний год на посту президента США и он как уже говорилось хотел войти в историю в тоге миротворца положившего конец холодной войне и начавшего эру разоружения первым шагом к ней должно быть запрещение ядерных испытаний поэтому в начале 60-х годов заключение такого договора стало главной целью его политики в области разоружения была правда и другая более прозаическая причина которая побуждала его бороться за договор о запрещении испытаний размещение нескольких инспекционных постов в глубине России считал он хоть немного приоткроет эту страну правда об этом он предпочитал не распространяться 11 февраля на пресс-конференции он объявил о готовности заключить договор о прекращении всех испытаний в атмосфере в океане и космосе а также подземных испытаний которые можно проконтролировать Кистяковский убедил президента что показатели приборов позволяют идентифицировать все сейсмические явления с магнитутой 4,75 и выше по шкале Рихтера это соответствовало примерно ядерному взрыву мощностью 20 килотонн таким образом американцы предлагали теперь запретить все испытания в том числе и подземные выше порога мощности в 20 килотонн это было очень близко к тому что говорил в Женеве Майкл Райт Семену Царапкину МИД сразу же внес в ЦК записку рекомендуя согласиться с новыми предложениями Эзенхауэра они легко вписывались в ранее принятые президиумом решения и возражений не предвиделось поэтому записку пустили рутинным ходом на голосовку но неожиданно заупрямился министр среднего машиностроения Славский американцы заманивают нас в ловушку убеждал он получив наше согласие на частичное запрещение подземных испытаний они поморочат нам голову года или два а потом скажут ничего не получается ядерные взрывы мощностью ниже 20 килотонн проконтролировать нельзя и начнут испытания а ответить нам уже будет нечем мы сами отказались от согласованного в Женеве заключения экспертов о возможности контроля за всеми испытаниями его поддержал правда по иной причине Шелепин предложение американцев означает контроль без разоружения полного запрещения испытаний не будет но по всей стране будет развернута сеть иностранных шпионских центров в виде контрольных постов и повсюду станут шнырять иностранные инспекторы мы открываем страну для шпионажа 19 февраля состоялось заседание президиума на нем мудро решили поручить МИД и заинтересованным ведомством доработать этот вопрос с учетом состоявшегося обмена мнениями только 10 марта в ЦК пошла новая записка но ее тональность была уже совсем иной американцы говорилось в ней готовы изучить любое наше предложение о пороге мощности ниже или выше 20 кт но нам не надо втягиваться в обсуждение этого вопроса так как это было бы признанием невозможности установления контроля за подземными взрывами кроме того США согласившись на словах с нашим предложением о квоте инспекции ставит теперь количество инспекций в зависимости от числа неопознанных явлений к счастью возвращение хрущева из поездки по юго-восточной азии которая продолжалась почти месяц сразу же положила конец этому восстанию ведомства в тот же день на заседании президиума под давлением хрущева было принято первоначальное мидовское решение через несколько дней Царапкину в Женеву пошло указание советское правительство выражает согласие достичь договоренности на основе заключения договора о прекращении всех испытаний ядерного оружия в атмосфере в океане в космосе и всех подземных испытаний которые вызывают сейчас сейсмические колебания с магнитудой 4,75 и более что касается испытаний ниже этого порога согласиться на проведение программы исследований и экспериментов имея ввиду что все участники переговоров одновременно берут обязательство не осуществлять в течение этого периода каких-либо испытаний ниже порога 4,75 Царапкин сразу же оценил важность полученной им инструкции и решил устроить грандиозное шоу он потребовал созвать заседание в самое необычное время в субботу 19 марта предупредив журналистов что внесет новое захватывающее дух предложение теперь поле брани переместилось в Вашингтон как всегда Америка разделилась одни хвалили советское предложение другие а их было большинство нещадно ругали напуганный этим премьер Великобритании Макмиллан решил даже вылететь в Вашингтон чтобы побудить президента дать позитивный ответ а тем временем в американской столице заседал комитет принципалов первым слово взял американский коллега Славского председатель комиссии по атомной энергии в США Маккоун он был категорически против советского предложения опять нам предлагают кота в мешке говорил он нас просят прекратить испытания но подсовывают совершенно недостаточную систему инспекций опять вместо контроля нам советуют довольствоваться доверием неожиданный поворот совершило Министерство обороны Джеймс Дуглас представлявший это ведомство вдруг заявил что любое соглашение которое приоткрыло бы Советский Союз и тем самым разрушило стену советской секретности и замкнутости более важно для США чем любые выгоды от продолжения испытаний Ален Далес также высказался за принятие советского предложения нынешние оценки разведывательных данных сообщил он свидетельствуют что США по-прежнему лидируют в области ядерного оружия поэтому замораживание его развития пойдет на пользу США на следующий день 24 марта президент пригласил спорящие стороны в овальный кабинет и сообщил что собирается принять советское предложение о моратории на подземные взрывы сроком на один максимум два года договор о запрещении ядерных испытаний отвечает жизненным интересам США в противном случае исчезнут надежды на прекращение холодной войны и не будет стимулов к разоружению что касается скрытного проведения ядерных испытаний то по мнению Эзенхауэра инспекции сделают обман слишком рискованным кроме того есть и законные пути обхода соглашения вспомните сказал президент что вы сами проводите программу ядерных взрывов в мирных целях с кодовым названием плаушер например для прокладки туннелей мне нет нужды напоминать каждому в этом кабинете что США ожидают получить новую военную информацию в результате этих взрывов хотя публично настаивают что они проводят сугубо в мирных целях короче говоря США уже обманывают реальная опасность возникнет если Советский Союз станет проводить испытания а мы нет это было одно из самых важных заседаний Совета национальной безопасности за все время президентства Эйзенхауэра все присутствующие понимали что прекращение испытаний если оно будет достигнуто начинает эру ядерного разоружения нельзя же создавать оружие без его испытаний и никогда раньше восток и запад не были так близки к этому Джеймс Рестон писал в те дни в Нью-Йорк Таймс президент был поставлен перед необходимостью принять самое серьезное решение с того времени как он приказал союзным войскам пересечь Ла-Манш и вторгнуться в Европу и он принял это решение к тому времени как Макмиллан прилетел в Вашингтон вопрос по сути дела был решен 29 марта в Кемп-Дэвиде Эйзенхауэр и Макмиллан выступили с совместным заявлением в котором давалось согласие на мораторий в отношении подземных испытаний ниже порога в 20 килотонн они предложили немедленно начать скоординированную программу исследований теперь на переговорах в Женеве предстояло доработать все детали будущего договора его преамбула 17 статей и одно приложение были полностью согласованы но существовали две проблемы которые можно было решить только на самом саммите во-первых срок моратория советский союз предлагал 4-5 лет США 1-2 года компромисс напрашивался сам собой 3 года во-вторых ежегодная квота инспекций это была пожалуй самая трудная из оставшихся проблем советники Эйзенхауэра предлагали проведение 100 инспекций в год но советская разведка докладывала и как оказалось правильно что американцы могут пойти на 12-20 инспекций Макмиллан считал что можно согласиться и на 10 инспекций советский союз предлагал 2-3 инспекции в год наступил апрель мировая печать писала о прорыве в Женеве который обеспечивает наконец успешное решение вопроса о ядерных испытаниях на парижской встрече в верхах в Женеве стояла чудесная весенняя погода нет лучше времени на берегу Женевского озера то ли весна подействовала то ли неожиданный успех на переговорах но как-то помягчил даже Семен Константинович Царапкин все больше времени проводил не в кабинете а в парке возле грота где игриво журчал ручеек там он садился в плетеное кресло и принимал доклады но не столько слушал сколько следил за юркими ящерицами которые выбегали погреться на теплом весеннем солнышке только замрет ящерка а Семен Константинович хватит ее прутиком за что вы ее так как-то раз не выдержала его секретарша Рита Борисова Семен Константинович посмотрел на нее незамутненный взором кар их глаз и ответил а что они ничего не делают не терплю бездельников между тем события развивались стремительно 7 апреля положение в Женеве обсуждалось в Москве на президиуме ЦК Хрущев сказал что работа над договором о запрещении всех ядерных взрывов близится к завершению удалось заставить американцев принять советский подход остается лишь доработать некоторые детали а через два дня набравшись духу Царапкин сообщил Москву что сейчас складывается благоприятная обстановка для заключения соглашения США согласны с советскими предложениями не только Эйзенхауэр но и оппозиционные демократы связали себя заявлением в поддержку моратория председатель сенатской комиссии по иностранным делам Фулбрайт заявил что сенат мог бы до летнего перерыва ратифицировать договор 23 апреля президиум в Москве снова рассматривал ситуацию с запрещением ядерных испытаний Царапкину в Женеву пошли новые указания первое добиваться согласования еще до совещания в верхах как можно большего числа несогласованных вопросов второе сделать следующее заявление декларация президента Эйзенхауэра и премьер-министра Макмиллана 29 марта где говорится о согласии на мораторий в отношении подземных ядерных испытаний ниже порога мощности в 20 килотонн оно могло бы сыграть положительную роль правда далее следовало не совсем понятное добавление если бы три ядерные державы согласились на такой мораторий долго чесал затылок Семен Константинович над этой загадкой кто ж против ведь все вроде бы за но потом махнул рукой решив что это какой-то отзвук баталии в Кремле в это же время в Москве на Смоленской площади готовились директивы для парижской встречи в верхах договор по испытаниям практически был готов главы трех держав могли договориться по двум еще не согласованным вопросам срок моратория и квота инспекций подготовленные директивы давали такую возможность предлагалось что Хрущев может дать согласие на мораторий сроком на 2-3 года а по квоте сначала согласиться на 5-7 инспекций если же американцы упрутся то можно пойти на 10-12 в год это была вполне реальная программа в Женеве в частных беседах в коридорах дворца наций и у маленьких кафе на Женевских улочках американские английские советские дипломаты шептались примерно о том же 27 апреля например Уотсворд сообщил Царапкину что получил инструкцию выехать в Париж на несколько дней для участия во встрече в Верхах такое же указание получил и сэр Майкл Райт Царапкин естественно спросил а какие вопросы намерены обсудить с Хрущевым в Париже американский президент и британский премьер а сроки моратория и размер квоты инспекции ответил Уотсворд и состав контрольной комиссии добавил Майкл Райт впрочем проблем тут быть не должно Царапкин немедленно доложил об этом в Москву и попросил разрешения выехать в Париж однако Москва молчала недели через две ему по телефону указали чтобы он оставался в Женеве а в Париж пусть поедет какой-нибудь малозначительный эксперт делегации была однако и другая проблема которая горячо обсуждалась в Москве этой весной всеобщее и полное разоружение ВПР на медовском жаргоне как ни странно главными адвокатами этой хрущевской идеи выступали советские военные Минобороны и Генштаб шумно требовали чтобы именно это предложение было поставлено в центр повестки дня Парижского саммита дипломаты кривили физиономии робко замечая что идея эта конечно замечательная но вот практически едва ли сейчас выполнимая поэтому лучше сделать упор на частичные меры например запрещение ядерных испытаний военные возражали надо решать проблему кардинально мир без оружия это мир без воин а заодно походя можно решить все частичные вопросы и об испытаниях тоже чем явственней и реальней проступали контуры соглашения по запрещению испытаний тем сильнее становились их требования начать разработку договора о всеобъемлющем и полном разоружении на конец 15 марта в Женевском дворце наций в огромном зале расписанном знаменитым художником Сикерасом собрались представители десяти стран для рассмотрения вопросов разоружения хрущевский принцип паритета здесь был выдержан точно пять стран НАТО и пять стран ОВД советскую делегацию возглавлял Зорин американскую ДИН В центре внимания переговоров сразу же оказались идеи Хрущева о всеобщем и полном разоружении Ничего яркого противопоставить им Запад не смог кроме некоторых отдельных мер разоружения Но вот беда Не было на столе переговоров в Женеве договора или хотя бы какого-нибудь документа с изложением его основных положений Военные забили тревогу И тут же задание от Хрущева МО и МИД СССР срочно подготовить такой документ Комната 1001 и генерал Грызлов из Генштаба работали дружно Через три дня документ об основных принципах всеобщего и полного разоружения был готов В одном только разошлись дипломаты и военные Минобороны предлагала чтобы при внесении этого документа Зорин заявил что никакими частичными мерами в том числе и запрещением испытаний заниматься нет смысла Всеобщее разоружение эти проблемы решит быстрее и радикальнее Разоруженцы из МИДа были категорически против Их твердо поддерживал Громыко Дело дошло до Хрусела И он велел передать военным чтобы они не дурили После этого записку в ЦК доделали уже без труда Громыко внимательно прочитав молча расписался Но направил эту бумагу министру обороны Малиновскому не с фельдъегерской почтой как было принято а с одним из молодых дипломатов разоруженцев мотивировав Он эту бумагу писал значит все знает Если у Родиона Яковлевича будут вопросы пусть объяснит Надо сказать что обитатели комнаты номер тысяча один были сплошь заражены тогда бациллой самоуверенности и что еще хуже вольнодумия Они были молоды энергичны дело у них шло Им даже казалось порой что и море это по колено Поэтому встреча с министром молодого разоруженца не пугала Видали мы этих министров такой же как и все И в разоружении конечно же ничего не смыслит рассуждал про себя этот самонадеянный молодой человек направляясь в министерство обороны на улице Каленина где когда-то еще до революции находился кадетский корпус Порученец молча распахнул перед ним непомерно большую белую дверь и он оказался в огромной зале Справа вдоль длинного ряда окон стоял огромный стол покрытый как положено зеленым сукном и с плотно придвинутыми к нему стульями Наверное для заседаний решил про себя молодой дипломат а в углу большой глобус наверное стратегические операции на нем планируют только и успел подумать он шагнул на красную ковровую дорожку которая по диагонали пересекала весь огромный зал кабинет в конце ее стоял кажущийся отсюда совсем маленьким стол за которым сидел грузный человек он даже головы не поднял ковровая дорожка оказалась очень длинной и пока шагал по ней молодой человек вся его самонадеянность куда-то улетучилась а стол становился все больше и больше я из МИДа меня Андрей Андреевич Громыко послал совсем уж робко произнес самонадеянный молодой человек когда ковровая дорожка наконец уперлась в стол Малиновский поднял глаза лицо его было обрюзгшее черные кустистые брови прикрывал ей холодный изучающий взгляд да знаю он мне говорил что ты справку дашь если надо садись еще и тыкает подумал молодой человек надо бы как-то отреагировать и стал искать глазами стул стула у стола не было вдалеке стоял диван с креслами а в стороне этот длинный стол для заседаний идти и садиться там тащить кресло или стул сюда чушь какая-то ничего робко сказал он я постою а мысль о том чтобы как-то ответить на тыканье пропала сама с набор между тем маршал внимательно читал записку в цк и приложенный к ней документ об основных принципах впр закончив читать как бы для верности полистал страницы не пропустил ли чего так сказал он грозно значит мидовские товарищи боятся сказать главное документ ведь не готов какое главное где не готов где где да вот число сегодняшнее что смелости не хватает поставить и самолично собственной рукой проставил малиновский на записке в цк число 2 апреля 1960 года возвращаясь назад по длинной ковровой дорожке молодой дипломат думал что наверное не зря в бывших кадетских училищах начальникам такие большие кабинеты делали наверное и в те времена молодые люди о себе много мнили а вот пройдя всю ковровую дорожку от двери до стола наверное тоже понимали кто есть кто в этом мире новая оппозиция хотел того Деголь или нет но его подножка оказалась роковой для встречи большой четверки затяжка с ее проведением позволила консолидироваться тем силам в Советском Союзе да и на Западе которые совсем не желали ей успеха и с подозрением встретили советско-американский сговор с самого начала в Москве отношение к поездке Хрущева в Америку было далеко не однозначным советская пресса не в счет отрабатывая социальные заказы она дружно кто искренне а кто нет пела хвалу духу Кемп-Дэвида но совсем не отражала того что думали на сей счет в политических сферах да в массе простых людей улучшение отношений США разрядка напряженности встречались с надеждой но сталинисты открыто выражали недовольство тем что простак Хрущев попался на удочку американцев империализм не изменился и по-прежнему угрожает войной об этом довольно откровенно говорили на старой площади улице Фронзе и на Лубянке даже на Смоленской площади немало дипломатов сетовало на отход от принципиальных позиций правда все это больше походило на старческое брюзжание и серьезного значения ему сначала не придавалось однако поздней осенью 1959 года в Москву приехал в отпуск посол Меншиков это был тертый калач прошедший через огонь воду и медные трубы кремлевских горнил при Сталине был министром внешней торговли поэтому нос по ветру держать умел побегав по московским знакомцам в ЦК и КГБ Меншиков стал вести линию которую можно было охарактеризовать примерно так посольство СССР в США предупреждает за последнее время в Вашингтоне появилась новая коварная формула проводить переговоры до бесконечности таким способом там собираются отложить решение спорных международных проблем избегая при этом чрезмерного обострения отношений ни Кэмп Дэвид ни Хрущев прямо не назывались но всем было ясно откуда и куда дует пока еще легкий ветерок самое интересное что Громыко человек архи-лояльный и архи-осторожный поставил доклад Меншикова на коллегии Министерства иностранных дел в торце огромного стола покрытого зеленым сукном восседал Андрей Андреевич лицо у него было каменное ни улыбкой ни движением глаз он не выдавал своего отношения к происходящему позади него недобро прищурившись наблюдал за коллегией деревянный Ильич в виде барельефа во всю стену а на трибуне слева от министра горячился Меншиков всем знакомой улыбки на его лице на этот раз не было по мнению посольства говорил он главная польза для США от переговоров в Кэп-Дэвиде заключается в том что на время приостановлен обостренный воспалительный процесс в вопросе о западном Берлине однако основные проблемы разделяющие восток и запад неразрешимы поэтому серия совещаний в верхах должна по замыслу американцев попросту оттянуть время такой точки зрения придерживается и сам президент Эйзенхауэр это была совершенно новая интерпретация Кэмп-Дэвида которая разительно отличалась от всего того что писала советская пресса поэтому коллегия слушала его с предельным вниманием а тем временем продолжал Меншиков в Вашингтоне разрабатывается новая антисоветская и антисоциалистическая стратегия согласно ей серия бесплодных переговоров послужит прикрытием для развертывания гонки стратегических вооружений в США позволит получить существенное преимущество в баллистических ядерных ракетах изменить в пользу Запада баланс военных сил и преодолеть период неуверенности в военной мощи США но как бы тогда с предстоящей встречей большой четверки который так добивается Хрущев как быть с предстоящим ответным визитом Эйзенхауэра в Советский Союз Эти и другие бесчисленные вопросы неизбежно приходили в голову всем кто слушал Меншикова Но главное даже не в этом пророчествовал Меншиков В правящих кругах США считают что разрядка международной напряженности может способствовать эволюции Советского Союза в сторону капитализма Там надеются что повышение жизненного уровня рост образования в Советской стране создадут благоприятные возможности для распространения буржуазных идей Все стало ясно Это была если не прямая то слегка завуалированная линия против курса на улучшение отношений с Западом И формулировал ее тот кто в первую очередь должен был ее проводить Советский посол США После доклада Меншикова Громыко бесстрастно произнес Надо во всем разобраться В МИДе поначалу не придали особого значения докладу Меншикова на коллегии Он считался послом слабым За все время работы серьезных аналитических телеграмм от него не поступало Так текущая информация да и то по мелочам Зато он был мастаком дохлестких прозвищ которыми налево и направо одарял своих американских да и наверное советских коллег Его депеши из Вашингтона были сплошь усеяны такими перлами Порой даже трудно было понять что ты читаешь телеграмму посла или хлесткую статью из литературной газеты Тем не менее предупреждение о бесконечных переговорах было брошено на чашу политических страстей Мидовские мудрецы прикинули и пришли к выводу что до всего этого не сам Меньшиков додумался а выудил в кабинетах на Старой площади и на Лубянке но как говорится у вас одно начальство а у нас другое однако через пару тройку недель Громыков вызвал группу своих речевиков и сказал подготовьте мою речь на сессии Верховного Совета СССР в январе надо поддержать сокращение войск которое предложит Никита Сергеевич Одновременно подчеркните значение всеобщего и полного разоружения В этом контексте поставить вопрос не существует ли у западных держав намерение вести курс на бесконечное затягивание переговоров по разоружению Тут надо иронию подпустить мол в архивах МИДа лежат целые горы стенограмм и документов оставшихся от Лиги Наций ими можно выложить все садовое кольцо в Москве но какой толк бумаги было переведено уйма но вот ни одна армия не была сокращена ни на одного солдата речь ему написали но из окончательного варианта Громык тщательно вычеркнул все упоминания о Кэмп Дэвиде и поездке Хрущева в Америку для его ближайшего окружения это был сигнал подули новые ветры и Андрей Андреевич подстраховывается в Вашингтоне ситуация после визита Хрущева была также непростой там были свои ястребы которые сочли проявлением слабости и безволия согласия Эйзенхауэра на встречу в верхах и его готовность к поиску компромисса по германской проблеме и западному Берлину но правда Эйзенхауэр и ухом не повел но когда в Бонне узнали о результатах Кэмп Дэвида Аденауэр устроил истерику никаких подвижек по германской проблеме никакого изменения статус-кво в Берлине объединение только путем свободных выборов из Парижа тоже доносилось ворчание Франция хотя и смотрела косо на германское объединение но с еще большим подозрением относилась к самому факту советско-американских переговоров по Германии только британский премьер поддержал Эйзенхауэра тем не менее президент не менял своих взглядов 1 октября 1959 года то есть через несколько дней после отъезда Хрущева он сказал своему советнику по национальной безопасности Гордону Грею нужно найти способ образования своего рода свободного города западного Берлина который мог бы стать как бы частью западной Германии от ООН потребовалось бы тогда быть стороной гарантирующей свободу надежность и безопасность города который имел бы невооруженный статус за исключением разве что полицейских сил наступит время и возможно весьма скоро когда нам просто придется убрать оттуда наши войска однако это была не американская а личная позиция Эйзенхауэра и он не собирался убеждать немцев а тем более навязывать им свою точку зрения президент знал что Бунт проявляет все большую твердость а Аденауэр становится все менее сговорчивым а раз так то какой смысл вести переговоры с русскими 22 октября в беседе с Гертером он сказал что не хочет оказывать давление на западную Германию заключить сделку с Хрущевым он мог но союзники не одобрили бы его действий что же делать госсекретарь предложил подтянуть время но Эйзенхауэр только покачал головой русские не будут столь щедрыми восточные немцы способны остановить все экономические связи с западным Берлином они могут сделать так что этот город повиснет на нас мертвым грузом западный мир сделал ошибку в 44 45 годах и сейчас надо найти способ как заплатить за нее тем не менее он считал себя связанным Ветто Аденауэра незадолго до намечающегося саммита он сказал поскольку позиция канцлера Аденауэра является столь негибкой я вижу мало прока в обсуждении различных вариантов объединения Германии равно как и решений по Берлину в общем Аденауэр помешал выработке компромисса которого так хотел Хрущев и к которому в целом был готов Эйзенхауэр 7 месяцев с октября 1959 года по май 1960 года отведенные для подготовки саммита были потрачены впустую над ним нависла угроза превратиться в пустышку даже американские военные стали бить тревогу провал встречи большой четверки станет прологом к подписанию мирного договора с восточными немцами и вызовет непредсказуемую лавину изменений которая может даже привести к войне Эйзенхауэр тоже ворчал что немцы связали ему руки но он не терял надежду что в Париже дело образуется само собой никто из глав государств не хочет провала и какой-нибудь компромисс в конце концов удастся найти тем более что и американская и советская позиции открывают возможности для этого в Москве знали в основном через Бонн что немцы идут напролом в германском вопросе а американцы отступают западно-германский посол в Москве каждый вечер диктовал отчет о событиях прошедшего дня в том числе и о своей переписке с Бонном возможно он делал заготовки к мемуарам но не подозревал что диктует их прямо в микрофоны КГБ самые интересные места из этого дневника через несколько часов ложились на стол к Хрущеву и он с любопытством их читал да и в самом Бонне у КГБ были весьма надежные источники первый среди них Хайнс Фельфе который в 1958 году возглавил в западно-германской разведслужбе БНД отдел контрразведки занимавшийся Советским Союзом их информацию читал в Москве не только Хрущев но и его противники в президиуме ЦК и она давала им сильные доводы для утверждения что хрущевская политика разрядки и мирного урегулирования с Германией построена на песке но это бы еще полбеды беда была в том что у Хрущева не сложились отношения с армией а в газете известия от Джубей поместил веселую карикатуру бесконечный стройсолдат а перед ним довольный улыбающийся Хрущев он командует каждый третий выходи но эта шутка едва ли могла развеселить военных ладно еще солдаты им все равно демобилизовываться не в этом году так в следующем но вот 250 тысяч офицеров и генералов которым предстояло уйти в отставку и искать работу им было не до смеха недовольство высказывала и милиция решение Хрущева упразднить Общесоюзное Министерство внутренних дел лишило ее многих привилегий которые раньше приравнивали милицейскую службу к армейской в ЦК и в газеты посыпался град писем одни жаловались на трудности с трудоустройством и жильем другие писали что не могут без слез видеть как режут на металлолом новенькие почти готовые крейсеры как сворачивается производство танков на Кировском заводе в Ленинграде и практически во всех письмах горький укор сокращение наносит ущерб нашей безопасности оно затруднит поддержку национально-свободительного движения во всем мире в 1959 году например в секретариат ООН в Женеве который обслуживал переговоры по прекращению испытаний ядерного оружия вдруг начал поступать поток писем от жителей Новгородской области с гневными требованиями запретить ядерные взрывы письма шли тысячами их писали рабочие служащие школьники колхозники секретариат был в растерянности почему только из Новгородской области почему не из Псковска Ленинградской и сотни других областей Советского Союза а советские работники секретариата только посмеивались они-то знали взбрело в голову какому-нибудь секретарю новгородского обкома поставить на повестку дня борьбу за мир во вверенной ему области вот и пошел поток писем потом он также неожиданно и в раз прекратился кампания завершилась Хрущеву пришлось даже прибегнуть к крутым мерам в апреле были освобождены от занимаемых должностей главком вооруженных сил варшавского договора маршал Конев и начальник генерального штаба маршал Соколовский оба они на январской сессии Верховного Совета отказались поддержать предложение Хрущева о сокращении вооруженных сил на их место были назначены маршалы Гречко и Захаров близкие Хрущеву и публично поддерживавшие проводимую им реформу армии но было хорошо известно что в международных делах в вопросах разрядки и разоружения и они занимали крайне жесткие позиции разногласия в армейской среде зашли настолько далеко что маршал Малиновский опубликовал в Красной Звезде большую статью в которой военным строго напоминалось о руководящей и направляющей роли партии а в ней упоминалась судьба маршала Жукова пытавшегося вывести армию из-под контроля партии а чтобы всем было ясно что это не очередная политическая кампания Малиновский объявил о проведении в мае специального совещания секретарей армейских первичных организаций оно было проведено так уж совпало в самые напряженные дни 11-14 мая в Кремле в феврале 1960 в Москве с частным визитом объявился давний знакомец Хрущева Генри Кэбот Лодж который сопровождал его в поездке по Америке и на этот раз Лодж приехал по рекомендации президента понюхать какие ветры дуют за кремлевскими стенами Хрущев принял Лоджа приветливо как старого друга хлопал по плечу жал руку но вопреки обычаю больше помалкивал а сам слушал только сказал сейчас самый горячий вопрос это Берлин если США приедут на парижский саммит с доброй волей они будут плясать под дудку Аденавера то там можно решить все проблемы без потери лица для какой-либо из сторон но если не будет соглашение по Германии советско-американские отношения ухудшатся Лодж долго и пространно говорил что на горячей плите сейчас варится много проблем и не надо серьезно относиться к речам которые произносятся в эти дни в Америке там идет избирательная кампания мало ли что говорится в пылу предвыборных баталий ну пусть даже Никсоном и другими высокими лицами но на предстоящем саммите подчеркнул Лодж нельзя занимать позицию все или ничего весь мир ждет что Париж будет началом серии встреч руководителей четырех держав поэтому нельзя допустить провала который бы убил саму возможность проведения таких встреч в дальнейшем тут Лодж попросил переводчика быть очень внимательным и точно перевести то что он сейчас скажет в предвыборные годы США всегда обладают минимальной гибкостью для проведения внешней политики но то что трудно или даже невозможно сделать в 52 56 или 60 годах часто вполне возможно достичь в 53 57 или в 61 годах Хрущев промолчал но потом комментировал это откровение Лоджа весьма кисло похоже американцы действительно приедут в Париж с пустыми руками а чтобы задубрить нас как тому ослу морковку показывают пусть мол бежит вперед в МИДе этот разговор вызвал настоящий шок так что же значит прав был Меншиков намеченный визит Хрущева во Францию пришлось отложить он заболел простудился и просто устал после напряженной поездки по жарким странам пресса естественно не поверила болезнь тут же была объявлена дипломатической с одной стороны говорилось что это выражение недовольства сближением Франции с ФРГ с другой демонстрация озабоченности неуступчивой позиции запада по Берлину но Никита Сергеевич действительно заболел и пролежал в постели дня три визит визит приходилось два но прямо как знаменитые клоуны пад и поташон хрущев как только мог живописал историческую близость России и Франции теплоту и сердечность их отношений при этом сетовал на опасность реваншизма и милитаризма которые поднимают голову в Германии вспоминал что именно с ними Россия и Франция приходилось воевать не на жизнь а на смерть правда времена сейчас не те но вот все согласны решать германскую проблему путем переговоров а Аденауэр против он старый и упрямый человек и наверное поэтому не хочет никаких изменений в европейском статус-кво однако Деголь на все эти в общем-то примитивные уловки Хрущева не реагировал большей частью величественно молчал или туманно говорил о солидарности Запада совершенно неожиданно удача улыбнулась Хрущеву с той стороны о которой он и не мечтал 25 марта когда он начал расписывать прелести своего плана всеобщего и полного разоружения Деголь неожиданно но как всегда раздумчиво и веско сказал такое разоружение надо начинать с уничтожения средств доставки ядерного оружия ракет и самолетов способных нести ядерные заряды и хотя Зорин лихорадочно писал Хрущеву записки что соглашаться с этим никак нельзя потому что французы хотят лишить нас оружия каким сами не обладают Хрущев обрадовался и тут же согласился еще бы в первый раз хоть кто-то согласился с его планом всеобщего разоружения проблему разоружения сказал он Деголю можно решить двумя путями или наши западные партнеры примут советские предложения начать со значительного сокращения обычных вооружений и некоторых шагов в области ядерного разоружения а ракеты запрещаются и уничтожаются на последнем этапе или начать так как предлагаете вы то есть с уничтожения средств доставки ядерного оружия для военных и политических советников с той и другой стороны эти неожиданные ходы их лидеров были как гром с ясного неба они страстно убеждали что на такое разоружение идти никак нельзя то разве можно верить им русским французам а что будет со стратегией сдерживания борьбой за мир что станется союзниками в общем случилось то что потом произойдет 20 лет спустя в Рейкьявике когда Горбачев и Рейган неожиданно для самих себя и к ужасу своих советников договорятся о необходимости уничтожения ядерного оружия пять дней продолжалась эта бесшумная тяжба между советниками и их руководителями как в Елисейском дворце так и в советском посольстве на Рюде Гренель 1 апреля Деголь в беседах с Хрущевым вновь вернулся к этой теме он сказал что на совещании в верхах нужно смело поставить вопрос о ядерном разоружении и ликвидации средств доставки ядерного оружия в том числе плавучих и постоянных баз ракетных баз и так далее Хрущев тут же ответил что он за такое решение только в свете этих переговоров сведения о которых тогда в печать не попали можно понять смысл заявления Хрущева на пресс-конференции 2 апреля я человек оптимистического характера поэтому и раньше оптимистически смотрел на перспективы встречи на высоком уровне а сейчас этот оптимизм еще больше усилился это был открытый сигнал западу ну а себе домой в советский союз он тоже послал сигнал чтобы несколько утихомирить страсти вокруг переговоров без конца нельзя думать сказал он что за одну две встречи между руководителями стран запада и востока можно будет урегулировать все спорные вопросы путь путь к миру за годы холодной войны оказался чересчур захламленным по возвращении в москву хрущев высоко оценил результаты своей поездки он заявил что по главной проблеме разоружению позиции сторон совпадают это был конечно перебор деголь который предложил начать всеобщее разоружение с ликвидацией средств доставки через несколько недель одумался и услышав дружное осуждение коллег стал открещиваться от собственных слов ну а хрущев продолжал пребывать в состоянии эйфории ему казалось что все идет как нельзя лучше между тем с конца 1959 года в Москве уже совершенно четко наметился блок противостоящих хрущеву сил на поверхности все было до умиления тихо и спокойно так что стороннему наблюдателю могло показаться что Россия выглядит удовлетворенной и счастливой но подспудно в тиши кремлевских коридоров и высоких кабинетов протекали невидимые простым глазом процессы шло формирование оппозиции которая объединяла всех недовольных хрущевым а таких оказалось немало партийно-государственная бюрократия чьи крылья он подрезал своей экономической реформой аппарат КГБ напуганы демократическими нововведениями и разоблачением сталинских преступлений партийные идеологи рассерженные политикой мирного существования в которой им виделся отход от правоверного марксизма они ставили ему в пику и начавшееся вольнодумие в народе и примирение с югославскими ревизионистами и ухудшение отношения с братским Китаем но главное это недовольство военно-промышленного комплекса которому Хрущев сильно наступил на ногу зашевелилась недовольная оборонка гигантский спрут охватывающий 80% промышленных предприятий Советского Союза К тому же Хрущев потерял свой главный козырь привезенный из Вашингтона теперь он уже не мог утверждать как раньше что способен на равных договариваться с президентом США и влиять на общественное мнение Запада по каналам КГБ широко распространялась информация что Аденауэр фактически сорвал наметившуюся в Кемп-Дэвиде договоренность по германской проблеме А Меншиков из Вашингтона слал телеграммы в которых предупреждал о новой коварной тактике империализма Года два назад Хрущев может быть и разбросал бы своих противников Не очень уж сильно это были фигуры подумаешь Козлов Суслов Шелепин да кучка генералов Но расклад в президиуме в марте апреля 1960 года был уже не в его пользу Не в том была беда что в президиуме по-прежнему восседали именитые старцы Ворошилов и Шверник как символы преемственности поколений Беда в том что все усилия Хрущева преобразовать Россию натыкались на глухую стену сопротивления его же соратников которую он никак не мог пробить Весьма двусмысленную позицию занимали Суслов Козлов Брежнев и Кусин Их объединяло стремление всеми правдами и неправдами остаться у власти в президиуме Поэтому они тихо и молча противодействовали кадровым перестановкам Хрущева не без основания опасаясь что Никита Сергеевич примется из-за них И принялся бы Никита Сергеевич глазом не моргнул если бы не чувствовал что шатается его главная опора пленум ЦК его состав практически не менялся с двадцатого съезда партии и не отражал нынешнего соотношения сил но правда все говорили что это Хрущевский пленум он сам его формировал в 1956 году и большинство всегда поддерживало своего генерального секретаря но насколько серьезно и глубоко тот факт что Хрущеву не удалось изгнать всех сторонников антипартийной группы говорит сам за себя да и к продолжению борьбы со сталинизмом пленум был совсем не расположен Хрущев видел это но на 21 съезде партии в январе 1959 года так и не решился обновить состав пленума формально съезд был чрезвычайным Суслов и Микоян в своих речах подчеркивали это указывая что в повестке дня один только вопрос обсуждение контрольных цифр семилетнего плана все это конечно не нравилось Хрущеву поэтому на пленуме в качестве балансира он стал широко приглашать районных и областных партийных работников передовиков рабочих и ударников колхозников иногда на пленуме присутствовало более тысячи таких простых членов партии это подавалось как демократизация партии но они никак не могли изменить новую расстановку сил которая стала складываться в руководстве Советского Союза к концу 1959 года началу 60-х годов Хрущев видел это и чувствовал что ему становится все сложнее проводить намеченные преобразования примерно к осени 1959 года в Москве образовалась группа молодых политиков кстати все выдвиженцы Хрущева которых не без иронии прозвали младотурками в нее входили Ильичев Семичастный Аджубей Харламов Сатюков Горюнов за старшего у них был Шелепин а примыкали к ним или пытались дружить еще сотни молодых искателей фортуны из ЦК КГБ МИДа журналистских кругов Хрущев пожалуй никому не относился с таким доверием и никого не поднял так высоко по партийной государственной лестнице как Шелепина который получил прозвище Железного Шурика за считанные годы из рядового партийного функционера он превратился в могущественного члена президиума секретаря ЦК и председателя КГБ это был беспринципный карьерист с непомерными амбициями как-то еще в институте его спросили кем бы он хотел стать ни секунды не задумываясь молодой Саша ответил начальником при Шелепине был практически смещен весь верхний эшелон КГБ вместо старой гвардии преданной но малограмотной в центре и на местах пришли новые люди в основном из комсомола первые секретари многих областных комсомольских организаций так прямо и пересели в кресло представителей КГБ по этим же областям Шелепин взял твердый курс на повышение рейтинга чекистов у советских людей которые в хрущевскую оттепель стали открыто показывать не то что неуважение неприязнь к этой основе основ советской власти и выражалось это не только в бесчисленных анекдотах поэтому Шелепин начал с возрождения культа Железного Феликса коим был Дзержинский человек с холодным рассудком горячим сердцем и чистыми руками а несколько лет спустя Шелепин доложил партии нарушения социалистической законности полностью искоренены чекисты теперь с чистой совестью могут смотреть в глаза партии и советского народа и со спокойной совестью принялся за искоренение диссидентов надменный и жестокий с теми кто стоял ниже его на иерархической лестнице он был почтителен и подобострастен сильными мира сего особенно с Сергеевич был падок на лесть причем самую грубую и примитивную поначалу обыватели решили что Хрущев создает себе команду опричников ну как при царе Иване уже очень нагло и бесцеремонно вели себя эти молодые люди приближенные как они всячески старались показать к могущественной фигуре первого секретаря это они вовсю раздували культ личности Хрущева ведь мощный аппарат пропаганды Советского Союза был у них в руках и они использовали его так бесстыдно и цинично что очень скоро вся эта компания словословия превратилась в посмешище для всей России над Хрущевым смеялись в открытую и без стеснения Ужучинь не соответствовал лик и поведение нового вождя тому образу который создала пропаганда пошла волна анекдотов а люди интеллигентные вспоминали стихи Некрасова бывали хуже времена но не было подлей один из литераторов так припечатал эту компанию раньше был культ личности а теперь культ дву личности в общем хотели они того или нет скорее цель у них была иная но именно младотурки в немалой степени способствовали дискредитации Хрущева влияли ли они и в какой мере на государственную политику решительный и энергичный Хрущев чувствовал чувствовал себя слабым и даже беззащитным когда дело касалось вопросов теории здесь он полагался на Суслова который слыл в партийных кругах крупным авторитетом в области идеологии науки культуры и искусства еще бы ведь в его кабинете стоял деревянный ящичек с сотнями карточек как в любой районной библиотеке но в них не название книг а цитаты классиков марксизма ленинизма разложенные под темом на все случаи жизни возникала какая-нибудь проблема а у Суслова уже цитата из Ленина готова Хрущев же против цитат идти не мог младо-турки раскусили эту слабость вождя который как и многие малограмотные люди относился с почтением к университетским дипломам а Шелепин даже знаменитый ИФЛИ институт истории философии и литературы кончал другие были известными журналистами или ценителями искусств как Ильичев на какое-то время они даже если не отодвинули Суслова то во всяком случае соперничали с ним за влияние на Хрущева но это влияние не было позитивным отнюдь именно Шелепин и Ильичев сумели втянуть Хрущева в борьбу с либеральной интеллигенцией писателями и художниками от них как круги по воде распространилась идея о том что России нужна железная рука что с американцами надо говорить языком силы собственно говоря все обрамление поездки Хрущева в Америку было делом их рук они стремились превратить этот вояж в пропагандистское турне мало заботясь о достижении серьезных политических договоренностей этому слабо противостоял основательный и благообразный громыко поэтому младотурки его легко обошли дипломатический багаж Хрущева с которым он летел в Америку был по сути дела пуст зато они преуспели в пропагандистском оформлении этой поездки с помощью дешевой политической косметики хотели показать миру не зловещее как при Сталине а румяное простое лицо Советского Союза уверенно идущего по пути строительства новой жизни это они инициировали задиристый тон и митинговый характер выступлений Хрущева непомерно раздували научно-технические успехи Советского Союза и его экономические возможности возникает вопрос но зачем все это было нужно младо туркам людям в массе своей неглупым энергичным и весьма эрудированным боюсь что ответ будет звучать тривиально чтобы пробиться наверх и пользуясь слабостями Хрущева окопаться вокруг него судя по всему никакой позитивной программы действий по преобразованию Советского Союза у них не было а хотели они одного власти слухи о выпивках в ходе которых только и говорилось кого куда скоро назначат расходились по Москве волнуя умы рассказывали например что подвыпивший Аджубей говорил что мешает ему тесть Хрущев он Аджубей человек государственный ему расти и расти но родственные связи тормозят все смотрят на него только как на зятя Хрущева но ничего есть группа молодых и толковых людей скоро она возьмет все в свои руки имена никогда не навзывались но имелось ввиду что первую роль в новой власти будет играть Шелепин однако все особенно объявлено что их гибель дело рук немецко фашистских варваров теперь аккуратным почти детским почерком выводились слова поражающие своим беспримерным цинизмом для советских органов все эти дела не представляют ни оперативного интереса ни исторической ценности а вряд ли они могут представлять действительные интересы для наших польских друзей наоборот какая-нибудь непредвиденная случайность может привести к расконспирированию операции со всеми нежелательными для нашего государства последствиями бог милостив непредвиденная случайность имела место и мы узнали правду о тех кто нами правил у любой тоталитарной власти есть закон правитель не должен надолго покидать столицу особенно если в стране есть признаки брожения умов хрущев то ли по беспечности то ли по чьим-то советам пренебрег этим правилам почти весь февраль он разъезжал по юго-восточной Азии произносил речи купался в славе оваций и изящных восточных восхвалений да и в марте он пробыл в Москве чуть более двух недель заморские вояжи ему явно пришлись по душе в Москву из Парижа Никита Сергеевич вернулся 3 апреля и тут ему показалось что приехал он в другую страну нет внешне все обстояло как прежде чинно благородно но его уважаемые коллеги по президиуму ЦК потупив очи долу смиренно рассказывали что в стране неспокойно армия почти открыто ропщит недовольная сокращениями КГБ обеспокоен вольнодумием у советских людей падает вера в коммунистические идеалы их все больше прельщают западный образ жизни и буржуазные мечтания о какой-то свободе и демократии и причина этому неправильное понимание так называемого духа Кэмп-Дэвида он порождает смятение умов ложные иллюзии и несбыточные мечты а империалисты пользуются этим и втайне готовят новое наступление на социализм все надежды на успешное проведение саммита беспочвены Аденауэр плотно блокировал любое решение германского вопроса и американцы против него не пойдут нет перспектив и у другого любимого детище Хрущева всеобщего и полного разоружения оно утоплено в бесконечных речах в Женере четыре дня с четвертого по седьмое апреля члены президиума по одному по двое нудно как комары зудели одно и то же у него в кабинете во время прогулок на даче в кремлевской столовке где они по-прежнему собирались для неофициального обмена мнениями Громыко и на этот раз неплохо сориентировался в настроениях советской верхушки поэтому верный своему принципу взятому на вооружение еще с молодых лет не высовывался хотя сжег его один неотложный вопрос Хрущев должен был дать ответ на заявление Эйвенхауэра и Макмилана принявших советское предложение о моратории на подземные ядерные взрывы ниже порога мощностью в 20 килотонн все вроде было ясно американцы согласились наконец с нашим предложением которое долго пробивал сам Хрущев значит дело сделано договор у нас в кармане но Андрей Андреевич всеми фибрами своей души ощущал нельзя сейчас предлагать президиуму позитивный ответ можно нарваться на неожиданный отказ от собственных же предложений или не дай бог спровоцировать дискуссию а правильно ли вообще мы ведем свою внешнюю политику не торгуем ли интересами безопасности советского союза ради иллюзорных мечтаний о дружбе с империалистами а тут еще как назло новая шифровка из Вашингтона подоспела Меншиков сообщал что 6 апреля к нему в посольство пришел Чарльз Болин ведущий специалист госдепа по советским делам и сказал что на совещании в верхах удастся договориться только о запрещении испытаний в этом вопросе единодушны все кандидаты на предстоящих президентских выборах но в других вопросах согласия нет заключение мирного договора с Германией невозможно 7 апреля как обычно по четвергам в доме правительства в Кремле проходило заседание президиума оно не отмечено ни одним словом ни в печати ни в мемуарах да и что отмечать повестка дня судя по протоколу была совсем рутинной решений крупных как бы мы теперь сказали судьбоносных никаких а между тем именно на этом заседании или вернее перед ним произошел поворот который определил судьбу России да и всего мира на десятилетия вплоть до перестройки произошло что-то вроде невидимого и неслышимого путча в моих записях того времени этот день помечен так 7 апреля полож обсужд на пр вопросительный знак много лет я собирал сведения о событиях вокруг этой даты разговаривал с людьми которые могли иметь отношение к тому заседанию или хотя бы что-то слышать о нем изложенное ниже попытка реставрировать события того дня в ореховой комнате как всегда собрались члены президиума чтобы обсудить повестку дня предстоящего заседания ох это ореховая комната сколько неведомых без шумных решений потрясавших потом всю страну было принято в маленькой гостиной обшитой деревянными панелями под орех и с мягкими удобными креслами в которых горстка пожилых людей расслабившись мирно беседовала попивая чай эта комната была вершиной невидимой властной структуры Советского Союза присутствовали только члены президиума о чем они говорили и что решали нигде и никак не фиксировалось напрасно потом историки будут искать в документах и протоколах так называемых папок политбюро ключи к поворотам советской политики бесполезно их нет даже самых верных и ближайших помощников не допускали на посиделке в ореховой комнате только по отдельным как бы ненароком оброненным фразам они могли догадываться что там произошло сейчас Хрущев услышал здесь то о чем поодиночке шептали ему по углам да на лесных дорожках Никита Сергеевич уймись народ недоволен армия оропщит политику в отношении США надо менять сам же правильно говорил что американцы понимают только один язык силу и от визита Эйзенхауэра надо бы под удобным предлогом отказаться незачем народ мутить Суслов хотя и петлял по своему обыкновению но тут тоже осмелел и даже идеологическую подкладку пришел давайте решим наконец что нам важнее приобрести фальшивых друзей в лице американского империализма или потерять настоящего друга каким является Китай строящий социалистическое общество пока же получается так теряем верного и сильного союзника а взамен ничего не приобретаем в послевоенной партийной верхушке Михаил Андреевич был одной из самых темных и коварных личностей хотя внешне казался просто милейшим человеком худой с аскетическим но благообразным лицом он со всеми держался скромно говорил тихим ласковым голосом всем посетителям даже тем кто много ниже его на иерархической лестнице выйдет навстречу из-за огромного стола и руку пожмет справится о здоровье а в разговоре ладошки лодочкой складывал как бы упрашивая но упаси бог не приказывая кроме того не грешил как другие кремлевские долгожители постройкой роскошных дач или устройством на теплые места своих родственников правда оставил после себя этот скромный бессребренник несколько миллионов которые никак не могли поделить между собой его наследники даже суд был который московские острословы окрестили процессом о трех миллионах помятуя давний кинофильм где роль мошенника прекрасно сыграл Игорь Ильинский вот такой это был человек только улыбнется вдруг вроде бы ласково или даже подобострастно если говорит к примеру с хрущевым и оторопь берет не улыбка это а оскал злобный так что десны видны и зубы желтые как клыки и глаза горящие недобрым пламенем выдают натуру сильную и властную самые дикие вспышки гонений и репрессий в 60-е и 70-е годы исходили именно от Суслова он же был одним из главных инициаторов гонения на академика Андрея Сахарова в общем чем-то напоминал инквизиторов средневековья как и они фанатично боролся за чистоту идеологии против всяческих еретиков будь то космополиты или абстракционисты однако при этом всегда умудрялся остаться в тени но вернемся в ореховую комнату вслед за Сусловым веско и грубо выступил Шелепин сказал что КГБ удалось раздобыть важные документы тут же продемонстрировал их о подготовке Запада к встрече в верхах из них следовало что Эйзенхауэр едет в Париж с пустым портфелем ничего позитивного ни по германскому вопросу ни по Берлину таков же политический багаж и у Дегуля и Макмеллана и тут наконец до Хрущева дошло что он оказался в одиночестве разве что еще Микоян остался на его стороне но и его поддержка была какая-то уклончивая поняв что его обложили со всех сторон Хрущев махнул рукой и решил смириться пусть будет что будет а там глядишь все образуется и тут как назло произошел инцидент который вывел его из себя и заставил сначала нехотя а потом и страстно с присущим ему азартом принять сторону своих оппонентов а может быть он даже воспринял его как спасительную соломинку упавшую с неба личное оскорбление один абзац из материалов расследования факта нарушения государственной границы СССР 9 апреля 1960 года в районе Памира 430 километров южнее города Андижан через государственную границу СССР со стороны Пакистана перелетел иностранный самолет радиолокационными постами отдельного корпуса ПВО Туркестанского военного округа из-за преступной беспечности нарушитель был обнаружен в 4 часа 47 минут когда проник на нашу территорию более чем на 250 километров указанный нарушитель вышел к Семипалатинску а происходило действительно нечто нелепое и не умещающееся ни в какие рамки здравого смысла рано утром 9 апреля 1960 года начальнику штаба воздушной армии в Ташкенте полковнику Концевичу позвонил оперативный дежурный товарищ полковник обнаружена цель выезжаю на КП ему сообщили что нарушитель уже возле Семипалатинска как он там оказался вспыхнул Концевич и было отчего самолет нарушитель находился в глубине советской территории границы которой ему надлежало держать на замке более того самолет был уже в районе секретного ядерного полигона получив сигнал о появлении нарушителя летчики полка ПВО под Новосибирском бросились к машинам эти воздушные аппараты Т-3 были самым последним достижением советского самолетостроения их называли самолет труба из-за огромного сопла в которое мог спокойно въехать автомобиль москвич а крыльев почти не было трижды превышая скорость звука они могли подняться на 20 тысяч метров как раз на ту высоту где летел полностью уверенный в своей недосягаемости американский У-2 для начала 60-х годов это был пожалуй наиболее современный истребитель перехватчик самолет Т-3 впоследствии названный Су-9 входил в комплекс средств перехвата воздушных целей он позволял перехватывать самолеты летящие со скоростью 800 1600 километров в час на высотах от 5 до 20 километров максимальная скорость его была 2300 километров в час практический потолок 20 тысяч 500 метров дальность полета с двумя подвесными баками 1800 километров самолет был вооружен четырьмя управляемыми ракетами класса воздух-воздух две управляемые ракеты РС-2 У-С на внутренних крыльевых авиационных установках АПУ и две управляемые ракеты Р-55 на внешних крыльевых АПУ ракеты РС-2 У-С наводились на цель по радиолучу бортовой РЛС а ракеты Р-55 имели тепловую головку самонаведения правда летчики еще не успели как следует освоить эту машину один налетал всего 4 часа другой 100 и ракетами воздух-воздух еще не стреляли тем не менее они рвались сбить нарушителя а если надо то и протаранить его но шло драгоценное время а самолеты не взлетали в районе Семипалатинска не оказалось запасного аэродрома имелся правда один но он считался сверхсекретным и частоты его приводных станций были неизвестны из полка наверх ушел запрос пара Т-3 готова к вылету может идти на перехват нарушителя государственной границы дайте координаты запасного аэродрома а оттуда контр-запрос аэродром о котором запрашиваете секретный есть ли у летчиков соответствующие допуски соответствующих по всей форме допусков у летчиков не было последовал приказ пусть сидят и ждут так продолжалось более двух часов а тем временем американский самолет спокойно совершал виражи над Семипалатинским полигоном американцы хорошо знали что там проводятся основные испытания советского ядерного оружия им нужны были технические детали касающиеся методологии их проведения кроме того Советский Союз в 1958 году объявил моратории и испытаний не проводил не готовится ли он тайно к их возобновлению между тем запрос из штаба полка достиг аж самой Москвы и рассматривался в правительстве СССР до этого он прорабатывался в главном штабе войск ПВО ВВС и конечно же в КГБ наконец в 7 часов утра по московскому времени разрешение на взлет было получено но к этому времени У-2 помахал своими черными крыльями развернулся и ушел в сторону другого секретного объекта полигона зенитно-ракетных войск ПВО теперь он был вне досягаемости Т-3 и те благополучно приземлились на сверхсекретном объекте близ Семипалатинска летчики были вне себя от возмущения единственное что их успокаивало так это уверенность у полигона Сары Саган нарушителя перехватят наверняка они точно знали что там развернут зенитно-ракетный комплекс С-75 известный на западе как САМ-2 самое совершенное на то время ракетное оружие оно могло поражать цель на высоте до 25 километров но американскому пилоту в тот день везло на ракетном полигоне Сары Саган 9 апреля стрельб не планировалось и ракет на позициях не было а технические площадки где они хранились располагались от полигона на расстоянии 100 километров но и там подготовленных и снаряженных ракет не оказалось после грозного приказа маршала Бирюзова ракеты тронулись в путь но в это время У-2 уже начал фотографировать полигон нагло совершая виражи вверх-вниз вверх-вниз потом опять помахав черными крыльями безнаказанно улетел к ракетному полигону Тюратам к этому времени уже огромный куст советских ПВО юго-востока страны был приведен в высшую степень боеготовности но роковые обстоятельства или вернее самое обыкновенное разгильдяйство помогали нарушителю одной из авиационных частей на юге Урала было приказано отправить на перехват два новых истребителя МиГ-19 их освоили к тому времени только два летчика а на момент тревоги в наличии оказался только один другой в это время проводил политинформацию поэтому послали опытного летчика капитана Гусева и новичка лейтенанта Владимира Корчевского им был дан приказ вылетел со своего аэродрома на юге Урала сесть под Свердловском и заправиться потом бросок под Орск и снова заправка и только оттуда идти на перехват цели но когда самолеты подлетели к Свердловску истребитель Корчевского внезапно потерял скорость и стал заваливаться на крыло летчик катапультировался когда самолет уже стал чуркать по льду колесами парашют конечно же не открылся и летчик погиб Владимир Корчевский стал первой жертвой бесславной охоты на У-2 а второй самолет благополучно приземлился в Свердловске но команду на вылет ему так и не дали к этому времени нарушитель уже улетел наконец третью попытку предприняло командование воздушной армии дислоцированной в Средней Азии оно правильно рассчитало что полигон Тюратам это последняя цель непрошенного гостя других военных объектов рядом нет значит от Тюратам он должен круто повернуть к югу и уйти через границу в Афганистан полк истребителей который должен был перехватить У-2 на отрезке Тюратам мары был приведен в боевую готовность на вооружении у него были те самые самолеты трубы Т-3 но опять это роковое но как говорится в официальных материалах расследования эти обладающие уникальными боевыми качествами машины использовались совершенно неудовлетворительно попросту говоря летчики оказались неподготовленными к полету на больших скоростях и высотах а командование не смогло организовать взаимодействие хотя у него в запасе было около пяти часов на подготовку к перехвату кроме того это уже рассказывали сами летчики на самолетах не было ракет да и на склад они еще не поступали в общем У-2 спокойно ушел на свою базу а министр обороны маршал Малиновский издал секретный приказ по факту нарушения государственной границы СССР в нем действия руководства войск ПВО ВВС и командования Туркестанского военного округа квалифицировались как преступная беспечность и недопустимая расхлябанность несколько генералов и полковников было предупреждено о неполном служебном соответствии а генерал армии Федюнинский получил строгий выговор Летом 1960 года маршал Бирюзов который хотел спустить это дело на тормозах обратился к министру с рапортом снять выговор с проштрафившегося генерала но министр наложил строгую резолюцию товарищу Бирюзову СС генералу с взысканием наложенным министром обороны нужно ходить не менее года о вторжении американского самолета и неуклюжей охоте за ним знала только самая верхушка и узкий круг военных Хрущев был не на шутку взбешен но не столько головотяпством и разгильдейством которые обнаружились в советской армии он сталкивался с ними и раньше но умерился как с неизбежным злом его рассердило и разочаровало что американцы сыграли на руку его противникам попробуй теперь возражать тем кто говорит что доверять соединенным штатам нельзя что империализм готовит советскому союзу страшные козни под убаюкивающие разговоры о разрядке в общем не вовремя случился этот полет в хрущевских задиктовках есть на первый взгляд загадочная фраза но она становится понятной если наложить ее на закулисную борьбу в Кремле два облета сказал он до апреля 1960 года можно было еще объяснить как случайный эпизод но полеты весной 1960 года разумному объяснению не поддавались американцы знали что причиняют нам страшную головную боль каждый раз когда один из их самолетов отправляется с такой миссией в сердцах кричал Никита Сергеевич чтобы успокоить его Громыко предложил сделать Вашингтону дипломатический протест но Хрущев послал его к черту мы не будем больше прибегать к публичным протестам или использовать дипломатические каналы что хорошего они могут дать американцы хорошо знают что неправы нам надоели эти неприятные сюрпризы нам надоело подвергаться унижениям они совершают полеты чтобы показать нашу неспособность к действию но мы им еще покажем полет этот действительно ставил Хрущева в дурацкое положение давая повод поиздеваться над всей политикой разрядки ничего себе френд говорили про Эйзенхауэра на старой площади обвел вокруг пальца как последнего простака нашего мудрого политика борца за мир разве этого Советский Союз ждал от мирного сосуществования спустя несколько лет Болин скажет с возобновления полетов У-2 Хрущев воспринял почти как личное оскорбление более того я думаю что теперь он выглядел просто дураком он несомненно рассказывал всем советским руководителям что Эйзенхауэр хороший надежный человек которому можно доверять и тут трах-тарарах появляется этот самолет который во многом пошатнул власть Хрущева в Советском Союзе после разговора с Громыко Хрущев сразу же вызвал Ильичева и дал указание написать статью вправду а в ней разгромить в пух и прах американскую политику последних месяцев а если надо за что-нибудь зацепиться возьмите недавнее выступление Гертера там есть почему ударить Ильичев со своей командой был мастер до таких разгромных статей тут их учить было не надо да и задание ясно статья будет за подписью обозреватель и ее должны одобрить все члены президиума это уже не просто статья а почти официальный документ с объявлением пропагандистской войны дав это распоряжение рассерженный и опустошенный хрущев уехал в Гагру во внуково 2 его ждал маленький Ил-14 но это был непростой самолет вместо обычных рядов кресел стояли кровать и диван если занавесить иллюминаторы полное впечатление что находишься в небольшой но уютной впальне который как бы приглашает прилечь и вздремнуть тем более что полет в Гагру продолжался тогда почти 6 часов Хрущев так и сделал самолет приземлился на безлюдном аэродроме в Адлере где его ждала уже вереница машин не задерживаясь Никита Сергеевич поехал на бывшую сталинскую дачу скромный двухэтажный домик стоящий на берегу моря в сосновом бару Хрущев любил это место за тишину и удивительное сочетание запахов морской соли и соснового леса он считал что это одно из самых теплых мест на Черном море где даже в октябре еще можно купаться но сейчас был апрель 11 дней о нем не было ни слуху ни духу даже на торжественное заседание в Москве посвященное 90-летней годовщине со дня рождения Ленина не приехал но потом неожиданно появился в Баку и произнес разгромную речь он стоял на высокой трибуне маленький человек под огромным собственным портретом и гневно говорил чем ближе 16 мая день встречи глав тем более односторонне подходят некоторые западные деятели к проблемам стоящим перед этой встречей они выискивают и раздувают то что никак не может содействовать выработке договоренностей стараются внести струю недоброжелательства и подозрений тут крепко досталось госсекретарю США Гертеру и его заместителю Дилану видимо кое-кто думает жестко говорил Хрущев свести эту встречу к малообязывающему обмену мнениями к приятным разговорам и уклониться от выработки решений как по разоружению так и по германскому вопросу не выйдет если западные державы не захотят искать вместе с нами согласованных решений мы пойдем своим путем заключим мирный договор с германской демократической республикой запад потеряет тогда право доступа в западный берлин по земле по воде и по воздуху огромная толпа разразилась аплодисментами Никита Сергеевич выкрикнул товарищи в настоящее время советский союз сильнее чем был когда-либо раньше наше могущество несокрушимо это было открытое предупреждение другу Эйзенхауэру второе за этот месяц статья за подписью обозреватель была опубликована в правде 14 апреля поняли ли это предупреждение в Вашингтоне знал ли президент о тех серьезных переменах которые произошли в Советском Союзе в этом апреле судя по всему нет но должен был знать и делать выводы Аллен Далес он знал просто не мог не знать и о растущем недовольстве реформами Хрущева и о ропоте в армии и о том что это напрямую связывается с его курсом на разрядку а если знал то делал ошибочные выводы если только не преследовал иные цели чиновная Москва не сразу распознала какой крутой поворот произошел в политике после заседания президиума 7 апреля Хрущев уехал указаний никто не давал и колесо бюрократической машины продолжало размеренно крутиться в том же направлении что и раньше 25 апреля например Царапкин получил утвержденные на президиуме дополнительные указания в которых предписывалось добиваться согласования еще до совещания в верхах как можно большего числа несогласованных вопросов ему разрешалось дать согласие на проведение совещания экспертов по программе исследований обнаружения подземных ядерных взрывов а главное он должен был сделать заявление что соображения высказанные Айзенхауэром и Макмилланом 29 марта могли сыграть положительную роль если бы три державы согласились объявить мораторий на ядерные взрывы ниже порога мощности с магнитудой 4,75 конечно у искушенного американского советолога уже тогда мог возникнуть вопрос почему на заявление президента и премьера дает ответ какой-то представитель при ООН непорядок что-то здесь не так но никто не заметил между тем в МИДе да и в Генштабе автоматически продолжали работать над директивами к саммиту в начале апреля коллегия МИДа создала специальную комиссию для подготовки директив которую возглавил Тугаринов в нее входили наиболее светлые умы МИДа того времени Новиков Ильичев Чернышев Тунгин Ричи поручили готовить лучшим перьям Харламову Александрову Агентову Ковалеву Было подготовлено 3-4 варианта директив Разумеется на первом месте стоял германский вопрос и западный Берлин Затем шло всеобщее и полное разоружение Третий раздел касался комплекса отношений Восток-Запад Особняком выделялся вопрос о прекращении ядерных испытаний Хрущев прекрасно понимал что это единственная проблема по которой можно достичь серьезного и очень нужного соглашения Ну может быть еще по германской проблеме удастся хоть кое в чем уломать Запад Но гвоздем саммита будет несомненно прекращение испытаний Громыко при всей его внешней серости и апатичности развил бурную деятельность убеждая Президиум что в настоящее время сложилась уникальная ситуация когда запрещение испытаний без лишнего шума сможет разом решить две кардинальные проблемы Во-первых попридержать гонку ядерных вооружений логика здесь простая нельзя создавать оружие не проводя его испытания во-вторых перекрыть путь к появлению других ядерных держав это касается не только Западной Германии но и Китая нашим интересом не отвечает появление даже маленьких ядерных государств расположенных по периферии Советского Союза однако политические вихри закрутились уже и на Смоленской площади Кроме Громыка и может быть его заместителя Семенова там плохо понимали что происходит но видели что по мере приближения к парижской встрече директивы для советской делегации все ужесточаются и ужесточаются например в первом варианте подготовленном в начале апреля разрешалось дать согласие на 5-7 а в крайнем случае на 10-12 инспекций в год но уже в варианте на начало мая лимит снизился до 4-6 инспекций а в окончательном документе утвержденном 12 мая уже фигурировали только 3 инспекции в общем ситуация очень напоминала известный феномен с покойником когда человек умирает а волосы у него еще несколько дней продолжают расти хотя все медленнее и медленнее в вашингтоне выстраивали свои позиции к саммиту не зная о тех переменах которые происходят в москве поэтому там больше были озабочены разногласиями союзниками которые могли связать американцам руки в париже с 12 по 15 апреля в вашингтоне проходила встреча министров иностранных дел США Англии Франции Канады и Италии они пытались выработать единую позицию и тактическую линию к предстоящей встрече в верхах по трем основным вопросам германская проблема и Берлин разоружение отношения восток запад министры пришли к выводу что есть шансы достичь соглашения только по запрещению ядерных испытаний поэтому на одной из пресс-конференций в конце апреля Эйзенхауэр заявил что он Деголь и Макмиллан считают что разоружение а не Берлин и Германия должно стать главной темой на Парижском саммите при этом он как и Хрущев имел ввиду запрещение испытаний президент убеждал Деголя и Макмиллана что Советский Союз искренне намерен сократить бремя военных расходов и запретить все ядерные испытания чтобы не допустить появления атомной бомбы у Китая нам надо использовать говорил он это намерение прежде всего для того чтобы устоять в Берлине он просил Макмиллана и Деголя подтвердить в частных беседах с Хрущевым что коммунистические акции против наших прав в Берлине положат конец разрядки вообще и любым надеждам на достижение разрушения в частности а в целом вплоть до первых чисел мая надежды Уэйзенхауэра явно преобладали над опасениями тем более что в Женеве уже было практически готово рамочное соглашение по испытаниям в котором нужно было только проставить число инспекций и срок моратория правда тут была одна серьезная загвоздка в начале апреля Деголь заявил что Франция только тогда прекратит свою ядерную программу когда три ядерные державы уничтожат свое ядерное оружие вслед за ним Джоу Эйнлай заявил что Китай не будет связан никакими международными соглашениями которые он не подписывал эти два заявления конечно усложняли обстановку но не настолько чтобы отказаться от договора по испытаниям в Париже его можно будет подписать сначала трем державам а затем пропустить через ООН где этот договор без сомнения получит всеобщее одобрение на этом фоне будет уже куда проще уламывать совместными усилиями тех гордых одиночек которые почему-либо попробуют остаться в стороне у Эйзенхауэра была и другая любимая идея открытое небо самолеты оснащенные специальной аппаратурой мечтал он будут беспрепятственно летать над всем миром и фотографировать подозрительные объекты теперь он решил немного подправить эту идею к предстоящему саммиту снять искусственно привязанные к ней меры разоружения а главное начинать вводить ее постепенно например Сибирь Аляска но сколько нибудь обнадеживающих перспектив как он сам понимал для осуществления этого плана практически не было чтобы придать разрядке поступательное движение президент хотел связать Москву Вашингтон и другие западные столицы обязательствами проводить ежегодные встречи восток-запад на высшем уровне а министры иностранных дел должны будут тщательно их готовить президент был полностью дезинформирован относительно реальной ситуации в Советском Союзе на протяжении марта и апреля посольство США в Москве проглядела серьезные изменения которые произошли и в самом руководстве и в его политике трудно представить что не заметили этих изменений американские спецслужбы не исключено что Аллен Далес не докладывал о них президенту опасаясь что тот узнал о трудностях своего френда Хрущева мог запретить полеты У-2 которые давали ЦРУ важную информацию неверно была задумана и вся переговорная концепция Эйзенхауэра на предстоящем саммите он явно преувеличивал заинтересованность Советского Союза в запрещении испытаний поэтому совершенно наивным выглядел его замысел продать русским прекращение испытаний в обмен на Берлин Хрущев действительно был готов пойти на прекращение испытаний но за это он сам хотел получить что-то в политической сфере и лучше всего в германских делах соглашение должно было быть таким чтобы он мог сказать на пленуме ЦК военным партийной и советской верхушки да мы пошли на прекращение испытаний потому что общая политическая обстановка в мире улучшилась а империализм умерил свой аппетит и в Германии и в других горячих точках мира а по схеме Эйвенхауэра получалось что Хрущев должен был получить договор о запрещении испытаний как награду за уступки в германском вопросе сделка была явно несостоятельной в Москве поняли это значительно раньше чем в Вашингтоне тут и кроется одна из причин срыва Парижского саммита и У-2 был вовсе не причиной а только предлогом возникает вопрос как могло случиться что в медовый месяц советско-американской дружбы Эйвенхауэр дал согласие на полеты У-2 в 1959 году президент держался и твердо отводил все просьбы ЦРУ и Пентагона возобновить разведывательные полеты над Советским Союзом Далес доказывал что русские вот-вот начнут размещение МБР и крайне необходимо засечь этот момент но Эйвенхауэра он не убедил президент сказал что вообще предпочел бы обойтись без этих полетов а в 1960 году появятся спутники шпионы и вопрос отпадет сам собой Далесу оставалось довольствоваться посылкой У-2 в Африку собирать информацию о французских ядерных испытаниях в Сахаре это было тоже рискованное предприятие так как союзники обещали не шпионить друг за другом в феврале 1960 года генерал Дулиттл видимо с подачи Далеса снова поднял проблему полетов У-2 но президент был настроен весьма решительно когда в мае он приедет в Париж в активе у него будет одно преимущество его честная репутация и дальше следовали пророческие слова если один из этих самолетов будет сбит в то время когда мы ведем особо доверительные переговоры его выставят в Москве на всеобщее обозрение и это подорвет мои позиции но Далес упрямо продолжал гнуть свою линию необходимо проследить доказывал он за размещением пусковых установок МБР на Северном Урале и около Белого моря кроме того надо знать что происходит на советских ракетных полигонах аэродромах заводах и других целях в Вашингтоне конечно знали что Советский Союз разместил вокруг некоторых особо важных объектов новые управляемые ракеты сам 2 которые могли поражать цели на высоте 70 тысяч футов но понадеялись что поднявшись на 60 тысяч футов они будут уже трудно управляемыми если ракета и достанет потолок У-2 это будет скорее промах чем попадание но даже коль самолет собьют утверждал Далес ни пилот ни разведывательное оборудование не сохранятся никаких улик не будет да и Хрущев уже свыгся с мыслью что У-2 беспрестанно летают над Советским Союзом и даже не жалуются вот и в Кэмп Дэвиде не поднял этого вопроса значит его это не особенно волнует между тем мы теряем время американский спутник шпион не будет готов до конца года а без У-2 американская разведка слепа она проглядит развертывание первых МБР в Советском Союзе Эйзенхауэр как это нередко с ним случалось поддался на уговоры и как уже рассказывалось 9 апреля 1960 У-2 вылетел из Пешавара и взял курс на Семипалатинск в Вашингтоне с напряжением ждали как пройдет этот полет самолет вернулся целым и невредимым но фотографии не выявили чего-либо существенно нового в продвижении строительства ракетных установок а Хрущев опять смолчал они ждали протестов угроз чего угодно как это понимать значит он боится что советский народ узнает правду его вооруженные силы слишком несовершенны чтобы прикрыть небо от вторжения вражеских самолетов а может быть он вообще смирился с тем что разведывательные самолеты США будут летать над Россией и Даллис с Бисселом тут же начали выпрашивать разрешение на новый полет им нужно иметь самую точную информацию о том что происходит в Тюратам и на военно-промышленных объектах Свердловска но главный объект Плесецк в тысячи километров к северу от Москвы там обнаружены признаки развертывания четырех межконтинентальных ракет если это так то баланс сил коренным образом меняется и русские впервые получат возможность нанести внезапный удар по Америке надо немедленно выяснить так ли это тем более что очень скоро они могут быть замаскированы погодные же условия на севере утверждали разведчики позволяют проводить фотографирование только с апреля по июль уже потом госсекретарь Гертер так прокомментировал споры происходившие в овальном кабинете встречи в верхах все время было тогда у меня на уме ну так же как и у других суть проблемы состояла в следующем как срочно необходима эта информация и нет ли другого более удобного времени с технической точки зрения момент был подходящим с дипломатической же могли возникнуть трудности поскольку президент планировал ехать в Россию Далес ворчал во времена напряженности нам говорят что полеты должны быть прекращены потому что они увеличивают напряженность когда все хорошо нельзя летать потому что это испортит медовый месяц в наших отношениях Советским Союзом по этой логике нам вообще не придется летать всегда проходит какая-то международная конференция или что-то подобное вторил ему Гейтс и Эйзенхауэр сдался во второй раз предыдущий полет прошел без шума а вот и этот проскочит но на всякий случай решил подстраховаться Далесу он дал две недели если до 25 апреля не будет хорошей погоды полеты должны быть отменены мы не хотим чтобы этот самолет летал над нами когда идет саммит проворчал Эйзенхауэр срок назначенный президентом прошел однако густые облака и снежные бури по-прежнему прикрывали Россию от непрошенных гостей Бессел взмолился дайте мне хотя бы еще несколько дней обговорив ситуацию еще раз с президентом его помощник генерал Гуд Пастер вызвал 25 апреля Бессела и при нем написал сверхсекретный меморандум после разговора с президентом я информировал мистера Бессела что может быть проведена одна дополнительная операция при условии что это произойдет до 1 мая никаких операций после 1 мая у президента Айзенхауэра не было помощника по вопросам национальной безопасности как скажем Банди Киссинджер Бжезинский или Скоукрофт при нем эта должность была по сути дела разделена между двумя помощниками Гордоном Греем бывшим президентом университета в Северной Каролине который больше занимался проблемными вопросами и долгосрочным планированием и генералом Эндрю Гудпастером долговязым лаконичным и очень четким человеком который осуществлял всю повседневную работу во время войны Гудпастер сражался в Северной Африке и в Италии потом защитил в Принстоне докторскую диссертацию по международным отношениям и служил у Эйзенхауэра когда тот был главнокомандующим союзными вооруженными силами когда в 1954 году возник вопрос о кандидатуре помощника президента Эйзенхауэр сказал я не хотел бы ничего другого для моего сына как вырасти таким же хорошим человеком как Эндрю вопрос был решен Гудпастер стал не просто помощником а пожалуй самым доверенным лицом президента во всяком случае никто не видел президента так часто как он в субботу утром 30 апреля генерал Гудпастер как обычно доложил обстановку за прошедшую ночь дружественный режим 9-ти часового полета через всю территорию Советского Союза в Норвегию Эйзенхауэр ничего не ответил и его молчание было воспринято как знак согласия 1 мая 1960 года Пауэрс быстро набрал недосягаемую для советских истребителей высоту 20 километров и через час пересек советское воздушное пространство подал два коротких радиосигнала и тут же получил в ответ один это означало что полет следует продолжать по намеченному плану теперь ему предстоял путь в 6000 километров через всю территорию СССР до норвежского города Боде летчики У-2 знали на что шли они рисковали но за это получали хорошие деньги с огромной высоты где небо из голубого превращается в темно-фиолетовое открывалась таинственная земля Центральная Азия Урал Сибирь внизу проплывали незнакомые города и надо было обнаружить заводы аэродромы пусковые установки ракет или сфотографировать ночной пуск ракеты которая внезапно осветит черные облака на сотни миль вокруг без их работы армады американских бомбардировщиков могли оказаться слепыми в будущей войне один из этих летчиков Сэмми Снайдер был недалек от истины когда говорил я представлял как кто-то нажимает красную кнопку и Б-36 направляются через всю Россию к своим целям навигатор смотрит на карты и коротко бросает окей бомбардир мы в трех минутах от цели а бомбардир выглядывая в иллюминатор кричит эй никакой цели тут нет где мы находимся черт возьми полеты У-2 действительно дали американским военным бесценную информацию начать с того что достоверных карт Советского Союза в 50-х годах американцы не имели операторы определяя цели для ударов с воздуха пользовались картами изданными еще в Царской России или же картами немецкой аэрофотосъемки времен Второй мировой войны но почти ничего не было известно о новых городах и объектах за Уралом советским картам они не доверяли и правильно делали поэтому полеты У-2 были для них настоящим прозрением по оценкам ЦРУ число целей на территории Советского Союза за время этих полетов поднялось с трех до двадцати тысяч неудивительно что после каждого возвращения У-2 люди из Пентагона и ЦРУ как коршуны набрасывались на привезенные пленки их тщательно исследовали а потом докладывали самому президенту это делали шеф ЦРУ Аллен Даллес и руководитель полетов У-2 Ричард Биссел в западное крыло Белого дома приносили увеличительные стекла и огромные карты 40 на 60 дюймов президент Эйзенхауэр то снимал очки то надевал их снова разглядывая снимки заводов железных дорог шоссе аэродромов стоянок для подлодок однажды он хлопнул аналитика по спине и сказал это была ошибка когда перед Перл-Харбором разведку заполонили отбросами других ведомств спасибо тебе господи что во время войны туда пришли профессионалы в глубине в глубине тучи стали рассеиваться пауэрс пролетел над Аральским морем покрутился над космодромом Тюратам и теперь держал курс на Челябинск на востоке уже показались каменные громады уральских гор обрамленные бескрайне зеленой тайгой в распадах еще белел снег а озера были покрыты синеватой коркой льда и тут неожиданно самолет клюнул носом вышел из строя автопилот пауэрс пытался наладить его но тщетно подумал плохой признак может быть вернуться час назад он не задумываясь сделал бы это но сейчас когда треть пути была позади он решил продолжить полет проведя съемку важного как у него было отмечено объекта на берегу озера Иртяж это был секретный атомный город Челябинск 40 он повернул к Свердловску огромный уральский город отчетливо виделся вдали до него оставалось 3-4 десятка километров пауэрс слышал что большевики расстреляли там царя с семьей еще немаловажные сведения вокруг Свердловска были размещены советские зенитные ракеты земля-воздух сам-2 на его карте они отмечены синим карандашом пауэрс включил съемочную аппаратуру и повернул круто вправо чтобы обойти город с юго-восточной стороны он пролетел ровно полпути в Вашингтоне была еще глубокая ночь час 53 минуты а в Москве 8 часов 53 минуты утра советские радары ввели У-2 от самой афганской границы в зенитно-ракетные дивизионы сразу же поступила команда аппаратуру в боевой режим с распечатыванием тумблеров это означало что ракеты будут направлены не на учебную а на настоящую цель такое ракетчикам здесь приходилось выполнять впервые но случилась осечка то ли судьба была пока милостива к пауэрсу то ли опять разгильдяйство в службе ракетчиков то ли праздник трудящихся ну как бы там ни было но самолет шпион благополучно продолжил свой полет космодром Тюратам охраняли три дивизиона оснащенные ракетами С-75 известными на западе как САМ-2 один из них как раз тот над которым выделывал виражи пауэрс накануне первого мая был снят с боевого дежурства по причине наступления срока регламентационных работ а по праздникам естественно никто не работал солдаты сидели в казармах офицеры разъехались кто куда поэтому самолет спокойно прошел над их позициями два других дивизиона расположенных по краям полигона были в боевой готовности и ждали врага но пауэрс вовремя повернул в сторону и ракеты остались на земле теперь судьба давала возможность отличиться летчиком рано утром 1 мая капитан Игорь Минтюков один из асов советской авиации неожиданно получил приказ я сокол 732 как меня слышите слушайте меня внимательно цель реальная высотная таранить приказ москвы передал дракон вот это да обомлел Минтюков сам дракон каждый летчик в те годы знал что это фронтовой позывной сигнал командующего авиации ПВО страны генерала Евгения Савицкого значит дело действительно очень серьезное и хотя Су-9 к боевой операции готов не был Минтюков оказался под Свердловском чисто случайно перегоняя самолет в далекую Белоруссию он отрапортовал к тарану готов единственная просьба не забыть семью и мать к счастью для него все обошлось он не обнаружил У-2 в небе локаторщики так и не смогли вывести его на цель на его Су-9 не было ни ракет ни пушек значит только таран и шансов остаться в живых у летчика никаких он был без высотно компенсирующего костюма и гермошлемофона для простой перегонки самолета они не требуются если бы даже он катапультировался без них на высоте 20 километров то его просто разорвало бы на куски как лопнувший воздушный шарик тем временем Пауэрс подлетел к Свердловску где его в полной боевой готовности ждали несколько зенитно-ракетных дивизионов и снова судьба улыбнулась Пауэрсу несмотря на строгий приказ первый дивизион на его пути немного замешкался майор Шелучко открыл огонь когда У-2 стал огибать город и вышел из зоны поражения Пауэрс даже не заметил что по нему стреляли но нельзя испытывать судьбу дважды а то и трижды тщательно огибая Свердловск У-2 напоролся на дивизион капитана Воронова немедля ни секунды тот отдал приказ пуск однако офицер наведения старший лейтенант Фельдман замешкался да пуск же твою мать заорал Воронов и как бы подстегнутая русским матом ракета взмыла в воздух на экране локатора цель исчезла и он покрылся зеленоватыми хлопьями снега так выглядят либо искусственные помехи либо обломки сбитого самолета случилось то чего Пауэрс все время опасался и ждал где-то сзади немного справа он услышал глухой хлопок блеснул оранжевый всполох пламени осветивший небо и кабину самолет сильно тряхнуло и вдавленный в спинку кресла Пауэрс крикнул проклятие они меня достали мотор заглох и самолет дал крен носом вниз Пауэрс потянул штурвал на себя и понял что самолет неуправляем его стало швырять по кабине это отваливались крылья бескрылый и беспомощный фюзеляж пошел к земле теперь согласно инструкции летчик должен был нажать на панели две кнопки включавшие часовой механизм подрывного устройства после этого у него будет еще 70 секунд чтобы катапультироваться прежде чем взорвутся самолет фотокамеры и другой шпионский инвентарь на следующий день НАСА опубликует сообщение что один из самолетов наблюдателей погоды заблудился и пропал а русские никогда не смогут доказать что это был шпион Пауэрс потянулся к кнопке взрыв но остановился пилоты У-2 в полголоса поговаривали что эту кнопку лучше не трогать кто знает не предусмотрели ли хитрые конструкторы из ЦРУ такой взрыв который отправит к прадцам вместе с терпящим бедствия самолетом и самого пилота так верней никаких улик да и катапультирования как и все летчики Пауэрс побаивался его словно пушечное ядро этот механизм выстреливал пилота вместе с креслом через пластиковый колпак иные пилоты погибали при этом другим края кабины обрезали руки и ноги нет лучше не рисковать ценой огромных усилий Пауэрс удалось откинуть колпак воздушная волна прижала его к щиту управления выбраться из кабины мешали сланги кислородного прибора и все же ему удалось перевалиться за борт над головой вспыхнул купол парашюта мелькнула мысль жив а на земле тем временем продолжался театр абсурда приведший к трагедии то ли Воронов не поверил своей удаче и потому еще с полчаса промедлил с рапортом о поражении цели то ли его рапорт затем застрял в каких-то инстанциях но только на командном пункте войск ПВО об этом ничего не знали в подразделении же радиотехнических войск исчезновение цели на экране радаров сочли явлением временным чем-то вроде технической помехи и продолжали выдавать на командные пункты уже фиктивную прокладку курса несуществующего самолета с самого верха поступил очередной приказ сбить нарушителя любой ценой и против воздушного фантома на перехват вышли две машины МИГ-19 летчики выжимали из них все возможное и невозможное безуспешно потолок МИГов был всего 17-18 километров а нарушитель должен был находиться на высоте 20 километров достать его им было не по силам очень скоро истребители оказались в зоне действия очередного ракетного дивизиона который тут же получил приказ к запуску ракет на запрос земли я свой летчики не ответили как оказалось потом они при взлете не включили автоответчики первой ракетой был сбит МИГ которым командовал старший лейтенант Сергей Сафронов он погиб другой летчик сманеврировал и его ракета прошла мимо через несколько дней вся советская пресса восторженно писала об этой операции с У-2 называя ее снайперской командование ПВО заявило что была пущена одна единственная ракета хотя на самом деле во время охоты на Пауэрса было выпущено 14 ракет о гибели Сафронова ни слова страх здесь следует несколько отвлечься от хронологической конвы повествования чтобы помочь читателю войти в атмосферу описываемой эпохи особенно же молодого читателя у которого рассказанное выше может вызвать чувство недоумения что за дурацкие игры велись руководителями обеих великих держав это было время когда над миром витал призрак страха с большой буквы на памяти еще были близки ужасы Хиросимы и Нагасаки и многие дети посмотрев вечером телевизор ночью не могли уснуть им все мерещилась атомная бомба да что там дети в страхе перед ядерным катаклизмом пребывали и взрослые самая ключевой формулой в те годы определявшей доминанту жизни и поведения людей была фраза лишь бы не было войны пропаганда обеих стран стократно увеличивала страхи которые лишали способности здравомыслить даже самых казалось бы трезвых политиков толкали их на авантюры которые в спокойном состоянии были бы немыслимы за тот животный страх мы расплачиваемся еще и по сей день не знаю например что делать с накопленными горами всяческого оружия массового уничтожения ядерного химического биологического тратя колоссальные средства на ликвидацию того на создание чего в свое время уже были потрачены колоссальные средства нонсенс не говоря уже о тяжелейших экологических последствиях которым привела бешеная гонка вооружений это тема отдельной книги не беря в расчет психологии описываемой эпохи трудно понять и события происходившие в то время такие как берлинские или карибские кризисы поставившие мир на грань новой мировой войны и это при том что ни советский союз ни соединенные штаты войны не хотели вот уж воистину страх лишает разума американское стратегическое мышление складывалось под воздействием шока пережитого страной от внезапного нападения Япония на Перл-Харбор С тех пор боязнь неожиданного удара как мания давлела над умами американских политиков Она вошла в плоть и кровь нации Визави Америки Советский Союз также жил под гнетом страха вероломного нападения Поэтому первой заповедью советских политиков было не допустить повторения июня 1941 Это не только означало держать страну в состоянии постоянной военной готовности причем от нападения со всех четырех сторон Запада Востока Севера и Юга Одной из главных составных советской стратегии безопасности была сплошная секретность Противник не должен знать ничего Причем скрывались не столько военные секреты сколько поразительная слабость неорганизованность и неготовность к серьезной войне В общем оба гиганта страдали одним и тем же комплексом боязнью внезапного нападения Но полностью асимметричным был подход к тому как не допустить этого внезапного нападения Американ Американцы уповали на открытость прозрачность а русские на секретность Это противоречие отражало суть существовавших в этих странах порядков США были открытым обществом в любом книжном магазине продавалась самая подробная карта Америки где были указаны мосты дороги аэродромы и даже военные базы полигоны предназначенные для ядерных испытаний аэродромы аэродромы аэродромы